Здравствуй, дорогой слушатель! Сейчас ты будешь слушать вторую часть книги Майкла Ньютона «Предназначение души». Первую часть этой книги ты можешь найти в описании к этому ролику или в подсказке. Как символ твоей благодарности, поставь лайк под видео и подпишись на наш канал. Развитие нашего канала зависит от каждого из вас. Приятного тебе прослушивания! Глава 4. Восстановление духовной энергии. Энергия души. Мы не можем дать душе какое-либо физическое вещественное определение, поскольку это так или иначе ограничит то, что, похоже, не имеет пределов. Я понимаю душу как разумную световую энергию. Эта энергия, по всей видимости, функционирует как вибрационные волны, подобные электромагнитной силе, но не ограниченные заряженными частичками материи. Энергия души не является какой-то единообразной неизменной субстанцией. Подобно тому, как каждый человек имеет неповторимые отпечатки пальцев, каждая душа имеет уникальные особенности, связанные с ее образованием, структурой и вибрацией. Можно по цветовым оттенкам определить уровень развития души, но это не позволяет установить, что представляет из себя душа как живое существо. В течение многих лет я изучал, как душа взаимодействует с человеческим умом в различных воплощениях и что она затем делает в послесмертном мире душ. И я кое-что узнал о ее стремлении к совершенству. Но это также не раскрывает для меня, что такое душа. Чтобы полностью понять энергию души, мы должны знать все аспекты ее создания и сознания ее источника. Это то совершенство, которое я не могу до конца постичь, несмотря на все мои усилия в области изучения тайны жизни после смерти. Мне остается лишь исследовать действия этой совершенной разумной энергетической субстанции, то, как она реагирует на людей и события, а также к чему она стремится в физической и ментальной среде. Если душа начинает свое существование и формируется чистой мыслью, то эта мысль поддерживает ее как бессмертное существо. Индивидуальная природа души позволяет ей влиять на физическую среду и вносить больше гармонии и равновесия в жизнь. Души являются выражением красоты воображения и творчества. Древние египтяне говорили, что для того, чтобы понять душу, человек должен слушать свое сердце. Я думаю, что они были правы. Стандартное лечение души у входа в мир душ. Когда после физической смерти мы совершаем переход, встречающие нас гиды прибегают к особым методам и приемам, которые в соответствии с моими исследованиями можно подразделить на две категории. 1. Окутывание. Возвращающиеся души полностью охватываются огромной вращающейся массой мощной энергии их гидов. Когда душа и гид встречаются, душа чувствует, как вместе с гидом она попадает внутрь некоего пузыря. Это самый обычный метод, который мои субъекты описывают как чистый экстаз. 2. Фокусирующий эффект. Эта дополнительная процедура, осуществляемая во время первоначального контакта, происходит несколько иначе. Когда приближается гид, энергия направляется в определенные точки по краям эфирного тела души из разных направлений по усмотрению гида. Нас могут взять за руку или держать сбоку за плечи. Исцеление начинается со специальной точки эфирного тела, как легкое поглаживание, после чего происходит более глубокое проникновение энергии. Применение того или другого метода зависит от решения гида, а также от состояния энергии нашей души на данный момент. В обоих случаях происходит немедленное проникновение мощной бодрящей энергии. Такова начальная фаза нашего путешествия в конечный пункт назначения в мире душ. Более продвинутые души, особенно если они не повреждены, обычно не нуждаются в помощи со стороны любящей энергии. Приемы, которые использовал субъект один в отношении своей жены Элис, демонстрируют элементы как фокусирующего эффекта, так и окутывающего эффекта применительно к живому человеку со стороны души, которая еще не является гидом. Случаи из предыдущей главы указывают на то, что эти приемы могут стать началом обучения использованию целительной энергии перед тем, как получить статус гида. Во время экстатических моментов после первого контакта с вернувшейся душой гиды могут также искусно применить то, что я называю проникновением энергии. Этот дополнительный эффект перемещения энергии описывается как процесс подобной фильтрации кофе. В случае восемь душа использовала процесс фильтрации, пытаясь донести запах до ее мужа Чарльза. Исцеление эмоциональных или физических травм, как в мире душ, так и за его пределами, идет от источника доброты и великодушия. Позитивная энергия течет к душе, проникая в каждую часть ее существа вместе с сущностью и мудростью самого отправителя. Мои субъекты не в состоянии объяснить тонкую красоту этого процесса усвоения энергии, говоря только, что он напоминает течение обновляющего тока. Срочное лечение у входа в послесмертный мир душ. Когда энергии душ, прибывающих к вратам послесмертного мира душ, серьезно разрушена, некоторые наши гиды совершают срочное исцеление. Оно представляет собой как физическое, так и ментальное целительское действие, которое производится прежде, чем душа направится дальше в мир душ. Один мой пациент в своей прошлой жизни погиб в автомобильной катастрофе, и при этом его нога была серьезно повреждена. У врат послесмертного мира с ним произошло следующее. Когда я достиг врат, мой гид увидел дыры в моей энергетической ауре и тут же приблизился и вернул на место поврежденную энергию. Он сформировал ее, словно это была глина, чтобы заполнить пустоту, придал нормальный вид и сгладил грубые края и разрывы, возвращая мне утраченную целостность. Эфирное тело или тело души имеет очертания нашего старого физического тела, и душа берет его с собой в мир душ. По существу оно представляет собой отпечаток человеческой формы, которую мы еще не отбросили, подобно тому, как змея сбрасывает свою кожу. Это временное состояние, хотя позже мы можем создать ее в виде красочной сияющей формы энергии. Мы знаем, что у некоторых людей отпечаток поврежденного тела прошлой жизни может отражаться на текущей физической форме. Пока не будет произведено перепрограммирование, поэтому вполне возможно и обратное. Есть души, которые полностью отбрасывают свою телесную форму в момент смерти. Однако многие души, имеющие физические и эмоциональные шрамы жизни, возвращаются домой вместе с отпечатком этой поврежденной энергии. В отношении различного рода повреждения и исцеления души я получил много информации как от учеников, так и от учителей, действующих в мире душ. Следующий случай довольно необычный в моей картотеке. Обучающий гид не смог справиться должным образом с поврежденной энергией входа в мир душ. Данный субъект только что закончил трудную жизнь, попав под артиллерийскую бомбардировку во время сражения в Первой мировой войне. Случай 19. Д. Эрн. После того, как вы вошли в яркий свет вслед за своей гибелью в мясорубке этого боя, что вы увидели? Субъект. Приближающуюся ко мне фигуру в белых одеждах. Доктор Ньютон. Кто это? Субъект. Я вижу Кейт. Она молодой учитель, недавно назначенный в нашу группу. Доктор Ньютон. Опишите, как она выглядит и что она сообщает вам, подойдя поближе. Субъект. У нее молодое, довольно некрасивое лицо с большим лбом. Кейт излучает покой, я могу это почувствовать, но есть и озабоченности. Смеется, она не собирается подходить ближе ко мне. Доктор Ньютон. Почему? Субъект. Моя энергия в плохой форме. Она говорит мне, «Зет тебе следует исцелить себя». Доктор Ньютон. Почему она не помогает вам в этом «Зет»? Субъект. Снова громко смеется. Кейт не хочет приближаться к моей разбитой негативной энергии, связанной с войной. И убийством. Доктор Ньютон. Я никогда не слышал о гиде, уклоняющемся от такого рода ответственности за восстановление разбитой энергии «Зет». Боится ли она загрязниться? Субъект. Все еще смеясь, что-то вроде этого. Поймите, что Кейт еще новичок в такого рода работе. Она недовольна собой, я вижу это. Доктор Ньютон. Опишите, как выглядит ваша энергия сейчас. Субъект. Моя энергия представляет собой месиво. Она вся в виде кусков. Черных блоков. Неровных. Полностью перекошенных. Доктор Ньютон. Произошло ли это потому, что вы не успели достаточно быстро отбросить форму своего тела в момент смерти? Субъект. Конечно. Меня захватили врасплох. Обычно я освобождаюсь от тела, когда вижу приближающуюся смерть. Примечание. Этот случай многие другие показали мне, что души часто оставляют свое тело за секунды до насильственной смерти. Доктор Ньютон. Хорошо, но разве Кейт не может немного помочь вам перестроить свою энергию? Субъект. Она пытается... Немного. Я думаю, это на данный момент чересчур для нее. Доктор Ньютон. И что же вы делаете? Субъект. Я начинаю следовать ее совету и пытаюсь помочь себе. У меня не очень хорошо получается, оно так растерзано. Затем мощный поток энергии ударяет в меня, подобно струе воды из пожарного шланга. И это помогает мне начать менять свою форму и отбросить некоторые негативные фрагменты, прихваченные мной в сражении. Доктор Ньютон. Я слышал о месте, где только что вернувшуюся поврежденную душу орошают энергией. Именно это и происходит с вами. Субъект. Смеется? Думаю, что да. Это исходит от моего гида Беллы. Сейчас я его вижу, он настоящий спец в таких делах. Он стоит позади Кейт и помогает ей. Доктор Ньютон. Что затем происходит с вами? Субъект. Белла исчезает, и Кейт подходит ближе ко мне, обхватывает меня рукой и уводит меня прочь, начав беседу. Доктор Ньютон. Сознательно провоцируя, испытываете ли вы доверие Кейт после того, как она отнеслась к вам как к какому-то прокаженному? Субъект. Неодобрительно посмотрев на меня, перестаньте, она быстро научится работать с такой разбитой энергией. Мне она очень нравится. У нее много талантов. Уже сейчас, а механика не из их числа. Восстановительные зоны для менее поврежденных душ. Несмотря на то, что душа получает у входа в мир душ особое энергетическое исцеление. Большинство возвращающихся душ направляется в своего рода целительные пункты, прежде чем окончательно вернуться к своей группе. Всех, за исключением наиболее продвинутых душ, направляющихся прямиком в место своего назначения, встречают благожелательные души. Которые устанавливают контакт с их позитивной энергией и сопровождают нуждающихся душ в зоны восстановления. Лишь наиболее высокоразвитые души, чьи энергетические структуры еще крепки после. Их воплощения возвращаются непосредственно к своей обычной деятельности. Более продвинутым душам удается быстрее, чем другим, преодолеть трудности послеземной жизни. Один человек рассказывал мне. Большинство людей, с которыми я работаю, требуется остановиться и передохнуть, но мне это не нужно. Я слишком спешу вернуться и продолжить работу над своей программой. Большинство зон отдыха и восстановления вновь прибывших душ подготавливают их к возвращению в их духовную группу. Эта подготовка может быть более или менее интенсивна, в зависимости от состояния души. Обычно она включает в себя предварительный просмотр только что окончившейся жизни. Более глубокое обсуждение происходит позже, вместе с гидом в группах родственных душ, а также в совете старейших. Я писал об этих ориентирующих консультациях в своей первой книге «Путешествия души». Обстановка восстановительных зон уподоблена земным условиям и создана в соответствии с нашими воспоминаниями, а также согласна тому, что, по мнению духовного гида, благоприятно для исцеления. Обстановка в процессе установочной ориентации после каждой нашей жизнью бывает различной. Одна женщина, которая в прошлой жизни умерла в фашистском концлагере в 1944 году, рассказала об этом следующее. «Есть тонкие различия в том, как все обставляется, и зависит это от жизни, которую душа только что прожила. Поскольку я только что вернулась из жизни, наполненной ужасом, холодом и тьмой, все здесь очень светло и ярко, чтобы как-то рассеять мою печаль. Здесь рядом со мной имеется даже огонь, чтобы я почувствовала больше тепла и радостного света. Некоторые мои субъекты рассказывают о том, что после возвращения в мир душ они видят себя в саду, другие же внутри кристалла. Сад ассоциируется с красотой и безмятежностью, но что символизирует собой кристалл? И о кристаллах я слышу не только в пространственных зонах установочной ориентации. Например, в умах некоторых людей, которые сразу же после окончания своей жизни решают уединиться и посвятить некоторое время размышлениям, появляется образ кристаллических пещер. Вот типичный рассказ о кристаллическом восстановительном центре. «Место моего восстановления состоит из кристаллов, потому что это помогает мне собраться с мыслями». Кристаллические стены включают в себя разноцветные камни, которые отражают в своих гранях свет. Геометрические углы этих кристаллов отбрасывают движущиеся полосы света, которые крестообразно перемещаются вокруг меня и проясняют мои мысли. В ходе бесед со многими пациентами уже после их выхода из состояния транса, а также с другими людьми. Разбирающимися в кристаллах, я узнал, что кристаллы позволяют активизировать мысль посредством балансировки энергии. Как ритуальная принадлежность шамана, кристалл призван помогать в настройке нашей вибрации на вселенскую энергию с целью освобождения от негативной энергии. Основной целью нахождения в пространстве духовного восстановления является мудрость, которая проявляется в состоянии расширенного сознания благодаря исцелению. Следующий пример переносит нас сад. У меня был пациент, который на протяжении многих жизней вырабатывал в себе качество смирения. В своих ранних воплощениях эта душа получала тела мужчин и проявляла в тех жизнях заносчивость, высокомерие и даже безжалостность. В противоположностям в последней жизни эта личность вынуждена была проявлять пассивность. Поскольку эта жизнь не соответствовала тенденциям моего пациента, его душа, попав после смерти в зону восстановления, испытывала чувство поражения. Вот как пациент описывает обстановку. Я в прекрасном круглом саду с ивами и прудом, в котором плавают утки. Здесь такой покой, и эта картина смягчает чувство разочарования, которое я испытываю в связи со своей прошедшей жизнью. Мой гид Мэйкел подвел меня к мраморной скамье в беседке, увитой виноградными лозами и цветами. Я сердит из-за своей жалкой жизни, потому что я перестарался с компенсацией, постоянно стремясь вносить изменения и бросаясь из одной крайности в другую. Мэйкел улыбается и предлагает мне прохладительные напитки. Мы пьем нектар, едим фрукты и смотрим на уток. В это время аура моего старого физического тела уходит все дальше и дальше от меня. Я начинаю чувствовать, что я вбираю в себя могущественную энергию Мэйкела, словно получаю кислород после того, как чуть было не утонул. Мэйкел очень великодушен, и он знает, что меня нужно поддержать, потому что я так критично отношусь к себе. Я всегда более строг к себе, чем он. Мы беседуем о моих чрезмерных попытках исправить прошлые ошибки и о том, что я хотел осуществить и не сделал или частично сделал. Мэйкел приободряет меня, говоря, что я кое-чему научился в этой жизни и поэтому следующее будет лучше. Он объясняет мне, что важно было то, что я не испугался перемен. Вся атмосфера в саду восстанавливает, и я уже чувствую себя лучше. Из случаев подобных этому, я узнал, что наши гиды прибегают к помощи памяти чувств, которую мы имели в своем физическом теле, чтобы помочь нам восстановиться. Есть много способов. Например, использование вкусовой памяти Мэйкелом в предыдущем случае. Я также слышал описания сцен, в которых были задействованы чувства осязания и обоняния. Приняв на себя потоки яркой белой жидкой энергии, некоторые субъекты получают дополнительную поддержку в виде звуковых ощущений и восприятия разноцветных огней. После очистительного душа я переместился в находящееся рядом место выравнивания. Пока я плавал в центре этого пространства, я видел над собой множество огней. Тут меня окликнули. «Бэньон, ты готов?» Я ответил утвердительно, и в меня стали вливаться звуки, которые резонировали как камертон. Пока не достигли нужной высоты, позволяющей сформировать мой энергетический пузырь, похожий на мыльные пузыри. Состояние превосходное. Затем появились прожекторы. Вначале меня сканирует интенсивный луч целительного зеленого света. Он образует вокруг меня круг света, словно я на сцене. Этот свет предназначен для того, чтобы высветить уровень моей смешенной энергии, определить, что я утратил или повредил, и внести исправление. Я думаю, что это наиболее эффективный метод, потому что моя энергия оживает благодаря звуковым вибрациям. Затем меня омывает золотистый свет для восстановления силы и голубой для укрепления сознания. В завершение всего один из прожекторов восстанавливает мой собственный розовато-белый цвет. Вся эта процедура исполнена умиротворением нежности, и мне очень жаль, когда она заканчивается. Обновление серьезно поврежденных душ. Есть определенные души, которые так сильно загрязняются в занимаемых ими телах, что нуждаются в особом исцелении. В прошедшей жизни они разрушительно воздействовали на других и на себя. Такого рода поведение прежде всего связано с тем, что души участвовали в актах преднамеренной жестокости, которые причинили вред другим людям. Некоторые души загрязняются постепенно, из жизни в жизнь, другие же полностью истощаются в одном теле. В обоих случаях души помешаются в места изоляции, где их энергия подвергается более радикальной обработке, чем это обычно бывает с большинством душ. Загрязнение души во время воплощения может иметь много форм и различные степени тяжести. Если менее опытная душа получает какое-нибудь достаточно сложное или проблемное тело, то она может вернуться с поврежденной энергией. В то время как более продвинутое существо осталось бы в той же ситуации относительно целостным и неповрежденным. Энергия средней души затемняется, если в теле, в котором она прожила жизнь, она была постоянно одержима страхом и яростью. Вопрос в том, насколько сильно затемняется. Наши мысли, чувства настроения и установки обусловлены действием химических элементов тела, которые высвобождаются под воздействием сигналов, поступающих из мозга, когда нам угрожает какая-то опасность. Защитный механизм, действующий по принципу «драться или бежать», исходит из нашего примитивного ума, а не из души. Душа обладает способностью контролировать наши биологические и эмоциональные реакции на жизнь, но многие души не в состоянии регулировать дисфункциональный мозг. Оставляя тело, которое имело искажение такого рода, души уносят с собой следы этих его воздействий. У меня есть своя собственная теория помешательства. Душа входит в плод и начинает совмещаться, сливаться с человеческим умом, завершая этот процесс к моменту рождения ребенка. Если вырастая человек, имеет органические заболевания мозга, психозы или известные эмоциональные расстройства, то, как следствие, мы наблюдаем ненормальное поведение. Когда душа сопротивляется, борется, она не ассимилирует полностью с таким мозгом. И когда эта душа больше не может контролировать отклоняющиеся от нормы поведения своего тела, происходит раздвоение личности. Различные физические и эмоциональные и внешние факторы могут способствовать тому, что человек становится опасным для себя и для окружающих. В данном случае комбинированное единое «я» оказывается поврежденным. Душа, утратившая способность регулировать отклоняющиеся от нормы поведения человеческого существа, могла уже и имела серию жизней в телах, в которых она проявляла недостаточную осведомленность и склонность к насилию. Здесь действует так называемый эффект домино, когда душа просит о таком же теле в своей следующей жизни, чтобы превзойти проблемы предыдущего. Поскольку мы обладаем свободой воли, наши гиды идут нам навстречу. Душа не освобождается от ответственности за нарушения человеческого ума, которые она не в состоянии регулировать, потому что она является частью этого ума. Проблема этой мёдленно обучающейся души в том, что она могла иметь опыт такого рода сопротивления и борьбы в ряде предыдущих жизней прежде, чем занять тело, в котором она уже на новом уровне демонстрировала порочное поведение. Что происходит с этими отклонившимися душами, когда они возвращаются в послесмертный мир душ? Я начну с рассказа пациента, который наблюдал со стороны места, куда отправляются серьёзно повреждённые души. Некоторые из субъектов называют эту зону городом теней. Именно здесь устраняется негативная энергия. Поскольку в этом месте собирается так много душ с негативной энергией, для тех, кто находится вне его, оно кажется тёмным. Мы не можем войти в это место, где души, которые были связаны в своей жизни, с ужасным опытом обрабатываются и меняются. Да мы бы и сами не пожелали туда попадать. Это место исцеления, но со стороны оно выглядит, как тёмное море, на которое смотришь со светлого солнечного побережья. Свет вокруг этой зоны является собой яркий контраст, потому что позитивная энергия отражает более благостное качество яркого света. Если вы приглядитесь к этой темноте, вы заметите, что она не совсем чёрная, а скорее смесь насыщенного зелёного. Мы знаем, что это аспект комбинированных сил целителей, работающих там. Мы также знаем, что души, которые отправляются туда, не освобождаются от ответственности за свои предыдущие действия. В конечном итоге так или иначе она должна исправить, возместить тот урон, который они нанесли другим. Они должны это сделать, чтобы полностью восстановить свою позитивную энергию. Субъекты, которые знакомы с повреждёнными душами, говорят, что не все ужасные воспоминания о жестоких действиях стираются. Известно, что если душа не будет хоть немного помнить о своей порочной жизни, то она не сможет нести ответственность и отчитываться за свои поступки. Это знание душе необходимо для будущих решений. Тем не менее, процесс восстановления души в послесмертном мире душ является актом милосердия. Ум души после лечения не сохраняет в своей памяти все страшные детали своих жестоких действий по отношению к другим в прошлых жизнях. В противном случае чувство вины и воспоминания о таких жизнях подавляло бы души настолько, что они могли бы отказаться от воплощения необходимого, чтобы исправить свои преступления. Этим душам не хватило бы уверенности, чтобы даже вывести себя из бездны отчаяния. Я понимаю, что есть души, действия которых в физических телах были столь ужасными, что им не разрешается возвращаться на Землю. Души укрепляются в процессе восстановления с тем, чтобы впоследствии они могли бы контролировать своё будущее тело, могущее потенциально иметь недобрые качества. Конечно, когда мы получаем новое тело, память об определенных ошибках прошлых жизней блокируется, чтобы они не препятствовали нашему развитию. Есть определенные различия в процессе регенерации душ с небольшими нарушениями и душ, имеющими серьезные повреждения. Прослушав большое количество описаний способов исцеления энергии души, я пришел к следующему заключению. Более радикальный метод очищения энергии заключается в ее полной перестройке, в то время как более легкая обработка выражается в восстановлении первоначальной формы энергии души. Это упрошенное объяснение, потому что есть еще многое такое, чего я не знаю об этих эзотерических методах. Сложное искусство реконструкции энергии души осуществляется невыпошаемыми мастерами, которые не являются ко мне в кабинет с разъяснениями. Я работаю с практикантами. Случай 20 прольет некоторый свет на технику восстановления первоначальной формы энергии, а случай 21 даст представление о процессе перестройки энергии души. Случай 20. Мой субъект практикует методы хронического и гомеопатического лечения и специализируется на переполяризации выведенных из равновесия энергетических структур своих пациентов. Он на протяжении тысяч лет был целителем на Земле, и в духовном мире его зовут Селим. Доктор Ньютон. Селим, вы рассказывали мне о своей продвинутой целительской группе в мире душ и о том, как пятеро из вас проход. Особое энергетическое обучение. Я бы хотел узнать побольше о вашей работе. Не могли бы вы начать с рассказа о том, как называется ваша продвинутая учебная группа и чем вы занимаетесь? Субъект. Мы учимся восстанавливать энергию. Мы работаем над тем, чтобы восстановить форму. Реорганизовать. Вышедшую из равновесия энергию в особом изоляторе. Доктор Ньютон. Предназначено ли это место для душ? Чья энергия разрушена? Субъект. Да для тех, кто в плохом состоянии. Кто не сразу возвращается в свою группу. Они попадают в этот изолятор. Доктор Ньютон. Вы решаете это у входа в послесмертный мир душ. Субъект. Нет, этим не занимаюсь. Я еще не достиг такого статуса. Решение принимается их гидами, которые призывают мастеров, обучающих меня. Доктор Ньютон. Тогда скажите мне. Селим, в какой момент после возвращения серьезно поврежденной души вы приступаете к работе? Субъект. Меня вызывает мой наставник, когда он решает, что я могу помочь в исцелении энергии этой души. Тогда я отправляюсь в этот изолятор. Доктор Ньютон. Пожалуйста, объясните мне, почему вы используете выражение «изолятор» и что это за место? Субъект. Поврежденная душа держится здесь до тех пор, пока не будет завершена ее регенерация и она не станет здоровой. Эта сфера сконструирована, как улей, имеющей соты. У каждой души есть свое собственное место, где она находится в процессе исцеления. Доктор Ньютон. Это очень похоже на описание инкубации новых душ после того, как они сформированы и до того, как они отправляются в группы. Субъект. Это так. В этих пространствах энергия выхаживается. Доктор Ньютон. Так, находится ли пространство этих улей в одном и том же месте, где они используются для одной и той же, по сути дела, цели, для регенерации и для формирования? Субъект. Нет. Я работаю в месте поврежденных душ. Только что сформированные души не повреждены, и я ничего не могу рассказать вам об их местопребывании. Доктор Ньютон. Хорошо, Селим. Я готов узнать о тех зонах, о которых вы знаете и в которых работаете. Почему, по-вашему, вам поручили такого рода работу? Субъект. Гордо, благодаря моему большому опыту работы во многих жизнях с людьми, имевшими различные расстройства и нарушения. Когда я спросил, могу ли я специализироваться как регенератор, мне ответили согласием и назначили в учебный класс. Доктор Ньютон. В таком случае, когда серьезно поврежденная душа попадает в изолятор, вы и есть та душа, которую могут позвать на помощь. Субъект. Отрицательно качает головой, не обязательно. Меня приглашают в восстановительные зоны работать с энергией, которая не очень сильно повреждена. Я начинающий. Есть еще много такого, чего я не знаю. Доктор Ньютон. Селим, я с уважением отношусь к тому, что вы действительно знаете. Прежде чем мы поговорим о работе вашего уровня, не могли бы вы объяснить, почему поврежденную душу отправляют в изолятор? Субъект. Их слишком истощило их последнее тело. Есть много душ, которые повреждались неоднократно в своих предыдущих жизнях. Это те, кто застрял или остановился в своем прогрессе в жизни после жизни. Каждое новое тело еще и еще загрязняло их. Я работаю с такими душами больше, чем с теми, чья энергия получила ужасные повреждения в течение одной или нескольких жизней. Доктор Ньютон. Просят ли души, чья энергия постепенно истощилась, о помощи, или их силой отправляют в изолятор? Субъект. Быстро никого не принуждают. Они взывают о помощи, потому что они совершенно зашли в тупик, повторяя одни и те же ошибки снова и снова. Их учителя понимают, что они недостаточно отдохнули между жизнями. Они желают восстановиться. Доктор Ньютон. Исходит ли такой же призыв о помощи от душ, которые серьезно повреждены? Субъект. Пауза, возможно, реже. Жизнь может быть настолько разрушительной, что повреждает даже саму личность души. Доктор Ньютон. Например, участие в жестоких актах насилия? Субъект. Да, это одна из причин. Доктор Ньютон. Селим, пожалуйста, как можно подробнее расскажите мне о том, что происходит, когда вас вызывают в изолятор в случае серьезно истощенной или измененной энергии. Субъект. Прежде чем встретиться с вновь прибывшим, один из мастеров восстановления намечает меридианы энергии, которые мы будем восстанавливать. Мы просматриваем все, что известно о поврежденной душе. Доктор Ньютон. Это как если бы вы были хирургами, которые готовятся к операции, используя рентгеновские снимки. Субъект. С чувством удовлетворения. Да, благодаря этому я могу иметь представление о том, что может происходить в трехмерном образе объекте. Мне нравится решать сложные задачи, связанные с ремонтом энергии. Доктор Ньютон. Хорошо, давайте рассмотрим этот процесс. Субъект. С моей точки зрения существует три этапа. Мы начинаем с проверки всех частиц поврежденной энергии. Затем эти темные участки энергетических блоков устраняются, и в оставшиеся пустоты вплетается ткань новой, очищенной световой энергии. Он покрывает исправленную энергию и смешивается с ней для прочности. Доктор Ньютон. Означает ли для вас процесс вплетения энергии возможность восстановления формы, в противоположность чему-то более радикальному? Субъект. Да. Доктор Ньютон. Участвуете ли вы лично во всех фазах этой операции? Субъект. Нет, я прохожу первую фазу обучения, когда дается оценка и назначается лечение, а также немного помогаю на втором этапе, если производимые модификации не очень сложные. Доктор Ньютон. Когда вы видите серьезно поврежденную душу до начала работы, как она выглядит? Субъект. Поврежденная энергия выглядит как вареное яйцо. Белый свет затвердел. Мы должны смягчить его и заполнить черные пустоты. Доктор Ньютон. Давайте немного поговорим об этой почерневшей энергии. Субъект. Перебивает. Я должен добавить, что поврежденная энергия может также образовывать. Раны. Эти трещины являются пустотами, и они вызваны серьезными физическими или эмоциональными повреждениями. Доктор Ньютон. Какова взаимосвязь разрушенной энергии с воплощениями души? Субъект. Пауза. Если энергия имеет вкрапление пятна, то есть неравномерно распределена, то это результат долговременного искажения энергии. Доктор Ньютон. Вы говорили о перестройке и исправлении старой энергии с помощью новой очищенной энергии, предназначенной для исцеления. Как это делается? Субъект. С помощью сильно заряженных лучей. Это тонкая работа, потому что вам приходится настраивать свою энергетическую вибрацию. На соответствующий вибрационный ряд той или иной души. Доктор Ньютон. А тогда это уже личностный подход. Собственная энергия мастера используется как источник. Субъект. Да, но есть и другие источники новой очищенной энергии, которые я не использую и о которых немного знаю, так как я не очень опытен. Доктор Ньютон. Селим, вы рассказывали мне, как искаженная энергия смягчается и ее правильное течение восстанавливается, но меня интересует введение новой очищенной энергии. В процессе всей этой структурной перестройки не изменяете ли вы бессмертную индивидуальность этих душ? Субъект. Нет, мы. Меняем. С целью укрепить то, что есть. Чтобы душа приблизилась к своей изначальной форме. Мы не хотим, чтобы с ней снова все это произошло. Мы не хотим, чтобы она вернулась сюда, в этот изолятор. Доктор Ньютон. Можете ли вы каким-либо образом проверить результат вашего ремонта после того, как он завершен? Субъект. Да, мы можем поместить душу в искусственное поле жидкой негативной энергии и посмотреть, может ли эта энергия проникнуть через структуру восстановленной души. Как я уже сказал, мы не хотим, чтобы она возвращалась сюда. Доктор Ньютон. Последний вопрос, Селим. Когда вы заканчиваете, что происходит с регенерированной душой? Субъект. Бывает по-разному. Какое-то время все они находятся у нас. Здесь продолжается исцеление звуком. Вибрационной музыкой. Светом. Цветом. И когда эти души приходят в норму, решается вопрос об их дальнейшем воплощении и выборе тела. Вздыхает, если душа в прошлой жизни была в теле, в котором она причинила вред другим душам. Ну что ж. Мы укрепили эти души, чтобы они могли вернуться в то же место на Земле и начать все сначала. Мой следующий случай представляет собой пример радикальной перестройки. Случай 21 касается особого разряда душ, которых я называю меньше, чем меньше, чем гибридными душами, больше, чем больше, чем. В главе 8 случай 61 рассказывается еще об одном представителе этого рода душ. Я считаю, что гибридные души особенно склонны к саморазрушению на Земле, потому что перед тем, как прийти сюда, они воплощались в чужих мирах. Есть гибридные души, которым очень трудно адаптироваться на нашей планете. Возможно, что их первое воплощение на Земле состоялось несколько тысяч лет назад. Другие уже адаптировались или благополучно покинули Землю. Менее четверти всех моих пациентов способны вспомнить о посещении других миров между жизнями на Земле. Эти посещения сами по себе не делают их гибридами. Еще меньше процент моих субъектов вспоминают о действительных воплощениях в чужих мирах до прихода на Землю. Это и есть гибридные души. Гибриды, как правило, являются достаточно старыми душами, которые по ряду причин решили завершить свою физическую деятельность, воплотившись на нашей планете. Возможно, их старый мир больше не обитаем, или они могли жить в спокойном мире, где жизнь чересчур легка. И им захотелось пройти через более сложные испытания в таком мире, как Земля, которая еще не исчерпала свой потенциал. Я пришел к выводу, что независимо от обстоятельств вынудивших душу покинуть свой мир, их прошлое воплощение, как правило, связаны с формами жизни, которые несколько выше, примерно равны или чуть ниже по уровню интеллектуальных способностей человеческого мозга. Это не случайно. Гибридные души, которые прежде воплощались на планетах с цивилизацией, находящейся на более высоком технологическом уровне, чем Земля, например, располагают возможностью свободно перемещаться в космическом пространстве, обладают большими интеллектуальными способностями, поскольку относятся к более старой расе. Кроме того, когда я провожу сеанс с действительно гибридными душами, которые имели в прошлом опыт жизни в телепатическом мире, я сталкиваюсь с тем, что они, как правило, обладают более развитыми психическими способностями, чем обычные люди. Я думаю, что название гибридные души вполне подходит к тем душам в нашем окружении, которые имеют смешанное происхождение. Такие души совершали свою эволюцию в телах, генетически отличающихся от человеческих. Я видел одаренных людей, которые начинали свой путь в другом мире. Тем не менее, имеется и темная сторона в этом опыте, как об этом рассказывает субъект 21, относящийся к уровню 5 и обучавшийся мастерству реставрации душ. Случай 21. Доктор Ньютон. Поскольку вы работаете с очень сильно поврежденными душами, не можете ли вы побольше рассказать о своих обязанностях? Субъект. Я нахожусь в особой зоне, где работают с душами, погрязшими в пучине зла. Доктор Ньютон. Узнав, что этот субъект работает только с теми душами с Земли, которые, прежде чем прийти на Землю, воплощались в других мирах, попадают ли в эту зону гибридные души, о которых уже шел разговор? Субъект. Да в этой восстановительной зоне мы имеем дело со зверскими душами. Доктор Ньютон. Какое ужасное название для души. Субъект. Мне жаль, но как еще вы назовете существо, совершающее настолько жестокие действия, что его невозможно оставлять в теперешнем состоянии? Доктор Ньютон. Я знаю, но человеческому телу приходится иметь дело с... Субъект. Резко перебивает. Мы не считаем, что это может служить оправданием. Доктор Ньютон. Хорошо, тогда, пожалуйста, продолжите рассказы о своей работе. Субъект. Я являюсь реставратором второй стадии. Доктор Ньютон. Что это означает? Субъект. Когда эти души оставляют свое тело, их встречают их гиды и, возможно, один из близких друзей. Эта первая стадия длится недолго, и затем души, которые были вовлечены в акты жестокого насилия, направляются сюда к нам. Доктор Ньютон. Почему первая стадия у них не длится так же долго, как у всех остальных душ? Субъект. Мы не хотим, чтобы они начали забывать о том, что они сделали, о жестокости и боли, которую они причиняли людям на Земле. На второй стадии их изолируют от незагрязненных душ. Доктор Ньютон. Это похоже на колонию прокаженных. Субъект. Резко это замечание мне очень не нравится. Доктор Ньютон. Извинившись, вы не утверждаете, что все души, которые совершили акты насилия, являются гибридными душами, как вы их называете. Субъект. Конечно, нет. Это только в моей зоне. Но вы должны понять, что некоторые настоящие монстры на Земле являются гибридами. Доктор Ньютон. Я думал, что послесмертный мир душ является образцово организованным местом, руководимым мастерами высшего знания. Если эти гибридные души своими аномальными проявлениями оскверняют человеческую форму. Не будучи способными адаптироваться к эмоциональной структуре человеческого тела, зачем же их посылают на Землю? Это заставляет меня предположить, что мир душ не безупречен. Субъект. В своем большинстве эти души адаптируются нормально и вносят большой вклад в человеческое общество. Вы бы хотели, чтобы мы лишили все эти души возможности приходить на Землю из-за некоторых сбившихся с пути душ. Доктор Ньютон. Нет, конечно же, нет. Давайте пойдем дальше. Что вы долаете с этими душами? Субъект. Другие вышестоящие проверяют их испорченную энергию с точки зрения того, каким образом опыт жизни в их изначальном мире повлиял на их человеческое тело. Они хотят выяснить, является ли это отдельным исключительным случаем, или же и все другие души с этой планеты имеют проблемы на Земле. Если верно второе, то душам из этого мира больше не будет позволено приходить на Землю. Доктор Ньютон. Пожалуйста, расскажите мне поподробнее о вашей зоне. Субъект. Моя зона не предназначена для душ, которые совершили какой-то один серьезный проступок. Мы работаем с устоявшимся стилем жестокого поведения и образа жизни. Этим душам затем предоставляется выбор. Мы делаем все возможное, чтобы очистить и отреставрировать их энергию, и если мы считаем, что они уже спасены и могут нормально функционировать. Им предлагается вернуться на Землю в такой роли, в которой они испытают такую же боль, какую они причиняли в своей прошлой жизни, но только и их боль будет многократно умножена. Доктор Ньютон. Может ли спасенная душа испытывать серьезное раскаяние по поводу совершенных злодеяний? Субъект. Возможно. Доктор Ньютон. Я полагал, что закон кармического воздаяния не носит карательного характера. Субъект. Не носит. Душе предоставляется возможность стабилизации и искупления. Оно обычно растягивается более чем на одну жизнь, чтобы можно было искупить равную степень той же самой боли, которую она причинила многим людям. Вот почему я сказал, что боль многократно умножена. Доктор Ньютон. Даже если это так, я предполагаю, что большинство душ пользуются этой возможностью. Субъект. Вы ошибаетесь. Большинство этих душ слишком боится, что они снова возьмутся за старое. Им также не хватает мужества быть жертвами в ряде будущих жизней. Доктор Ньютон. Если они не желают возвращаться на Землю, что вы тогда делаете? Субъект. Эти души проходят путь тех душ, которых мы рассматриваем не подлежащими спасению. Мы затем рассеиваем их энергию. Доктор Ньютон. Является ли это формой трансформации или перемоделирования энергии? Или это что-то другое? Субъект. Да. Мы называем это разбивкой энергии. Это и означает рассеивание. Конечно, она трансформируется. Мы разбиваем их энергию на частицы. Доктор Ньютон. Я думал, что энергию нельзя разрушить. Не разрушаете ли вы личность этих оскверненных душ? Субъект. Энергия не разрушается, она изменяется и преобразовывается. Мы можем смешать одну частицу старой энергии с девятью частицами новой свежей энергии, предоставленной в наше распоряжение. Этот процесс замены разбавления аннулирует оскверненные части, но небольшая часть первоначальной личности остается нетронутой. Доктор Ньютон. Итак, часть энергии негативизма смешивается с подавляющим количеством новой благостной энергии, чтобы обезвредить оскверненную душу. Субъект. Смеется, не обязательно благостный, скорее свежий. Доктор Ньютон. И некоторые души возражают против рассеивания своей энергии. Субъект. Несмотря на то, что те души, которые принимают эти процедуры для собственного блага, приходят в норму и в конечном итоге живут продуктивной жизнью на Земле или где-либо еще. Есть и такие, которые не смогут вынести потери какой-либо части своей личности. Доктор Ньютон. Что же тогда происходит с душами, которые отказываются от вашей помощи? Субъект. Многие просто отправляются в чистилище, вместо изоляции. Я не знаю, что в конце концов происходит с ними. Как я уже говорил выше, загрязнение души не обязательно исходит от физического тела. Определенно, что повреждение энергии, описанное в последних двух случаях, указывает на то, что души сами по себе являются загрязненными существами, которые также вносят вклад в свое собственное бедственное положение. Прежде чем продолжить, я хочу кое-что сказать о кармическом выборе, и это важно помнить всем нам. Когда мы видим людей, ставших жертвами большой жестокости в жизни, это не обязательно означает, что они были злоумышленниками или преступниками в своей прошлой жизни. Душа, никак не связанная с актами жестокости, могла добровольно выбрать тяжелый путь страданий. Чтобы пережить определенного рода эмоциональную боль и научиться большему состраданию и сочувствию по отношению к другим людям. Это те случаи, когда повреждения энергии души не очень велики, хотя они нуждаются в особом внимании, но не в такой степени, чтобы потребовались мастеры перестройки. Ниже приводится отрывок из рассказа пациента об одной душе, обладающей целительским даром, которая работает в реабилитационном пункте. Я оценил ее как боевую медсестру, управляющую полевым госпиталем, и мой пациент согласился. Это нами я так рад. Я не видел ее около трех или четырех жизней. Ее методы перепрограммирования и перестройки просто превосходны. Еще пять других существ бывают в этом месте, я их не знаю. Нами подходит и обнимает меня. Она как бы входит внутрь меня и смешивает мою уставшую энергию со своей. Я чувствую распространение ее живительных вибраций, и еще она немного подправляет форму моей энергии. Таким образом, то, что формирует мою собственную энергию, получает мягкое подтверждение. Через некоторое время я готов продолжить свой путь, и нами, улыбаясь, прощается со мной до следующего раза. Души в изоляции. В предыдущей главе я объяснял, как определенные нефункциональные души оставляют свое физическое тело и отправляются на какое-то время в уединенное место. Они не являются призраками, но они не принимают свою смерть и не хотят возвращаться домой. Лишь небольшой процент таких душ из моей практики оказываются в таком положении в результате того, что зашли в тупик. Уединяются они в основном сознательно. В конце концов, их сострадательные гиды уговаривают их вернуться в мир душ. Я называю их безмолвными душами. Я также упоминал, что считается нормальным для здоровой души в послесмертном мире проводить какое-то время вдали от остальных. Помимо того, что эти души размышляют над своими задачами, они могут использовать этот промежуток времени для того, чтобы вступить в контакт с людьми, которых они оставили на земле. Однако есть и другая категория молчаливых душ, которые изолируют себя, в противоположность тем, которые просто уединяются. Может показаться, что я уж чересчур вдаюсь в тонкости, но здесь есть большое различие. Души, стремящиеся к изоляции, являются здоровыми душами, которые прошли через процесс восстановления и все же еще не освободились от последствий воздействия на них негативной энергии. После каждой жизни я отправляюсь в свое убежище для размышлений. Я просматриваю и анализирую, что я хочу сохранить и использовать из своего предыдущего тела, а что должно быть отброшено. Сейчас я занимаюсь тем, что сохраняю мужество и избавляюсь от своей неспособности следовать своим собственным обязательствам. Для меня это место сортировки. То, что я решаю сохранить, остается частью моего характера. Остальное отбрасывается. Только определенного рода души предпринимают такие действия на протяжении долгого периода времени. Часто они являются более продвинутыми душами, которым лучше удается размышлять в уединении. Души этого типа могут представлять собой естественных лидеров, которые истощили свою энергию, защищая других людей. Одной из таких душ является Эйхем, который посвящает себя улучшению других людей, часто ценой собственной жизни. Случай 22. В своей прошлой жизни он боролся против окончательного захвата Марокко французскими вооруженными силами и был взят в плен в 1934 году. Как участник движения сопротивления, он был схвачен в Атласских горах и привезен в Сахару, где его подвергли пыткам, чтобы выведать информацию, но безуспешно. Его связали и бросили медленно умирать под палящими лучами солнца. Доктор Ньютон. Эйхем, пожалуйста, объясните мне, почему вам требуется такой длительный период изоляции после вашей жизни в Марокко. Субъект. Я принадлежу числу душ-защитников, и моя энергия еще не оправилась от последствий этой жизни. Доктор Ньютон. Что означает быть душой-защитником? Субъект. Мы пытаемся защитить тех людей, чьи врожденные позитивные качества и сильное желание улучшить жизнь большого количества людей на Земле необходимо сохранить. Доктор Ньютон. Кого вы защищали в Марокко? Субъект. Лидеры движения сопротивления против французской колонизации. Он мог успешно помогать нашим людям бороться за свободу, благодаря тому, что я пожертвовал годы своей жизни. Доктор Ньютон. Это представляется достаточно ответственным заявлением. Работаете ли вы обычно с политическими и социальными движениями в своих жизнях? Субъект. Да, а также с войнами. Мы являемся борцами за право и дело. Доктор Ньютон. Какие качества присущи душам-защитникам? Субъект. Мы отличаемся своим несгибаемым упорством, непоколебимостью и хладнокровием, находимся на переднем фланге, помогая другим, которые достойны этого. Доктор Ньютон. Если вы бросаете вызов тем, кто стремится нанести ущерб людям, которых вы хотите защищать, то кто же определяет достойных? Мне кажется, это очень субъективная вещь. Субъект. Да, верно, и поэтому мы много времени уделяем тому, чтобы заранее проанализировать, как и где мы могли бы наилучшим образом послужить людям. Наша работа может быть наступательной или защитной по природе, но мы не вовлекаемся ни в какое агрессивное действие, являющееся беспринципным. Доктор Ньютон. Хорошо, давайте поговорим о вашей энергии, которая истощается после этих усилий. Почему целительный душ или какие-либо другие восстановительные процедуры не вернули вас в нормальное состояние? Субъект. Смеется, вы называете это душем, а я называю это мойкой машины. Это волнообразный туннель, в котором на тебя хлещет со всех сторон позитивная энергия, подобно тому, как щетки моют и чистят машину. Я взял с собой несколько моих молодых учеников из последней жизни, и они чувствовали себя великолепно. Доктор Ньютон. Так почему эта машинная мойка не помогла вам? Субъект. Более серьезно, этого не было достаточно, хотя негативные фрагменты и загрязнения в основном смылись. Но был затронуто само мое существо жестокостью той жизни и мучительными пытками, которые я вытерпел. Доктор Ньютон. И что вы делаете? Субъект. Я отсылаю моих учеников дальше и отправляюсь в особое убежище, где я могу полностью войти в контакт с собой. Доктор Ньютон. Пожалуйста, расскажите мне об этом месте и о том, что вы там делаете. Субъект. Это затемненное пространство, некоторые называют его опочивальней, где все вместе отдыхают, но в действительности не видят друг друга. Мне кажется, что нас около 20. Мы чувствуем себя настолько уставшими, что какое-то время не имеем желания с кем-либо контактировать. За нами присматривают блюстители. Доктор Ньютон. Блюстители. Кто они такие? Субъект. Блюстители нейтралитета искусны в том, чтобы не вмешиваться, не нарушать наш покой. Их талант проявляется в том, что они помогают нам, абсолютно не вторгаясь в наши мысли. Они являются смотрителями опочивален. Примечание. Вероятно, блюстители нейтралитета являются разновидностью мастеров-реставраторов. Их зовут иначе. И нейтральность означает, что они осуществляют косвенное целительство, не вступая в контакт. Мои пациенты рассказывают, что эти существа никоим образом не нарушают тишину и спокойствие, выполняя свои функции. Доктор Ньютон. Как эти пассивные смотрители выглядят? Субъект. Они не пассивны. Я мог бы описать их как монахов, тихо перемещающихся по убежищу. Блюстители имеют плащи с капюшоном, закрывающим их лицо, так что их личностные особенности остаются скрытыми от нас. Их мысли неуловимы, но они очень внимательны. Доктор Ньютон. То есть они просто наблюдают за вами, пока вы отдыхаете. Субъект. Нет-нет, вы никак не поймете. Они с большим мастерством служат нам. Их задача регулировать поступление энергии, которую мы получаем в мире душ, прежде чем отправляться в физический мир. Доктор Ньютон. Я много слышал о том, что душа способна разделять свою энергию. Почему вы не можете просто пойти в свою духовную зону и не соединиться с находящейся там частью вашей энергии? Или почему бы какой-нибудь команде мастеров-реставраторов не обновить вашу загрязненную энергию? Субъект. Глубоко вздыхает, я попытаюсь вам объяснить. Для нас все это не обязательно. Мы хотим медленно исцеляться только от последствий полученных загрязнений, получив обратно свою собственную, уже очищенную и отдохнувшую энергию. Блюстители помогают нам восстановить нашу собственную энергию. Доктор Ньютон. Наподобие того, как если бы мы в процессе переливания крови получали бы свежую кровь из собственного резервного банка. Субъект. Да именно так, теперь вы начинаете правильно понимать это. Мы не хотим делать это в спешке. Нам также не требуется серьезная реставрация. В нас медленно вливается наша собственная энергия в течение продолжительного периода времени, для большей гибкости. Мы хотим получить силу, которой мы обладали до этой тяжелой жизни, и больше, ту, которую мы обрели, пройдя через физические испытания. Доктор Ньютон. Как долго в земных годах длится этот период пребывания этой зоне отдыха? Субъект. Но это трудно определить. Скажем, от 25 до 50 лет. Мы всегда хотим, чтобы это продлилось дольше, потому что блюстители используют свою собственную вибрационную частоту, чтобы массировать нашу энергию, и это фантастично. Они замкнуты в себе и не желают, чтобы их видели или говорили с ними, но они знают, что мы очень благодарны им за их заботу. Они также знают, когда наступает время нашего воссоединения с нашими друзьями и возвращения к работе. Смеются, тогда нас выпихивают. Именно из подобных случаев я узнал, что один из самых лучших способов восстановления поврежденной энергии – это медленно получать ее обратно. Многие души, отправившиеся в уединение, являются довольно продвинутыми, и им не требуется реставрационная обработка в обычных восстановительных зонах. Эти энергичные души могут быть очень уверены в себе. Эйхем признал, что в Марокко он взял с собой лишь 50% своей энергии и должен был больше подзарядиться, прежде чем отбывать в ту жизнь. В следующем разделе мы рассмотрим планетарных целителей, которые работают в физической среде. Поскольку эти души являются в основном воплощающимися, мои субъекты не считают их мастерами. В их число входят те души-преобразователи, о которых упоминается в следующем случае. Именно в процессе планетарной работы нас начинают всячески обрабатывать, и это является хорошей подготовкой для развивающихся душ. Энергетическое целительство на Земле. Целители человеческого тела. Когда я узнал о душах, которые специализируются на восстановлении поврежденной энергии в мире душ, мне стало интересно. Как эти души могут использовать свое неосознаваемое духовное знание, когда они работают, находясь в физической форме? Некоторые придают большое значение именно этому аспекту развития их мастерства. Помощи человеческим существам. Мой следующий субъект – женщина, которая работает со многими энергетическими системами, в том числе Рейки. Однако, вплоть до нашего сеанса, она имела небольшое представление об источнике ее духовной целительской силы. Ее духовное имя Парион, и в ходе нашей беседы она объяснила, как и почему необходимо осуществлять регулировку энергии для воплощенных и развоплощенных душ. Рейки, древнее искусство и исцеление с помощью рук. Смотри далее. Случай 23. Доктор Ньютон. Парион, я хотел бы знать, используете ли вы свое духовное обучение и навыки восстановления душ в своих земных воплощениях? Субъект. Субъект немного удивлена, так как эта информация начала раскрываться в ее уме только после моего вопроса. Что? Да. До сих пор я не задумывалась о том, как много. Тех из нас, кто хочет продолжать работать в том же направлении на Земле, называют трансформаторами. Доктор Ньютон. В чем разница? Как бы вы определили трансформатора? Субъект смеется с одобрением, как трансформаторы, мы являемся особой командой, осуществляющей восстановительные работы на Земле. Мы трансформируем тело, возвращая им здоровье. На Земле у людей в их энергетическом поле могут быть серые участки, из-за которых они оказываются в тупиковом положении. Это проявляется, когда они снова и снова повторяют одни и те же ошибки в своей жизни. Моя работа заключается в том, чтобы воплощаться, находить их и всячески пытаться удалить эти блоки, чтобы они могли принимать лучшие решения и обрели уверенность в себе и нормальную самооценку. Мы трансформируем их, чтобы их жизнь стала более успешной и продуктивной. Доктор Ньютон. По Рион, я хотел бы выяснить разницу, если она есть, в духовном обучении для восстановления энергии души в послесмертном мире душ и для трансформации энергии в физическом мире. Субъект. Долгая пауза, кое-что в нашем обучении совпадает, но. Трансформаторов посылают между жизнями в другие миры на учебу. Тех из нас, кто любит работать с физическими формами. Доктор Ньютон. Опишите ваше последнее обучение, которое вы прошли как трансформатор, прежде чем вернулись на Землю. Субъект. Мечтательно погрузившись в воспоминания о... Два светлых существа явились из другого пространства, чтобы поработать с шестью членами нашей группы, независимая учебная группа Дорион. Они показывали нам как. Удерживать нашу вибрационную энергию в узконаправленном фокусе, чтобы она не рассеивалась. Я научилась фиксировать свою энергию для большей результативности. Доктор Ньютон. Эти существа были из физического мира. Субъект. Тихим голосом, скорее из газовой сферы, где их разум существует в виде... Пузырей. Но они были очень хорошими. Мы учились. О, мы учились. Доктор Ньютон. Мягко, не сомневаюсь. Давайте вернемся к практическому использованию того, чему вы научились. И поговорим об этом теперь, когда вы больше осознаете происхождение вашего мастерства. Расскажите мне, как вы применяете это духовное знание сегодня в вашей энергетической работе в качестве трансформирующей души на Земле? Субъект. Удивленный взгляд это. Теперь. В моем уме. Я вижу, почему это работает. Останавливается. Сфокусированный луч. Доктор Ньютон. Настойчиво сфокусированный луч. Субъект. Убежденно, мы используем его как лазер подобно. Тому, как донтист сверлит испорченный зуб, чтобы выявить и привести в порядок серую энергию. Это быстрый способ. Мне труд нее дается медленная процедура, которая длится дольше и по результатам более эффективна. Доктор Ньютон. Хорошо, Парион. Помните, вы объясняли мне, как вы комбинируете свое духовное и земное знание в исцелении энергии? Сей. Час вы помните оба аспекта. Расскажите мне о медленном методе. Субъект. Глубоко вздыхает, я закрываю глаза и как бы погружаюсь в полу транс, когда складываю руки в форме чаши у головы пациента. Сейчас я вижу что-то, что я узнала в мире душ. Помогает мне больше, чем-то чему я обучалась на земле. Я думаю, что это на самом деле не важно. Доктор Ньютон. Силу для оказания помощи людям мы получаем из многих источников. Пожалуйста, продолжите свой рассказ о медленном методе работы с вашими пациентами на земле. Субъект. Но я работаю с геометрическими формами, такими как спирали энергии, формируя их в своем уме таким образом, чтобы они соответствовали конфигурации того или иного поврежденного места. Затем я помещаю эти энергетические структуры вокруг поврежденных серых участков, что позволяет мне восстанавливать их моими медленными целительными вибрациями, как если бы на больную мышцу поместили грелку. Пауза. Понимаете, эти души были повреждены, входя внутрь, и это Слабость. Только возрастает по мере развития тела на земле. Доктор Ньютон. Удивленно, минуточку. Что вы имеете в виду, говоря, были повреждены, входя внутрь? Я думал, что ваша работа на земле главным образом заключается в исправлении энергии, загрязненной в результате жизненных испытаний. Субъект. Это только часть проблемы. Когда души входят в человеческое тело на земле, они вступают в плотную материю. Их физическое тело, в конце концов, содержит примитивную животную энергию, отличающуюся низкой вибрацией. Душа, естественно, обладает чистой тонкой энергией, которой нелегко бывает смешиваться с некоторыми человеческими телами. Для этого требуется опыт и привычка. Особенно могут быть повреждены более молодые души. Они могут рано сбиться с пути. Исказиться. Доктор Ньютон. И вы можете проецировать различные энергетические конфигурации для различных пациентов. Субъект. Да в этом заключается работа трансформатора. Их поврежденные энергетические линии настолько. Изогнуты. Что их необходимо перестроить, чтобы устранить токсичную энергию. Энергии этих душ настолько разбалансированы, что приходится много работать над всеми клетками тела, где негативная энергия зажала свободное течение позитивной энергии. Когда работа совершается правильно, душа начинает более полно взаимодействовать с человеческим мозгом. Доктор Ньютон. Это действительно представляется стоящим делом. Субъект. Приятно слышать, хотя мне еще есть много чему учиться. Смеется. Мы называем себя психическими губками для очищенной энергии. Неудивительно, что субъект 25 использует в своей работе на земле реки. Реки – это древнее искусство исцеления с помощью рук. После обследования и обработки поврежденной энергии, практикующие это искусство ликвидируют разрывы в энергетическом поле больного, возвращая симметрию. Существуют концепции, согласно которым поврежденная энергия в человеческом теле, психическое или ментальное, вызывает разрывы в нашей ауре, через которые может войти демоническая негативная сила. Это еще один из базирующихся на страхе мифов, получивший необоснованно пристальное внимание. Специалисты, занимающиеся восстановлением энергии, говорили мне, что этого не происходит, потому что не существует внешних сил зла, пытающихся овладеть вашим телом. Однако негативные энергетические блоки в нашем энергетическом поле действительно сокращают наши функциональные возможности. Я также обеспокоен научными статьями, которые разоблачают энергетическое целительство с помощью рук, например. Терапевтическое прикосновение, потому что я убедился в могущественном воздействии такого рода целительских приемов на больных. Их часто используют определенные медсестры в больницах, искренне стремящиеся помочь больным. Наше тело состоит из энергетического поля частиц, которое кажется твердым, но является текучим и действует как вибрационный проводник. Вот что сказала одна из моих субъектов, занимающихся энергетической трансформацией, о своих методах терапевтического прикосновения. Секрет целительства заключается в устранении моего сознательного «я», чтобы ничто не препятствовало свободному течению энергии между нами. Моя цель соединиться с течением энергии пациента, чтобы внести высшее благо в это тело. Это делается силой любви, а также метода. Если получающая сторона сопротивляется и препятствует свободному прохождению ци или жизненной силы, через ее собственный ментальный негативизм, то тем самым она блокирует работу целителя с ее энергетическим полем. На пороге нового тысячелетия все больше людей начинают сознавать целительские возможности медитации и управляемого воображения для работы со своей энергией. Существует много способов обращения к высшему источнику энергии для достижения нашей внутренней мудрости. Массаж йога, акупунктура и биомагнетическое целительство – лишь некоторые доступные методы, позволяющие сбалансировать нашу ци. Если энергия тела и энергия души не находятся в гармонии, в вибрационном резонансе, то страдает и то и другое. У каждого человека свой неповторимый природный ритм. Тело и душа должны гармонично сосуществовать, чтобы человек мог продуктивно функционировать. Если мы применяем холистический целостный подход к здоровью тела, наше творческое «я» лучше взаимодействует с человеческим мозгом. Гармония между нашим внешним и внутренним «я» позволяет нам в энергетическом отношении более активно участвовать в физических, духовных и социальных актах. Целители окружающей энергетической среды До того, как я начал исследовать послесмертный мир душ, я не имел представления об особых дарах целителей окружающей энергетической среды нашей планеты. Я узнал, что Земля сама по себе имеет свою вибрационную частоту, и есть люди, способные настроиться на эту экологическую энергию. Одним из субъектов, открывших мне глаза, была женщина, которая работает в организации лесной службы в Северо-Западном Тихоокеанском регионе. В своем письме с просьбой и сеансе она объясняет «Последние несколько лет я стала чувствовать покалывание и жение в моих руках, когда я оказываюсь в зоне буйной и обильной растительности. Это не болезненно, но у меня возникает потребность что-то высвободить в себе во время моей работы в лесах. Позже мне стали сниться сны, в которых из моих рук исходили молнии, и мне хотелось затолкать их в бутылку, чтобы сохранить. Похоже, эти сны удовлетворяют некую мою внутреннюю потребность, и после пробуждения я чувствую себя счастливой. Не схожу ли я с ума? Меня тянет к людям, которым кажется, что они сходят с ума, потому что в их жизни возникают необъяснимые явления. Я лично знаю, что это за чувства. Многие мои старые коллеги-приверженцы традиционных взглядов убеждены в том, что я рехнулся. Поэтому я был рад принять эту женщину в качестве пациентки после того, как она согласилась сначала провериться у врача и убедиться, что у нее нет никаких неврологических проблем с руками. Я привожу этот случай из того места нашего диалога, где мы обсуждаем ее участие в работе продвинутой независимой учебной группы в мире душ. Случай 24. Доктор Ньютон. Почему вы пятеро душ сошлись вместе в этой учебной группе? Субъект. Потому что мы работаем с энергией одними и теми же методами. Это помогает нам поднять наше сознание, наши способности, когда мы вместе. Доктор Ньютон. Пожалуйста, объясните мне это. Субъект. Но сейчас наше положение таково, что индивидуально мы не можем поддержать энергетический поток нужного качества на протяжении долгого времени таким образом, чтобы он имел необходимый эффект. ДРН, поэтому вы делаете то, что хотите осуществить коллективно. Субъект. Да, до какой-то степени. Вот почему нам нравится работать вместе. И таким образом мы можем излучать энергию в унисон и удерживать ее концентрированные запасы. Для работы в одиночку наша энергия недостаточно мощная и отработанная. Она расходится во всех направлениях. Доктор Ньютон. Не поэтому ли сейчас в своей жизни вам снятся такие сны и вы испытываете в своих руках эти ощущения? Субъект. Задумалось. Да, я понимаю, что это послание для меня. Я должна изменить свою жизнь, чтобы больше работать с энергией. Доктор Ньютон. Вы имеете в виду хранить и использовать энергию для исцеления людей? Субъект. Быстро поправляет мое неверное допущение. Нет, моя учебная группа иначе работает с энергией. Мы являемся целителями растений, деревьев и земли. Вот почему мы воплощаемся для того, чтобы ухаживать за окружающей средой. Доктор Ньютон. Причина, по которой вы выбрали свою нынешнюю профессию, была связана с вашими навыками. Субъект. Да. Доктор Ньютон. Как насчет других членов вашей учебной группы в мире душ? Субъект. Широко улыбнувшись, двое из них работают вместе со мной в лесной службе. Доктор Ньютон. Вероятно, ваша работа и работа ваших друзей как планетарных целителей наталкивается на препятствия в связи с происходящим на Земле разрушением окружающей среды. Субъект. Печально это ужасно. И мы очень нужны здесь. Доктор Ньютон. Расскажите мне, вы и члены вашей учебной группы использовали энергию для работы с окружающей средой в своих прошлых жизнях на Земле. Субъект. Пода. В течение долгого времени. Доктор Ньютон. Приведите мне пример. Субъект. В своей прошлой жизни я была индейцем племени Элгонквен-Лганкиан по имени Поющее дерево. Моя работа заключалась в том, чтобы поддерживать способность нашей Земли к плодородию. Я обычно часами стояла в лесу, вытянув руки. Члены племени думали, что я разговаривала с деревьями и почвой, но в действительности я обменивалась энергией с Землей. Происходил расширение ума и тела, в чем мне немного помогали наши гиды. Доктор Ньютон. А сейчас субъект. Пауза. Когда вы творите и поддерживаете красоту, произрастающую из Земли, вы также даете энергетическую силу другим людям, живущим здесь. Своими руками вы обеспечиваете условия, которые позволяют людям вдохновляться красотой того, что они видят вокруг себя, а также получать поддержку из окружающей среды. Иногда, годы спустя, я получаю письма от своих пациентов, которые сообщают, что они наконец достигли своей цели в жизни. Человек, обладающий даром исцеления окружающей среды, мог бы написать мне о том, что он стал архитектором по ландшафту. Организовал питомник или садоводство, или стал участником группы, выступающей за сохранение старых красных деревьев. Мне нравятся те аспекты в моей работе по консультативной профориентации людей, которые связаны с вопросом. Почему я здесь? Когда я занялся исследованием загадок мира душ, я думал, что люди захотят знать преимущественно о своих духовных гидах и родственных душах. Но оказалось, что их больше всего интересует вопрос о цели их жизни. Прежде чем расстаться с субъектом, специализирующимся по окружающей среде на Земле и способом настройки людей на энергетические вибрации этой планеты, я должен сказать несколько слов об особых священных местах. Многочисленные исследователи сообщают о том, что есть на Земле такие места, в которых излучаются сильные вибрации магнетической энергии. В последней главе я писал об окружающих Землю в вибрационных энергетических слоях различной плотности. Некоторые священные места хорошо известны. Например, каменистая местность в Седоне, Аризона. Мачу-Пикчу в Перу. Скала Айрс в Австралии и многие другие. Находясь в этих местах, люди чувствуют расширение сознания, просветление и улучшение физического состояния. Планетарные магнетические поля действительно воздействуют на наше физическое и духовное сознание, и я заметил здесь любопытное сходство с описаниями мира душ. Мои пациенты говорят, что местонахождение их сообщества в мире душ представляет собой пространство внутри пространства. Чьи нежесткие границы обозначаются особой вибрационной концентрацией энергии, производимой этой конкретной группой. В ВОЗ можно определенные человеческие поселения на Земле, которые в древности считались священными. Имеют вихревые энергетические скопления, создаваемые так называемыми естественными энергетическими линиями. Считается, что в местах, где эти магнетические линии пересекаются, стимулируется подсознание людей и облегчается ментальное проникновение в духовные миры. Информированность о расположении энергетических воронок очень важна для планетарных целителей. В главе 8 в разделе, посвященном душам и следователям в других мирах, я снова коснусь структуры вибрационных линий планеты, которые влияют на разумную жизнь далеко за пределами Земли. Разделение и воссоединение души. Способность душ разделять свою энергию оказывает влияние на многие аспекты жизни души. Возможно, более точным было бы выражение расширения души. Как я говорил в разделе о призраках, все души, которые приходят на Землю, оставляют часть своей энергии в мире душ, и это относится к тем, кто одновременно живет в нескольких телах. Процент энергии души, оставшейся в мире душ, может варьироваться, но все частицы ее света являются точной копией друг друга и повторяют целостную личность. Это явление является аналогом того, как световые образы разбиваются и повторяются в голограмме. Однако есть и отличия от голограммы. Если лишь маленький процент энергии души остается в мире душ, то эта частица индивидуального я находится в более дремлющем состоянии, потому что она менее концентрирована. Но так как эта энергия остается чистой и не загрязненной, она также наполнена силой. Когда я исследовал ту часть нашей энергии, которая хранится в мире душ, для меня многое прояснилось. Эта великолепная система двойственности души оказывает влияние на многие духовные аспекты нашей жизни. Например, если кто-то, кого вы любили, умер на 30 лет раньше вас и уже снова воплотился, вы все же встретите его, вернувшись в мир душ. Способность души воссоединяться с собой является естественным процессом регенерации энергии после физической смерти. Один пациент многозначительно заявил, «Если бы мы брали с собой 100% нашей энергии в одно тело во время воплощения, наш ум не выдержал бы». Если запустить в человеческое тело полный заряд всей энергии души, то она полностью подчинила бы себе мозг. Очевидно, это произошло бы даже с менее мощными и неразвитыми душами. Я предполагаю, что этот фактор освоения душой человеческого тела оценили те первые духовные учителя, которые выбрали Землю в качестве планетарной школы. Более того, если бы тело располагало полным объемом возможностей энергии души, это свело бы на нет весь процесс роста и развития души на Земле. Потому что в нее не было бы необходимости прилагать усилия взаимодействуя с человеческим умом. Укрепляя различные части всецелой энергии души в различных воплощениях, целое становится сильнее. Полная осознанность на все 100% имела бы и другой неблагоприятный эффект. Если бы мы не разделяли нашу энергию, мы бы обладали полной духовной памятью в каждом человеческом теле. Амнезия вынуждает нас экспериментировать в лабораторных условиях Земли, не имея готовых ответов на задачи для решения которых мы были посланы сюда. Амнезия также освобождает нас от багажа прошлых неудач, чтобы мы могли использовать новые подходы с большей уверенностью. Призрак в случае 15 показал, как душа может ошибиться в оценке количества или процента энергии души, с которым она пришла в жизнь. Один пациент назвал это нашим световым коэффициентом. Странно. Да я заметил, что мои субъекты 4Е5 уровней обкрадывают себя больше, чем менее развитые души. Это продемонстрировал субъект 22 – душа воина. Как правило, высоко продвинутая душа берет на Землю не более 25% всей своей мощи, в то время как менее уверенные в себе дуди – 50-70%. Энергия более развитой души более очищена, гибка и энергична в меньших количествах своей субстанции. Вот почему более молодая душа должна брать с собой больше энергии в своих ранних воплощениях. Таким образом, вовсе не объем энергии дает силу душе, а качество вибрационной мощности, которая отражает опыт и мудрость души. Как эта информация помогает нам понять комбинированную силу души и человеческой энергии. У каждой души имеется особый образец энергетического поля, который отражает бессмертную структуру, модель ее характера или природы, независимо от количества разделенных частей. Когда это духовное эго сочетается с более структурированной личностью физического тела мозга, создается более плотное энергетическое поле. Тонкие особенности этого симбиоза настолько сложны, что я могу коснуться их лишь поверхностно. Обе энергетические структуры реагируют друг на друга бесконечным количеством способов, чтобы стать оденем целым для окружающего мира. Вот почему наше физическое благополучие, чувства и эмоции так сильно связаны с духовным умом. Мысль вплотную зависит от того, насколько хорошо эти энергетические структуры сочетаются и питают друг друга в нашем теле. Я часто использую аналогию голограммы, чтобы описать разделение души. Голографические образы являются точными копиями. Эта аналогия помогает, но она не отражает всего. Я упоминал уже об одной переменной величине в процессе разделения души. О степени концентрации энергии в каждой отдельной части. Этот момент связан с опытом души. Другая переменная величина – это плотность материальной энергии в каждом человеческом теле и эмоциональная структура, лежащая в основе жизнедеятельности тела. Если одна и та же душа соединяется с двумя телами в одно и то же время и вносит 40% своей энергии в каждое тело, энергия будет проявляться по-разному. Возьмите фотоснимок одного и того же пейзажа утром, в полдень и вечером. Меняющийся свет даст различное освещение и, соответственно, другую картину, первоначальная энергия души имеет какую-то определенную структуру. Но, оказавшись на Земле, эта структура меняется в соответствии с теми или иными условиями. Когда мы просматриваем свою будущую жизнь, находясь в мире душ, нас информируют об энергетических потребностях тела, которые мы займем. Но решение о том, сколько энергии мы возьмем с собой, остается за нами. Многие души желают оставить в своей обители побольше энергии, потому что они любят свой дом и то, что там происходит. Эмоциональные и физические травмы истощают запасы нашей энергии. Мы можем, помогая кому-то, добровольно отдать значительную часть нашей позитивной энергии, или же кто-то истощает нас своей негативностью. Требуется энергия, чтобы создать и поддерживать свои защитные механизмы. Один субъект сказал мне однажды. Когда я делюсь своим светом с теми, кто, на мой взгляд, достоин этого, я могу восстановить его быстрее, потому что он был отдан добровольно. Лучше всего энергия восстанавливается во сне. И опять во сне мы также можем разделять энергию, которую мы принесли с собой, и свободно странствовать. Оставляя небольшой процент в теле, чтобы большая часть в случае необходимости быстро вернулась назад. Как я уже упоминал, эта способность особенно полезна, когда тело находится в состоянии болезни, в бессознательном состоянии или в коме. Поскольку время не является ограничивающим фактором для освобожденной души, в течение часов дней или недель, проведенных вне тела, она может полностью восстановиться. Я мог бы добавить, что души во время кризиса могут подзаряжаться любящими духами. Мы интерпретируем затем эту инъекцию энергии как глубокие откровения. За несколько часов отдыха вне человеческого тела могут произойти настоящие чудеса для души при условии, что оставшаяся часть энергии расслаблена и не занята сложными аналитическими расчетами. Последнее может стать причиной того, что мы проснемся истощенными. Жить в параллельных жизнях – это еще один вариант разделения души. Каковы же мотивы и результаты такого решения души? Многие люди чувствуют, что для души это нормальное явление – жить в параллельных жизнях. Я выяснил, что это не так. Души, которые решают воплотиться сразу в двух или в нескольких телах на земле, хотят ускорить процесс своего обучения. Таким образом душа может оставить дома 10% своей энергии и поместить остальную часть в два или несколько тел. Поскольку мы имеем свободную волю, наши гиды позволяют нам такие эксперименты, но не рекомендуют их. В целом, поскольку происходит сильное истощение энергии, большинство душ, которые пытаются жить в параллельных жизнях, решаются на это один или два раза. Души не хотят иметь параллельные жизни, пока не становятся чересчур претенциозными. Кроме того, души не разделяют свою энергию, чтобы воплотиться в близнецов. Жить в двух телах в одной семье с одним и тем же набором генетических особенностей, одними и теми же родителями, в одной и той же национально-культурной среде, было бы совершенно непродуктивно. Отсутствие разнообразия не может вызвать у души особого желания жить в параллельных жизнях. Людям интересно узнать о происхождении душ в телах двух однояйцевых близнецов. У меня были две пациентки в возрасте около 30 лет, с разницей в одну минуту души этих женщин тесно связаны и принадлежат одной и той же духовной группе. Однако на самом деле они не являются самими близкими родственными душами или родственной парой душ. Каждая из них встретила свою вторую половину в этой жизни и счастливо живет в любви и согласии. Эти две души на протяжении тысячелетий воплощались как близкие друзья, сестры или братца, родители и дети, но не как возлюбленные. Они никогда раньше не рождались близнецами, и причина, по которой они на этот раз выбрали тела близнецов, двоякая. Во-первых, из прошлой жизни у них остались нерешенными проблемы взаимоотношений, в частности взаимного доверия, но о главной причине они мне сказали следующее. Разделяя одно и то же лона матери, в период нашего соединения с мозгом двух близнецов мы объединили наши чувства с самого начала. Смыкание двух умов на этой ранней стадии усилило нашу телепатическую связь с членами нашей группы душ. Наша комбинированная духовная энергия позволяет нам достичь состояния, когда больше не существует никакого дисбаланса между двумя умами. Мы действуем как один, выполняя нашу задачу раскрывать другим их духовную природу и в то же самое время сохраняем каждую свою индивидуальность. Имея удвоенное энергетическое поле, мы более эффективны в нашей работе с другими людьми, мыслящими не так, как мы. Мы действительно словно два человека в одном, неважно насколько мы удалены друг от друга физически. Процесс воссоединения души с остальной частью ее энергии представляется более очевидным для меня, когда я возвращаю моих субъектов к опыту смерти в прошлой жизни. В случае, если в прошедшей жизни не было никаких серьезных осложнений, душа вновь обретает полноту своей энергии в одной из трех основных духовных станций. У входа, во время ориентирующей настройки или после воссоединения со своей группой душ. Продвинутые души обычно не спешат и лишь достигнув конечного пункта в своем путешествии домой, соединяются с оставшейся там частью их энергии. Три станции. Получение своей собственной энергии у врат в мир душ, это в действительности не является закономерностью. Это, вероятнее всего, происходит в связи с началом восстановительного процесса у врат, когда только что вернувшаяся душа получает целительный энергетический душ. Однако мне лишь изредка встречаются подобные случаи, как, например, в приведенном ниже рассказе одного субъекта. Чей муж, оставивший мир до нее, принес к вратам небольшую часть ее энергии, остававшейся в послесмертном мире душ. Она объясняет это следующим образом. «Мой возлюбленный мог легко справиться небольшим количеством энергии, которую я оставила там. Он принес ее мне и нежно расправил, как покрывало, вокруг меня своими руками, когда мы обнимались. Он знал, как я стара и как устала, и он попросил меня прийти. Стоило только установиться контакту, моей души с частью оставшейся энергии, и вся остальная моя энергия притянулась ко мне, как магнит. Я чувствую себя так раздольно. Первое, что я заметила, это то, что я намного лучше могу телепатически читать его, и намного больше ощущаю то, что меня окружает. Когда наши гиды приходят к заключению, что нам неплохо было бы получить больше своей энергии на втором этапе возвращения. То есть во время ориентирующей настройки они руководствуются различными соображениями. Как правило, в основе их решения лежит убеждение, что в таком случае мы сможем более продуктивно обсуждать только что прожитую трудную жизнь. Кроме того, после ориентирующей настройки по той или иной причине мы можем не сразу вернуться в нашу группу душ. Вот пример воссоединения души на этой стадии. Я нахожусь в простой комнате, которая выглядит фантастично с гладкими молочно-белыми стенами. Здесь есть стол и два стула, вся мебель без углов. Мой гид Эверент озабочена моей заторможенностью, пониженной реактивностью. Она готова предпринять то, что мы называем растворением физической формы. Она держит другую часть моей энергии в прекрасном полупрозрачном сосуде, от которого исходит свет. Эверент приближается ко мне и вкладывает его в мои руки. Я чувствую подъем энергии словно электрический разряд. Затем она пододвигается ближе, стимулируя мою природную вибрационную частоту, чтобы мне легче было принять ту часть энергии, которая оставалась здесь. Когда я внутренне наполнился моей собственной энергетической сущностью, внешняя оболочка, запечатлевшая форму моего физического тела, улетучилась. Это как если бы мокрая собака стряхивала со своей шерсти капли воды, и они разлетались бы во все стороны. Нежелательные земные частицы растворяются, и моя только что бывшая тусклой, энергия снова оживает и искрится. Большинство душ, как правило, воссоединяется со своей энергией после возвращения в сообщество родственных душ. Один субъект выразил это так. Мне легче воссоединиться с собой после того, как я оказываюсь дома, в кругу своих друзей. Здесь моя отдохнувшая энергия может влиться в меня там и тогда, когда мне удобно. Я получаю ее сам, как только чувствую, что готов. Случай 25. Этот случай является частью беседы, которая у меня состоялась с душой по имени Эпилен, у которой воссоединение ее энергии после возвращения в послесмертный мир душ произошло гораздо более ярко, чем в приведенном выше отрывке. Эпилен «Душа уровня 2» только что закончила трудную жизнь бедной женщины в Ирландии. Она умерла в 1910 году. Сама физически сильная и уверенная в себе, она была замужем за деспотичным пьяницей и вырастила пятерых детей практически одна. Она страдала из-за недостатка свободы и самовыражения. Я считаю, что ей была устроена прекрасная встреча после окончания ее тяжелой жизни. Доктор Ньютон. Расскажите мне, Эпилен, после того, как вас поприветствовала ваша группа душ, быстро ли вы воссоединились с хранившейся здесь частью вашей энергии? Субъект. Усмехаясь, мой гид Кеннерис любит проводить настоящую церемонию воссоединения. Доктор Ньютон. С энергии, которая остается здесь? Субъект. Да, Кеннерис подходит к нише в нашей зоне, где моя энергия хранится до моего возвращения в прозрачном сосуде. Она находится под его присмотром. Доктор Ньютон. Насколько я понимаю, эта часть вашей энергии не находилась в активном состоянии, пока вы отсутствовали. Сколько процентов своей энергии вы оставили здесь? Субъект. Только 15%. Мне нужно было много энергии для моей ирландской жизни. Оставшейся части было достаточно для того, чтобы общаться с группой, и я могла перемещаться на нашем участке, но я не участвовала в развлекательных мероприятиях. Доктор Ньютон. Я понимаю, но представляют ли эти ослабленные 15% вашу целостную душу? Субъект. Горячо, абсолютно, просто меньшая версия меня. Доктор Ньютон. И эти 15% были ли они в состоянии справляться с групповыми занятиями и уроками и приветствовать тех, кто восвращается, в то время как остальные 85% были на Земле? Субъект. В какой-то степени. Да. Я продолжаю получать знания и там, и там, на Земле и в мире душ. Доктор Ньютон. Бесцеремонно, любопытно, если эти 15% жизнеспособны, почему вы сами просто не пойдете и не возьмете их, зачем вам для этого Кеннерис? Субъект. Оскорбившись, это испортило бы его церемонию. Кеннерис – хранитель, так сказать, моего пламени, пока я отсутствую. Кроме того, то, что вы предлагаете, было бы посягательством на его исключительное право помогать мне воссоединиться с моей энергией. Он хочет проводить такие церемонии. Доктор Ньютон. Я прошу меня простить, если я был слишком бесцеремонным эпилентом. Почему бы вам не описать мне эту церемонию? Субъект. Радостно. Кеннерис направляется к нише и с гордостью заботливого отца выносит сосуд. В то время, как все мои друзья собрались вокруг и приветствуют громкими возгласами мою работу, хорошо проделанную в Ирландии. Дээрен. Участвует ли в этом приветствии душа, которая была вашим мужем в ирландской жизни? Субъект. Да-да. Он впереди и громче всех выкрикивает приветствие. Вне своего ирландского тела он в действительности другая личность. Доктор Ньютон. Хорошо. Что делает Кеннерис? Субъект. Смеется. Он вынимает из ниши мою энергию в зеленоватом прозрачном сосуде. Она светится, но он трет ее своими руками, чтобы она сияла еще ярче и наслаждается проявлениями нашей радости. Затем он подходит близко ко мне и набрасывает облако вертикальной слэш световой энергии на меня, подобно почетной мантии. Своими собственными вибрациями он помогает мне смешаться со своей энергией. Доктор Ньютон. Что вы ощущаете в этот момент, обретя всю свою энергию? Субъект. Тихо. Соединение с собой напоминает то, как два шарика ртути сходятся вместе на стеклянной пластинке. Они втекают друг в друга естественно и моментально становятся единым целым. Я чувствую возрождение своей силы и личности. Тепло слияния дает мне ощущение безмятежности и покоя. Я чувствую... Ну... Свою бессмертность. Доктор Ньютон. Задавая риторический вопрос, чтобы спровоцировать ответ, напрасно мы не берем с собой на землю 100% нашей энергии, не правда ли? Субъект. Тут же реагирует. Вы серьезно. Ни один человеческий ум не смог бы в этих условиях достаточно проявлять себя. Но мне нужно было много энергии для моей ирландской жизни. Доктор Ньютон. Сколько процентов вы имеете в своем нынешнем теле? Субъект. Ну... Примерно 60, и этого предостаточно. Доктор Ньютон. Мне рассказывали о физических планетах, куда души могут отправляться со всей своей энергией и сохранять полную память. Субъект. Конечно, и многие из этих форм жизни допускают также и ментальную телепатию. Физические миры, подобные Земле, для которых характерны такого же типа тела, это стадия ментального развития. Прямо сейчас наше эволюционное развитие определяет условия, которые мы должны прорабатывать сами. Ограничения полезны для нас сейчас. Доктор Ньютон. Эй, Пилен, объясните, как вы определяете, сколько энергии вам нужно брать с собой на Землю перед каждой жизнью. Субъект. Уровень моей энергии определяется Кеннерисом и советом для каждого тела, в зависимости от физических и ментальных характеристик этого тела. Какие-то тела нуждаются в большей духовной энергии, чем другие, и они знают обо всех существующих условиях до того, как мы вступаем в жизнь. Доктор Ньютон. Вы говорили мне, что эта ирландская женщина была физически сильной, и я заключил, что она обладала достаточно сильной волей, что могло бы вам позволить не использовать столько своей энергии. Тем не менее, вы взяли ее так много в Ирландию. Субъект. Да, она была сильнее, чем я в этой своей жизни, но она нуждалась в моей духовной помощи, а я нуждалась в ее силе. Чтобы проявить, насколько возможно свое влияние, и выжить, сохранив индивидуальность в жизни полной лишений. Мы не всегда находились в гармонии друг с другом. Доктор Ньютон. Итак, когда вы не находитесь в гармонии с телом, требуется больше личной энергии души. Субъект. Да. И если окружающая вас обстановка тяжелая, это также должно быть принято к сведению. Я чувствую, что со своим нынешним телом я взаимодействую более синхронно, хотя иногда мне хочется иметь жизненную силу ирландского тела. Имеется много вариантов. В этом трудность. И именно это интересно. Примечание. В своем теперешнем воплощении Эпилен независимая деловая женщина, которая путешествует по всему миру, представляя международную консультативную финансовую компанию. Ей многие делали предложение брачное, но она всем отказала. Изредка пациенты рассказывают мне, что после окончания земной жизни они предпочитают подождать дольше обычного до воссоединения со своей энергией. Вот один из примеров. Иногда мне хочется подождать до окончания моей встречи с советом, потому что я не хочу, чтобы свежая энергия была бы разбавлена моими воспоминаниями и чувствами из только что прожитой жизни. Если бы я воодушевил себя, приняв запасную энергию, эта прошлая жизнь была бы менее реальной для меня. Я хочу сосредоточенно отвечать на вопросы о моей работе в этом теле ясно помня каждое событие. Я хочу сохранить каждое эмоциональное ощущение, которое у меня было связано с этими событиями, чтобы я мог лучше описать, почему я предпринял те или иные действия. Мои друзья не любят делать это, но я всегда могу подзарядиться и отдохнуть попозже. Глава 5. Системы групп родственных душ. Происхождение души. Я думаю, что уместно начать исследование жизни души с возникновения этой жизни. Очень немногие из моих субъектов способны вспомнить о начале своего существования в качестве частиц энергии. О каких-то деталях ранней жизни души мне сообщали молодые начинающие души. Эти души имеют более короткую историю жизни как в мире душ, так и за его пределами, поэтому у них еще свежие воспоминания. Однако мои субъекты уровня I сохранили в лучшем случае мимолетные воспоминания о происхождении своего я. Следующие два отрывка из рассказов начинающих душ служат в качестве иллюстрации. Моя душа была сотворена из огромной несимметричной формы облачной массы. Я был исторгнут как крошечная частичка энергии из этого мощного пульсирующего голубоватого, желтоватого и белого света. Пульсирующая масса испускает град таких частичек. Некоторые падают назад и вновь поглощаются массой, но я продолжаю двигаться вперед, и меня уносят в потоки с другими душами, подобными мне. Следующее, что я помню, это то, что я нахожусь в замкнутой сфере, где очень любящие существа заботятся обо мне. Я помню себя в своего рода яслях, где мы размешаны в отдельных ячейках, как в ульях, словно инкубаторные яйца. После того, как я стал лучше осознавать происходящее, я узнал, что нахожусь в инкубаторном мире ураз. Не знаю, как я попал туда. Я подобен яйцеклетке в эмбриональной жидкости, ожидающей своего оплодотворения, и я ощущаю, что здесь много других клеток молодой энергии, которые пробуждались вместе со мной. Здесь также имеется группа матерей, прекрасных и любящих которые. Прорывают наши мембранные оболочки и высвобождают нас. Вокруг нас вращающиеся потоки интенсивных подпитывающих огней, и я слышу музыку. Первое, что зарождается в моем сознании, это любопытство. Вскоре меня забирают из уроса и присоединяют другим детям уже в другом месте. Лишь в редких случаях мне удается услышать подробные рассказы о взращивании душ от очень продвинутых субъектов. Это специалисты, известные как инкубаторные матери. Следующий субъект по имени Сина является представителем такого рода работ, и он относится к уровню 5. Случай 26. Эта личность занимается детьми как в мире душ, так и за его пределами. В настоящее время она работает в приюте для тяжело больных детей. В своей прошлой жизни она была польской женщиной, которая в 1939 году, хотя и не еврейка, добровольно отправилась в немецкий концентрационный лагерь. Она обслуживала офицеров и занималась кухней, но это был лишь внешний предлог. Она хотела быть рядом с еврейскими детьми, попавшими в лагерь, и помогать им всеми возможными способами. Как местный житель близлежащего городка, она могла в течение первого года покидать лагерь. Затем солдаты ее уже не выпускали. В конце концов, она умерла в лагере. Эта продвинутая душа могла бы прожить дольше, если бы она взяла с собой более 30% своей энергии, чтобы поддержать себя, выполняя это тяжкое задание. Такова убежденность души уровня 5. Доктор Ньютон Сина, какой опыт вашей жизни между воплощениями самый значительный для вас? Субъект Не колеблясь, я отправляюсь в место где Выводятся души Я являюсь инкубаторной матерью, своего рода повитухой Доктор Ньютон Вы хотите сказать, что работаете в инкубаторе душ? Я Субъект Живо Да, мы содействуем появлению новых душ Обеспечиваем раннее развитие Проявляя теплоту, нежность и заботу Мы встречаем и приветствуем их Доктор Ньютон Пожалуйста, опишите мне окружающую обстановку Субъект Газообразные Медовые соты, над которыми вращаются потоки энергии Все освещено ярким светом Доктор Ньютон Называя инкубатор медовыми сотами, вы хотите сказать, что он имеет структуру ульи или что? Субъект Да Хотя инкубатор сам по себе является огромным центром без каких-либо видимых границ Новые души имеют свои собственные инкубаторные ячейки, где они находятся, пока не подрастут, и тогда они покидают это место Доктор Ньютон Будучи инкубаторной матерью, когда вы в первый раз видите новую душу Субъект Мы находимся в отделе доставки, который является частью инкубатора или центра Вновь прибывшие представляют собой небольшие массы белой энергии, заключенные в золотистый мешок Они медленно и величественно движутся по направлению к нам, как лента конвейера Доктор Ньютон Откуда? Субъект На нашем участке центра под аркой есть стена, вся наполненная расплавленной массой высококонцентрированной энергии Жизненной силы Кажется, будто она заряжена скорее изумительной силой любви, чем видимым источником тепла Масса пульсирует и вибрирует, красиво и мягко По циту она похожа на то, что вы видите, когда смотрите сквозь прикрытые веки на солнце в яркий солнечный день Доктор Ньютон И вы видите, как появляются души из этой массы Субъект Эта масса начинает разбухать, всегда в разных местах Разбухание усиливается и образуются бесформенные выпуклости Их отделение от массы – это совершенно дивный момент Родилась новая душа Она обладает энергией, жизнеспособностью и индивидуальностью Примечание Другой субъект, также относящийся к уровню 5, высказался об инкубации следующим образом Я вижу яйцеобразную массу, и энергия втекает и вытекает из нее Когда она расширяется, порождаются фрагменты энергии новых душ Когда она сжимается, я думаю, энергия тех душ, которые не сумели проявиться, втягивается назад По каким-то причинам эти фрагменты не смогли сделать следующий шаг навстречу своей индивидуальности Доктор Ньютон Что вы видите за пределами этой массы сина? Субъект Долгая пауза, я вижу это блаженное оранжево-желтое сияние А вокруг фиолетовая тень, но не холодная темнота А вечность Доктор Ньютон Можете ли вы побольше рассказать о потоке новых душ, движущемся по направлению к вам из этой массы энергии? Субъект Поток движется медленно из огненной оранжево-желтой массы энергии по мере того, как от нее отделяются нарождающиеся фрагменты души Они подводятся к различным пунктам, где находятся заботливые материнские души, подобные мне Доктор Ньютон Сколько матерей вы видите? Субъект Я вижу пятерых недалеко от меня Которые подобно мне Обучаются Доктор Ньютон Каковы обязанности инкубаторной матери? Субъект Мы парим над выведенными фрагментами, чтобы Обсушивать их после того, как они высвобождаются из своих золотистых мешочков Они движутся медленно и мы успеваем легко и нежно обхватить их крошечную энергию Доктор Ньютон Что означает для вас обсушивать? Субъект Мы обсушиваем Так сказать, влажную энергию новой души Я не знаю, как это объяснить на человеческом языке Как бы обнимаем новую белую энергию Доктор Ньютон Итак, теперь вы видите в основном белую энергию Субъект Да, и когда они приближаются к нам, оказываются рядом с нами Я замечаю голубое и фиолетовое сияние вокруг них Доктор Ньютон Как вы думаете, почему это так? Субъект Пауза затем тихо О! Теперь я пониманию Это пуповинный Изначальный энергетический шнур развития, который связан с каждым Доктор Ньютон Из того, что вы рассказываете У меня складывается образ длинного жемчужного ожерелья Души, как связанные, выстроенные в одну линию жемчужины Так ли это? Субъект Да, скорее, подобно жемчужной нити на серебристой ленте конвейера Доктор Ньютон Хорошо, теперь скажите мне Когда вы принимаете каждую новую душу, обсушиваете их, дает ли это им жизнь? Субъект Быстро отвечает, о нет Жизненная сила всезнающей любви и знания идет через нас, а не из нас Во время обработки новой энергии вместе со своими вибрациями мы передаем Сущность начала Надежды на будущее и достижения Матери называют это Объятием любви Оно сопровождается внушением и мыслей о том, кем они являются и кем они могут стать Когда мы заключаем новую душу в объятии любви, это наполняет ее нашим пониманием и состраданием Доктор Ньютон Давайте дальше рассмотрим это вибрационное объятие Имеет ли каждая новая душа на этом этапе индивидуальный характер? Добавляете ли вы или устраняете что-нибудь из имеющейся у нее индивидуальности? Субъект Нет, у нее уже все имеется, хотя новая душа еще не знает, кто она такая Мы заботливо обучаем Мы объявляем только что родившемуся существу, что пришло время начинать Зажигая Его энергию мы привносим в душу осознание ее собственного существования Это время пробуждения Доктор Ньютон Сина, пожалуйста, помогите мне разобраться Когда я думаю о медсестрах в родильном отделении больниц, где они занимаются новорожденными Я полагаю, что они и понятия не имеют о том, какого рода личностью станет тот или иной младенец Работаете ли вы таким же образом, не зная о бессмертной природе этих новых душ? Субъект Смеется, мы работаем в качестве таких медсестер Но это не совсем то, что происходит в родильном отделении больниц Когда мы принимаем новые души, мы кое-что знаем об их индивидуальности Их индивидуальные особенности становятся более очевидными, когда мы объединяем нашу энергию с ними, чтобы поддержать их Это позволяет нам лучше воспользоваться нашими вибрациями, чтобы активизировать или зажечь их самосознание Все это является частью начального процесса их существования Доктор Ньютон Как практикант, как вы приобретаете знания о правильном использовании вибраций в работе с новыми душами? Субъект Это то, чему новые матери должны научиться Если что-то идет не так, как нужно, то новые души не чувствуют себя вполне подготовленными Тогда вмешивается один из инкубаторных мастеров Доктор Ньютон Не можете ли вы еще кое-что пояснить для меня, Сина? Когда вы впервые принимаете эти души с любовью, обнимая их Замечаете ли вы и другие матери некий организованный процесс выстраивания душ по определенным личностным параметрам? Например, сначала идут 10 представителей типа отважных душ, затем 10 более осторожных Субъект Как это механистично? Каждая душа уникальна во всех своих качествах, созданных в совершенстве, которые я даже не могу описать Единственное, что я могу сказать вам, это то, что не бывает двух одинаковых душ Примечание От некоторых других своих субъектов я слышал, что одной из основных причин, по которой каждая душа отличается от другой, является то, что после того Как источник откалывает фрагменты энергии, чтобы сотворить душу, они чуть-чуть изменяются и поэтому несколько отличаются от первоначальной энергетической массы Таким образом, источник подобен Божественной Матери, которая никогда не рождает близнецов Доктор Ньютон Настойчиво желая, чтобы мой субъект поправила меня, вы полагаете, что это совершенно случайный подбор Что нет никакой последовательности качеств, имеющих какое-то сходство Вы знаете, что это так? Субъект Разочарованно, как я могу знать это, если я не творец? Есть души, имеющие исходные качества, и не имеющие таковых, все в одной куче Комбинации смешаны Как мать, я могу отрегулировать каждую важную черту, которую почувствую, и поэтому я могу сказать вам, что нет двух одинаковых комбинаций Доктор Ньютон Хорошо Субъект прерывает, продолжая начатую мысль Субъект Я чувствую, что по ту сторону арки существует могущественное присутствие, которое управляет всеми вещами Если и существует какая-то разгадка энергетических структур, то нам нет надобности знать об этом Примечания Это те моменты, которых я ожидаю в моих сеансах, пытаясь распахнуть дверь к конечному источнику, и всегда дверь лишь слегка приоткрывается Доктор Ньютон Пожалуйста, расскажите мне, как вы чувствуете это присутствие, эту энергетическую массу, которая направляет эти новые души к вам Вы и другие матери, несомненно, должно быть, думали об источнике душ, несмотря не то, что не можете видеть его Субъект Шепотом Я чувствую, что творец Рядом Но не обязательно сам делает эту работу Производит Доктор Ньютон Мягко, то есть энергетическая масса не обязательно является изначальным творцом Субъект Как бы испытывая неловкость, я думаю, что имеются помощники, я не знаю Доктор Ньютон Переводя разговор в другое русло, Сина, разве у новых душ имеются недостатки и несовершенства? Если бы они были созданы совершенными, то не было бы смысла в сотворении их совершенным творцом Субъект С сомнением, здесь все представляется совершенным Доктор Ньютон На какое-то время я меняю тему, вы работаете только с душами, которые отправляются на Землю Субъект Да, но они могут пойти в любое место Только часть отправляется на Землю Существует много физических миров, подобных Земле Мы называем их мирами удовольствия и мирами страданий Доктор Ньютон И можете ли вы распознать душу, предназначенную имени для Земли, исходя из вашего опыта воплощений? Субъект Да Я знаю, что души, которые направляются в мироподобные Земле, должны быть сильными и жизнерадостными из-за боли, которую им придется выдерживать наряду с радостью Доктор Ньютон Я тоже так думаю И то, что эти души загрязняются в человеческом теле, особенно молодые души, это следствие их несовершенства Так ли это? Субъект Я думаю, да Доктор Ньютон Продолжая, и это дает мне основание предположить, что они должны работать, чтобы обрести большее содержание, чем у них было изначально, с целью достичь полного знания Согласны ли вы с этим допущением? Субъект Долгая пауза, и затем со вздохом, я думаю, что совершенство имеется В новых созданиях Зрелость у новых душ начинается вместе с разрушением невинности, и это не потому, что они изначально имели изъяны Преодоление препятствий делает их сильнее, но обретенные несовершенства не будут полностью устранены, пока все души не объединятся и не придет конец воплощению Доктор Ньютон Субъект Доктор Ньютон Доктор Ньютон Два Существуют фрагменты энергии, которые имеют такие индивидуальные особенности или ментальную структуру, что не склонны воплощаться в физической форме или в каком-либо мире Их часто можно обнаружить в ментальных мирах, и кроме того они, по всей видимости, с легкостью перемещаются между измерениями Три Имеются такие фрагменты энергии, несущие в себе сущностные качества души, которые воплощаются только в физических мирах Эти души могут также между жизнями обучаться в ментальных сферах мира душ Я не считаю их межпространственными странниками 4. Есть и такие фрагменты энергии, которые представляют собой души, способные и склонные воплощаться и действовать как индивиды во всех типах физического и ментального окружения Это не обязательно обеспечивает им больше или меньше знания, чем другого рода душам Однако, благодаря широкому диапазону их практического опыта, они могут брать на себя ответственность в различных сферах деятельности Программа развития новорожденной души раскручивается, медленно покинув инкубатор Эти души не сразу начинают воплощаться или объединяться в группы Вот описание этого переходного периода, данное одним субъектом, очень молодой душой уровня I Которая воплощалась лишь пару раз и имела еще свежие воспоминания об этом Я помню, что еще до того, как меня определили в мою группу душ и я начал воплощаться на земле, мне была дана возможность получить опыт в полуфизическом мире, имея световую форму Это был скорее ментальный мир, чем физический, потому что окружавшая меня материя была не совсем твердой и биологическая жизнь отсутствовала там Со мной были другие молодые души, и мы легкостью передвигались как светящиеся пузыри, имеющие подобие человеческой формы Мы просто пребывали там, ничего не делая, и не могли почувствовать, что значит быть плотным твердым Хотя обстановка имела скорее астральную природу, чем земную, мы учились общаться друг с другом, как существа, живущие в сообществе У нас не было обязанностей И там царила утопическая атмосфера огромной всеохватывающей любви, безопасности и защиты С тех пор я узнал, что нет ничего статичного, и это начальный этап, было самым легким опытом нашего существования В скором времени нас ожидало существование в мире, где мы не будем защищены Где мы будем испытывать боль одиночества, как и удовольствие, и все эти переживания станут для нас поучительным опытом Духовные построения Находясь в состоянии транса, мои субъекты описывают различные визуальные образы мира душ, прибегая к языку земных символов Они создают структурные образы, исходя из своего собственного планетарного опыта, или получают эти образы от своих гидов Заботящихся о том, чтобы они чувствовали себя более комфортно в знакомом окружении На моих лекциях после обсуждения этого аспекта подсознательной памяти, некоторые люди говорят, что несмотря на логичность и связность этих наблюдений, они едва ли убедительны Как в мире душ могут существовать классы библиотеки и храмы? Рассматривая эти вопросы, я объясняю, что память об этих наблюдениях метафорично и сформирована на основе текущего понимания Определенные сцены из всех наших жизней навсегда остаются в памяти души Храм в мире душ не является строением из камней Это скорее визуализации того значения храма, которое он представляет собой для этой души Воспоминания о прошлых событиях жизни души являются воссозданием обстоятельств и событий, которые базируются на определениях Определенных интерпретациях и сознательном знании Все воспоминания пациента основаны на наблюдениях ума души, обрабатывающего информацию посредством человеческого ума Невзирая на визуальные структуры духовных построений, я всегда обращаю внимание на функциональные аспекты, то есть на то, что субъект делает там Оставив свои защитные коконы, новые души вступают в общественную жизнь Как только они начинают воплощаться, описания мест и структур, которые они видят между жизнями, приобретают тот же оттенок, что и у более старых душ, приходящих на Землю Иногда эти описания носят не очень земной характер В некоторых отчетах фигурируют структуры, напоминающие стеклянные соборы, большие кристаллические залы Геометрические строения со множеством углов и плавные куполообразные пространства, не имеющие линий Далее мои субъекты иногда рассказывают, что вокруг них нет никаких структур Только поля цветов и сельские пейзажи с лесами и озерами Люди в состоянии гипноза проявляют чувство благоговения, когда они описывают свое приближение к месту назначения в мире душ Многие настолько переполняются чувством, что не могут дать адекватное описание того, что они видят Я слышал много сообщений о вертикально направленном движении душ во время перехода с места на место Следующий отчет принадлежит субъекту уровня 4, который пользуется языком геометрических форм, чтобы описать особенности различных окружающихся его условий Я много путешествую по миру душ Геометрические форм, которые я вижу, представляются для меня носителями определенных функций У каждой структуры имеется своя энергетическая система Пирамиды предназначены для уединения медитации и исцеления Прямоугольные формы для просмотра прошлой жизни и учебы Сфероиды используются для изучения будущих жизней, а цилиндрические порталы для путешествия в другие миры, чтобы иметь лучшую перспективу Иногда я проплываю мимо больших центров активной деятельности душ, подобных аэропорту, в которых люди сообщаются телепатически Эти центры представляют собой огромные призматические колеса с линиями спицами, изогнутыми в противоположную от вас сторону Там очень оживленно, но все хорошо организовано Смеется, вы не можете ворваться туда слишком стремительно Иначе вы промахнетесь и пропустите ту особую линию, которая вам нужна в том или ином огромном центре Эти центры являются своеобразными портами зад хода, где уполномоченные души направляют движение и консультируют путешествующих Все движения и перемещения происходят мягко и плавно, и там слышны прекрасные гармоничные звуки За которые души могут ухватиться при помощи своих вибраций, придерживаться их на своем пути к месту назначения В индийских упанишадах есть высказывания о том, что наши чувства сохраняются в памяти после смерти Я убежден, что этот древний философский текст делает совершенно правильное допущение, что чувства Эмоции и человеческое эго являются путем к бесконечно огромному опыту, который обеспечивает бессмертное я физическим сознанием Эти сантименты были очень убедительно выражены одним из моих пациентов Мы можем создать в мире душ все, что мы захотим, чтобы это напомнило нам о местах и вещах, которыми мы наслаждались на земле Это наше физическое стимулирование происходит почти совершенным образом, для многих оно просто идеально Но без тела Скажем, для меня это имеет привкус имитации Я люблю апельсины Я могу создать здесь апельсин и даже воспроизвести его толстую кожуру, сладкий вкус Однако это не совсем то, что мы чувствуем, когда едим его на земле В этом заключается одна из причин, почему я наслаждаюсь моими физическими воплощениями Наряду с таким признанием мне приходилось слышать и другое мнение Некоторые субъекты рассказывают, что мир душ они воспринимают как истинную реальность, а землю как иллюзию, созданную для нашего обучения И здесь нет противоречия Люди с земли несут в себе сильные ощущения вкуса Апельсины и человеческие существа находятся в гармонии друг с другом Существуют степени реальности Один тот факт, что наша вселенная является учебной площадкой, не делает ее нереальной, лишь приходящей То, что окружающая человека обстановка представляется скоротечной иллюзией, не отметает возможности того Что апельсин на земле, съеденный земным существом, действительно имеет лучший вкус, чем созданный в мире душ и съеденной душой Точно так же реальность межпространственного мира душ с его отсутствием абсолютных ценностей дает возможность душе иметь колоссальный опыт, выходящий за рамки физических понятий Когда мои субъекты видят свой духовный центр, он предстает перед ними как чудный образ В игру вступают все культурные стереотипы, смешанные с различными аспектами метафорических символов Содержащихся в человеческом уме, но эти драматические шоу в духовной жизни личности не лишены реальности Когда душа возвращается на землю с блокированной памятью, она должна приспособиться к новому мозгу, не имея осознанных воспоминаний Новый ребенок еще не имеет опыта прошлого После смерти все наоборот Для духовного гипнотерапевта существуют две силы, действующие в процессе регрессии С одной стороны перед нами ум души с его огромным объемом памяти прошлых жизней и духовной жизни С другой стороны здесь присутствует и сознательная память нынешнего тела, участвующая в живом разговоре, пока субъект находится под гипнозом Сознательный ум не пребывает в бессознательном состоянии во время гипноза Если бы это было так, субъект не мог бы говорить с гипнотерапевтом, связанной и вразумительно Память Прежде чем продолжить свой анализ того, что субъекты, находящиеся в состоянии гипноза, видят в мире душ, я хотел бы предоставить больше информации о категориях памяти и ДНК Есть люди, которые убеждены, что все воспоминания хранятся в ДНК Таким образом они формулируют аргумент в пользу того, что они называют научной позицией против реинкарнации Конечно, каждый имеет полное право не верить в реинкарнацию по ряду личных соображений, религиозных или каких-то еще Но утверждение о том, что вся память о прошлой жизни имеет генетическое происхождение и содержится в клетках ДНК Полученных нами от далеких предков, является, на мой взгляд, неудачным аргументом в силу ряда причин Подсознательные воспоминания о травме прошлой жизни могут перенести физический отпечаток тяжелых повреждений этого давно исчезнувшего тела в наше новое тело, но это не связано с ДНК Эти молекулярные коды являются совершенно новыми, и мы получаем их вместе с нашим нынешним телом Установки и убеждения, имеющиеся у души в ее уме, влияют на биологический ум Есть исследователи, которые верят, что наш вечный разум, а также энергетические отпечатки и схемы памяти прошлых жизней могут воздействовать на ДНК На самом деле существует бесчисленное множество других элементов, программирующих мыслительный процесс, которые мы приносим в наше физическое тело из сотен прошлых жизней Сюда также входит наш опыт пребывания в мире душ, где мы вообще не имеем тела Серьезным аргументом против идеи о том, что память о прошлой жизни хранится в ДНК, является огромная масса исследований, посвященных прошлым жизням людей Наши тела, которые мы имели в своих прошлых жизнях, почти никогда не бывают генетически связаны с нашей нынешней семьей Я мог быть членом семьи Смитов, как и другие души из моей группы, водной жизни И все мы могли принять решение быть частью семьи Джонсов в нашей следующей жизни Но мы никогда не возвращаемся в семью Смитов, что я уже более подробно объяснял в главе 7 Субъект, например, мог быть в прошлых жизнях кавказцем, азиатом и африканцем без какой-либо наследственной преемственности Более того, как наши воспоминания о нашем пребывании в других мирах, в других видах жизни могут исходить из клеток человеческого ДНК, существующих только на Земле Ответ прост Так называемая генетическая память является в действительности памятью души, исходящей из подсознательного ума Я различаю три категории памяти 1. Сознательная память Это состояние мысли относится ко всей памяти, которая хранится в мозгу нашего биологического тела Она проявляется сознательным эго, или я, которое адаптировано к нашей физической планете На сознательную память влияют наш сенсорный опыт и все наши биологические примитивные инстинктивные побуждения, а также эмоциональные переживания Она может быть ошибочной, потому что существуют защитные механизмы в отношении того, что она получает и оценивает через впечатление пяти чувств 2. Бессмертная память Воспоминания этой категории, похоже, приходят через подсознательный ум На сверхсознательный ум большое влияние оказывают телесные функции, не подвластные сознательному контролю Бессмертная память хранит воспоминания о наших истоках в этой жизни и в других физических жизнях Она является хранилищем значительной части нашей души, потому что подсознательный ум формирует мост между сознательным и сверхсознательным умом 3. Божественная память Эти воспоминания исходят из нашего сверхсознательного ума, который находится в душе Совесть, интуиция и воображение выражаются через подсознательный ум, но исходят они именно из этого высшего источника Наш вечный ум души эволюционировал из высшей отвлеченной мыслительной энергии, которая находится вне нас Может показаться, что вдохновение берет начало в бессмертной памяти, но за пределами нашего телесного ума существует высший разум, который составляет часть божественной памяти Источник этих божественных мыслей иллюзорный Иногда она представляется нам личной памятью, хотя в действительности божественная память является информацией, исходящей от существ, участвующих в нашем бессмертном существовании Центры сообществ Мой следующий случай иллюстрирует визуальные ассоциативные впечатления, которые субъекты, находящиеся в сверхсознательном состоянии, переводят на язык воспоминаний о своем возвращении домой В этих описаниях фигурируют отождествления с образами Древней Греции, что вовсе не редкость Я слышал о таких футуристических и сюрреалистических визуализациях, что их едва ли можно сравнить с какими-либо земными объектами И пациенты говорят, что невозможно словами описать образы, которые они видят там Когда они пересекают врата и вступают в пространство, где они начинают входить в контакт с другими духами, они оживляются В случае 27 субъект, чье духовное имя Эриен, ассоциирует увиденное ею после ее последней жизни с древнегреческим храмом Возможно, это и не удивительно, поскольку так много моих субъектов воплощались в период расцвета Древней Греции, когда она явилась лучом света высокой цивилизации в варварском мире Она оставила миру огромное наследие в искусстве, философии и государственности Древнегреческое общество стремилось соединить рациональное мышление с духовным, и об этом вспоминают те пациенты, которые жили в том золотом веке Последняя жизнь Эриен в Древней Греции приходится на второй век до нашей эры, как раз перед началом нашествия римлян Случай 27 Доктор Ньютон Что вы видите, Эриен, приближаясь к вашему духовному центру? Субъект Прекрасный греческий храм с белыми мраморными колоннами Доктор Ньютон Вы сами создаете этот образ храма, или кто-то другой помещает его в ваш ум? Субъект Он действительно находится передо мной Такой же, каким я помню его Но Кто-то еще, возможно, помогает мне мой гид Я не уверена Доктор Ньютон Вам знаком этот храм? Субъект Улыбаясь, я так хорошо его знаю Он связан с самой кульминационной из всех значительных жизней И я уже давно не знал о такой жизни на Земле Доктор Ньютон Почему? Что есть в этом храме такого, что имеет для вас столь огромное значение? Субъект Это храм Афины, богини мудрости Я была жрицей вместе с тремя другими Наша работа заключалась в том, чтобы поддерживать огонь знания Огонь находился на плоском гладком камне в центре храма С писанием, выгравированным на нем Доктор Ньютон Что означает «писание»? Субъект Пауза О По существу Поиск истины обо всем И путь поиска истины заключается в том, чтобы стремиться к гармонии и красоте в том, что окружает нас в жизни Доктор Ньютон Как бы не понимая, но и это все, что вы делали Просто следили за тем, чтобы огонь не угас Субъект С некоторым раздражением, нет, это было местом учебы, в которой могли участвовать женщины Пламя символизировало священный огонь устремления к истине в наших сердцах Мы верили в святость одного Бога со многими меньшими божествами, представляющими части этой центральной власти Доктор Ньютон Вы хотите сказать, что вы и другие женщины придерживались монотеистических убеждений? Субъект Улыбаясь, да, и наша группа не укладывалась в рамки господствующего в храме понимания Авторитеты воспринимали нас просто как женщин с чистыми сердцами, а не как интеллектуальную группу Большинство из них не понимало, что мы из себя представляли Они видели Афину в одном свете, а мы в другом Для нас это пламя означало, что разум и чувства не противоположны друг другу Для нас храм возносил ум выше всяких предрассудков Мы также верили в равенство полов Доктор Ньютон Такого рода радикальное мышление могло войти в противоречие с господствовавшими тогда в обществе патриархальными устоями, не так ли? Субъект В конечном итоге, да Их терпимость иссякла, и в наших собственных рядах возник обман и интриги, а затем и предательство Наши мотивы стали вызывать сомнения Теряющая свою силу женофобное государство разогнало нашу группу, чувствуя, что она вносила свой вклад в его разложение Доктор Ньютон И после этой серии жизней в Греции вы пожелали иметь этот храм в мире душ Субъект Внутри которой они были разбиты на более маленькие скопления Первичные группы, в состав которых входило от 3 до 25 душ Ее собственное скопление находилось где-то посередине с правой стороны На обратном пути в этот храм ее сопровождал ее гид Затем она описала, как воспринимает вход в него возвращающаяся душа Приведенная ниже сцена повторяется из случая в случай И в ней бывает задействовано большое количество групп, независимо от особенностей структуры В сверхсознательном уме людей эти скопления душ могут находиться также и в амфитеатре, во внутренних покоях дворца или в школьной аудитории Доктор Ньютон Эйриен, что вы чувствуете, когда совершаете свой путь через эту толпу душ к своему сообществу? Субъект Взволнованно, это чувство подъема и благоговения одновременно Вместе с моим гидом мы продвигаемся вперед, лавируя между группами, в одних из которых души сидят образуя круг, а в других стоят и беседуют Вначале большинство людей не обращают на меня никакого внимания, потому что мы не знакомы им Души, мимо которых я прохожу, могут кивнуть головой в знак вежливого приветствия Далее примерно на середине пути души при виде меня оживляются в большей степени Человек, который был моим возлюбленным две жизни назад, встает, целует меня и спрашивает, как у меня дела Все больше людей из других групп начина Около половины моих пациентов видят на своем пути домой большие группы душ Другая половина сообщает, что вернувшись, они видят только свою собственную группу Визуальные образы больших или маленьких скоплений душ могут варьироваться у одной и той же души после различных ее жизней Первичная группа душ, с которой мы наиболее тесно связаны, может представать перед одним и тем же субъектом и как люди, отдыхающие где-нибудь в поле усеянном цветами Независимо от окружающей обстановки в ней или внутри какого-либо помещения, большинство субъектов, возвращаясь в свою группу, видят то, что изображено на рисунках 2 и 3 В этих случаях поблизости не наблюдается больше никаких других групп На рисунке два души, приветствующие только что прибывшего, в основном стоят в кучке, по очереди выходя вперед На рисунке три души формируют вокруг прибывшего полукруг Большинство моих субъектов рассказывают именно о такой форме приветствия в полукруге Описание подобной встречи будет дано в случае 47, глава 7 Те субъекты, которые сообщают о том, что сразу же по окончании жизни они направляются в классные комнаты, имеют в уме ясную картину коридоров, которые соединяют ряд помещений для учебы И они безошибочно находят свое помещение В этих случаях их группа, как правило, прерывает свою деятельность, чтобы поприветствовать вновь прибывшего На рисунке четыре представлена обычная схема учебного центра, где работают многочисленные группы душ Постоянство с которым повторяются сообщения об устройстве, показанном на рисунке, четыре поразительно Лишь очень небольшой процент моих субъектов говорит, что их первая встреча с группой душ происходит в пустом пространстве без каких-либо декораций Отсутствие пейзажей или физических структур длится недолго, даже в умах этих людей Классные комнаты Любые собрания душ вне классов, в том числе в больших холлах, указывают на то, что настало время для общения и отдыха Это не означает, что здесь не происходит серьезных дискуссий На рисунке представлена фаланговая позиция членов первичной группы, приветствующих возвращающуюся душу, а с гидом группы Б позади Здесь многие души выстраиваются одна за другой, пока не подойдет их очередь приветствовать вновь прибывшую душу Просто деятельность душ в этих местах не так строго организована, как в классах Вот типичное описание данное субъектом, который направляется в учебный центр Мой гид вводит меня в звездообразную структуру, и я знаю, что это место моего обучения Это круглое, с куполом, центральное помещение, которое теперь пусто Я вижу коридоры, расходящиеся в противоположных направлениях, и мы движемся к одному из залов, где находятся классные комнаты Все так устроено, что они не располагаются друг против друга Это придумано для того, чтобы мы не доставляли беспокойство душам в другой комнате В каждом классе в среднем от 8 до 15 душ, работающих за партами Я знаю, что это звучит нелепо, но это то, что я вижу Проходя вместе с моим гидом к холлу, я замечаю, что в некоторых классах души тихо обучаются каждый сам по себе В то время как в других они собираются по 2-5 человек Встречаются комнаты, где ученики внимательно слушают инструктора, читающего лекцию у доски Когда я вошел в мою комнату, все прервали свои занятия и приветствовали меня улыбками Кто-то помахал мне, а кто-то встретил радостными возгласами, словно они ожидали меня Те, кто находился около двери, сопроводили меня на место, и я приготовился участвовать в уроке Все это время, которое я отсутствовал, похоже на короткую прогулку за пакетом молока в магазин до углу Большинство моих субъектов визуализируют структуры своих духовных классов как одноэтажные помещения Хотя есть и исключения, такие как следующий случай с душой промежуточного уровня по имени Роделф Случай 28 Доктор Ньютон Роделф, опишите мне, что вы видите, приближаясь к месту своего назначения, месту своего обитания в духовном мире Субъект Когда я подхожу к своему кокону, я вижу вокруг спокойный мирный сельский пейзаж, в котором царит атмосфера парка отдыха Я вижу скопление пузырей, гладких и прозрачных, в которых находятся души Доктор Ньютон Вы узнаете свой кокон? Субъект Да Но несмотря на это, требуется время, чтобы снова привыкнуть У меня все получается Я могла сделать это сама, но мой гид Тахама, которая выглядит как американская индианка, сопровождает меня в этом путешествии Потому что она знает, что я устала после долгой и тяжелой жизни Субъект умерла в возрасте 83 лет в 1937 году Она так внимательно Доктор Ньютон Хорошо, опишите мне ваш кокон Субъект Я вижу мой кокон как большой пузырь Это школьное здание, разделенное на 5 этажей Внутри пузырей много ярких цветных точек энергии душ Доктор Ньютон Они прозрачны, вам все видно снаружи Субъект Полупрозрачны С молочным оттенком Доктор Ньютон Хорошо, теперь войдите внутрь и опишите, как вы видите эти 5 этажей и что они значат для вас Субъект 5 этажей прозрачные и выглядят как стеклянные Каждый этаж связан с другим лестницей с отсеком для обучения в одном из ее концов На каждом этаже находятся группы, проходящие инструктаж Я вступаю на второй этаж, где группа начального уровня примерно 18 душ Слушает приходящего лектора по имени Байон Я знаю ее, ей хорошо известны ловушки, поджидающие молодых людей Она строга и в то же время нежна Доктор Ньютон Вы знаете всех учителей в этой школе? Субъект Конечно Я являюсь одним из них, правда начинающим Пожалуйста, не думайте, что я хвастаюсь Я пока учусь быть учителем, но испытываю от этого чувство гордости Доктор Ньютон Так и должно быть, Роделф Скажите мне, на каждом этаже по одной первичной группе душ Субъект Колеблется, ну на первых двух, да, а на третьем работают 12 групп Верхние этажи заняты душами из других групп, работающими по своим индивидуальным специальностям Доктор Ньютон Роделф Это то же самое, что и независимые учебные программы Субъект Да, это близко к истине Доктор Ньютон Хорошо, что дальше происходит с вами Субъект Тахама говорит, где мне нужно быть Она напоминает, что мне следует подняться на четвертый этаж Но я могу сделать это, когда захочу Затем она покидает меня Доктор Ньютон Почему она это делает? Субъект Ну, знаете Наши гиды в этом центре придерживаются с нами отношений типа учитель-студент Они стараются не быть с нами слишком фамильярными В смысле общения из-за их Профессионального статуса Я не хочу, чтобы показалось, что они ведут себя как напыщенные профессора на земле Есть разница Учителя высокого ранга, как мой другой гид Рилон Держат учеников на некотором расстоянии, когда не заняты их обучением Чтобы предоставить им свободу и дать возможность индивидуально проявляться в своем кругу Они чувствуют, что для развития учеников важно, чтобы их не опекали все время Доктор Ньютон Это очень интересно Пожалуйста, продолжайте, Роделф Субъект Тахама сказала, что мы встретимся позже Честно говоря, я еще не совсем настроилась на это место Просто я обычно именно так возвращаюсь Мне всегда требуется время, чтобы акклиматизироваться Поэтому я собираюсь отдохнуть и повеселиться с детьми на первом этаже Доктор Ньютон Детьми Вы называете эти души уровни Айдетьми Субъект Смеется Теперь я сама выгляжу несколько напыщенным Мы так называем начинающих, которые могут проявлять себя как дети в процессе своего развития Эта группа действительно только начинает Они признают меня, потому что я всегда активна и деятельна с ними Я знаю тех, кто повторяет одни и те же ошибки из-за недостатка самодисциплины Они не прилагают больших усилий, чтобы продвигаться в своем развитии Я не задерживаюсь у них слишком долго, потому что я не хочу отвлекать их от урока Байона Доктор Ньютон Как относится учитель к отстающим? Субъект Откровенно говоря, учителя, работающие с учениками уровня Ай, действительно устают от некоторых учащихся Которые чуть ли не отказываются двигаться дальше, поэтому они оставляют их на некоторое время в покое Доктор Ньютон Вы хотите сказать, что учителя перестают возиться с трудными учениками? Субъект Вы должны понять, что учителя обладают бесконечным терпением, потому что время здесь не имеет значения Они согласны ждать до тех пор, пока ученику надоест топтаться на месте и они возьмутся за ум Доктор Ньютон Понимаю Пожалуйста, продолжайте свой обход школы Субъект Я смотрю вверх, сквозь стеклянный потолок на третий этаж Именно сюда я и направляюсь Мне на самом деле не нужна лестница, но в моем уме она запечатлелась как конструкция, необходимая для перехода с этажа на этаж Поднявшись на третий этаж, я вижу подростков Они подобны гиперактивным тинейджерам Переполненным энергией Как губки быстро поглощают массу информации и пытаются действовать исходя из этого знания Они учатся зажимать себя, но многие все еще не знают, как лучше всего реагировать на окружающих Доктор Ньютон Как учитель, можете ли вы сказать, что эти души являются эгоцентричными? Субъект Смеется это нормально, как и постоянное потребное во внешней стимуляции Более серьезно, я еще недостаточно квалифицирована, чтобы учить учеников этого уровня Здесь ответственная Энит, она следит за дисциплиной и при этом имеет большое сердце Как раз сейчас у них перерыв Мне доставляет удовольствие видеть их, потому что они выспрашивают у меня о том, какой опыт я приобрела на земле Скоро мне нужно будет отправляться на четвертый этаж Доктор Ньютон Что будет, если один из этих учеников последует за вами на четвертый этаж? Субъект Улыбается, время от времени какой-нибудь любопытствующий забредает в зоны более продвинутых душ Это подобно тому, как если бы третий классник попал в шестой класс Ребенок бы растерялся На земле его могут немного подразнить, но кто-нибудь тихо отведет его назад То же самое и здесь Доктор Ньютон Ну что ж, я думаю, вы готовы провести меня на четвертый этаж Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями об этом месте Субъект Радостно, это моя зона И здесь мы подобны молодым, но уже взрослым людям Многие из нас учатся быть учителями Здесь больше серьезных ментальных задач Сейчас мы работаем над сдержанностью, чтобы не реагировать прямо на ситуации Мы учимся защищать и информировать, быть на чеку и видеть душу другого через свет в его глазах В нашей повседневной земной круговерти Доктор Ньютон Вам знакомы присутствующие здесь души? Субъект О, я вижу Илона Это ее муж в прошлой и нынешней жизнях и главная родственная душа Он появился передо мной таким, каким он был в нашей последней совместной жизни Илона оживляет мою уставшую энергию своей любовью, словно зажег огонь в остывшей печке Я долгое время была вдовой Сдерживая слезы, сейчас на несколько мгновений мы погрузились в океан счастья Доктор Ньютон После паузы узнаете еще кого-нибудь Субъект Здесь все Здесь и Сент, ее мать в нынешней жизни И Блей, лучшая подруга в ее нынешней жизни Внезапно я хочу ненадолго подняться на пятый этаж и встретиться с моей дочерью Анной, также в нынешней жизни Доктор Ньютон Расскажите мне что-нибудь о пятом этаже Субъект Там только три души, и снизу они выглядят как бесформенные тени золотистого и серебристо-синего оттенка Такая теплота и любовь наполняет эти души, которых можно назвать уже совершенно взрослыми Они начинают проявлять мудрость, помогая душам наилучшим образом использовать свои человеческие тела Я чувствую, что они испытывают большее присутствие в себе божественной сущности Они находятся в гармонии со своим существованием Когда они возвращаются из физической жизни, им в отличие от меня нет надобности адаптироваться Доктор Ньютон Где же старшие взрослые, такие как гиды, старейшие другие, подобные им? Субъект Их нет в этом пузыре, мы встречаемся с ними в других местах Библиотека книг жизни Многие из моих пациентов рассказывают о том, что вскоре после воссоединения со своей группой душ они оказываются в исследовательской библиотеке Я вынужден принять идею о том, что это обязательный момент в процессе обучения Немедленно начать глубокое изучение нашей прошлой жизни После того, как в своей первой книге я описал место, где хранятся записи нашей жизни Люди стали просить меня о том, чтобы я дал им больше информации об этом Люди, рассказывающие о своем духовном доме с помощью языка земных образов, также описывают и библиотеку И эти описания повторяются из случая в случай На земле библиотека представляет систематизированное собрание книг, расставленных в соответствии с тематикой и авторами Название духовных книг жизни содержит имена моих пациентов Это может показаться странным, но если бы мы работали с разумным морским существом с планеты 10 Которое никогда не было на земле и чем местом обучения был океан или другой водоем Я уверен, что именно в таком виде оно увидело бы и мир душ Я уже рассказывал о духовных классах и других соседних небольших помещениях, где общаются члены первичных групп В том числе еще более маленькие изолированные комнаты, где души могут находиться в полном одиночестве, спокойно занимаясь учебой Библиотека – нечто совсем другое Все рассказывают, что помещение, где находятся книги жизни, представляет собой огромный зал прямоугольной формы с книгами Расположенными вдоль стен и многочисленными душами, занимающимися за столами, и похоже, что они не знакомы друг с другом Когда мои субъекты рассказывают о духовной библиотеке, они описывают ее так, как показано на рисунке 5, этот образ доминирует в их уме В этом пространстве библиотечные гиды являются душами-архивариусами, ответственными за книги Это спокойные и тихие почти монашеского типа существа, которые помогают как гидам Так и студентам из многочисленных первичных групп находить необходимую информацию эти духовные библиотеки оказывают душам самую разнообразную помощь, в зависимости от уровня их знания Душам могут помогать либо их гиды, либо архивариусы, или те и другие Некоторые из моих пациентов, вернувшись в мир душ, самостоятельно отправляются в библиотеку, в то время как других всегда сопровождают их гиды Гид может привезти своего ученика в библиотеку и затем покинуть помещение И тут могут возникнуть некоторые затруднения, в том числе сложность темы исследования и особенности отрезка времени, который просматривает ученик В этих учебных залах ученики иногда работают парами, но в основном занимаются исследованием самостоятельно, после того как архивариус помогает им найти нужную книгу жизни Согласно восточной философии, каждая мысль, слово и дело каждой нашей прошлой жизни, вместе со всеми событиями, в которых мы участвовали, записаны в книге Акаши Можно также с помощью специалистов увидеть возможности будущих событий Слово Акаша по существу означает квинтэссенцию вселенской памяти, которая записывает каждую энергетическую вибрацию бытия, как аудио-видео аппаратура Я уже осуждал связь между божественной, бессмертной и сознательной памятью Формирование наших человеческих представлений в духовных библиотеках, находящихся вне времени пространств Где мы изучаем упущенные возможности и свою ответственность за прошлое действие, является примером подобных связей между разными категориями памяти На Востоке считается, что сущность всех событий прошлого, настоящего и будущего, сохраняется в результате удерживания внутри энергетических частиц и затем раскрывается в священных духовных стенах благодаря регулированию вибраций Мне кажется, что само понятие о личных духовных записях о каждом из нас зародилось не в Индии, нигде бы то ни было на Земле Оно исходит из наших умов, которые уже имеют знания об этих записях из жизни между жизнями Мне представляется тревожным признаком то, что некоторые аспекты этих обнаруженных воспоминаний о духовных библиотеках могут быть разрушены определенными системами убеждений, которые нацелены на запугивание людей Есть такие восточные культуры, которые утверждают, что книги жизни являются аналогами духовных записей, которые могут быть использованы как свидетельства против души Видения духовных библиотек толкуются как сцены, в которых подготавливаются материалы против греховных душ, базирующиеся на их кармических записях Далее эти ложные концепции отправляют нас в место ужасного суда, где нам Предъявляется обвинение и выносится приговор на основании свидетельств о проступках души в прошедшей жизни Есть такие экстрасенсы, которые заявляют, что они имеют особое право доступа к событиям будущего через записи Акаши И что только работая с ними они могут оградить своих последователей от катастрофы Человеческая сумасбродная фантазия не знает границ, когда дело касается запугивания людей Ярким пример тому – угроза ужасного наказания для тех, кто кончает жизнь самоубийством Это верно, что страх остаться за пределами рая является определенным сдерживающим фактором для самоубийц, но это неверный подход Я заметил, что в последние годы даже католическая церковь стала менее категорично заявлять о том Что самоубийство является смертным грехом, который влечет за собой крайне суровое духовное наказание В настоящее время существует одобренный Ватиканом текст, который утверждает, что самоубийство противоречит закону природы Но добавляет, что существует одному Богу известная возможность благотворного раскаяния Благотворное означает ведущая к какой-то хорошей цели Мой следующий случай представляет субъекта, который убил себя в своей прошлой жизни Она описывает свое исследование этого своего действия в стенах библиотеки Раскаяние в мире душ часто начинается именно здесь Поскольку я еще буду рассматривать ее самоубийство, я на некоторое время отвлекусь от того, что происходит в библиотеке И обращусь к некоторым вопросам, которые мне задавали о самоубийстве и последующей расплате в мире душ Когда я работаю с пациентами, которые в своей прошлой жизни совершили самоубийство, первое, что они восклицают после своей смерти, это Господи, как же я мог совершить такую глупость? Это физически здоровые люди, не страдающие какой-либо неизлечимой болезнью Самоубийство, совершенное человеком молодым или старым, чье физическое состояние сделало его жизнь неполноценной Сведя ее практически к нулю, расценивается в мире душ иначе, чем самоубийство, совершенное физически здоровыми людьми Хотя все случаи суицида рассматриваются с пониманием, людей, которые убили себя, имея при этом здоровое тело, действительно ожидает расплата В моей практике души, которые так или иначе помогали тем, кто невыносимо страдал, уйти из жизни или сами добровольно умирали, не испытывали впоследствии чувства поражения или вины В разделе по священному свободе воли в главе 9 я дам реальный пример такого рода смерти, выбранной братом и сестрой Когда на нашу долю выпадают невыносимые физические страдания, мы имеем право освободить себя от боли и унижения Я нахожу, что в мире душ для души не считается позорным добровольно оставить искореженное тело, наложить на себя руки или освободиться от страданий при помощи другой сострадательной души Я работал с достаточно большим количеством людей, которые пытались совершить самоубийство еще до встречи со мной, и мне кажется, что моя работа с ними помогла им Некоторые из них в момент нашей встречи еще находились в состоянии эмоционального расстройства, тогда как другие уже отбросили всякие мысли о самоубийстве Но я понял одну вещь К людям, которые говорят, что они не принадлежат Земле, нужно относиться всей серьезностью Они даже могут быть потенциальными субъектами суицида В моей практике такие пациенты попадают в одну из следующих духовных категорий 1. Молодые и чрезвычайно чувствительные души, которые начали воплощаться на Земле, но провели здесь еще очень мало времени Некоторые души этой категории с трудом приспосабливаются к человеческому телу Они чувствуют, что само их существование находится под угрозой уже потому, что оно столь сурово и жестоко 2. Молодые и старые души, которые воплощались на других планетах до прихода на Землю Если эти души жили в мире менее суровом, чем Земля, их может подавить примитивность эмоций и высокая плотность человеческого тела Это гибридные души, о которых я уже говорил в предыдущей главе Они особенно чувствуют, что находятся в чуждом им теле 3. Души ниже уровня 3, которые воплощались на Земле с самого начала, но не очень хорошо соединились со своим нынешним телом Эти души заключили жизненный контракт с телом, чей ум или физическое эго радикально отличается от их бессмертной души И они, похоже, не могут найти себя в этой жизни Что случается с душами, которые, имея здоровое тело, совершили самоубийство? Эти души рассказывают мне, что они чувствуют, как умаляется их достоинство в глазах их гидов и товарищей по группе Из-за того, что они разорвали свой жизненный контракт Ущемляется гордость из-за упущенной возможности Жизнь – это дар, и значительная часть энергии была потрачена на выделение определенного тела для нас Мы являемся хранителями этого тела и таким образом нам оказывают особое доверие Мои пациенты называют это контрактом Особенно, когда молодой здоровый человек совершает самоубийство Наши учителя считают этот акт проявлением явной незрелости и вопиющим пренебрежением своей ответственностью Наши духовные мастера надеются на наше мужество, с которым мы достойно завершим свою жизнь, как бы тяжело нам ни было Они бесконечно терпеливы с нами, но в случае повторного самоубийства их терпимость и прошение приобретают другой оттенок Я работал с молодым пациентом, который пытался покончить с собой за год до нашей встречи Во время сеанса гипноза мы обнаружили, что он уже убивал себя в прошлых жизнях Когда он предстал перед советом старейших после своей предыдущей жизни, один из них сказал ему следующее Ты опять появился здесь слишком рано, и мы разочарованы Разве ты не понял, что-то же испытание становится все тяжелее с каждой новой жизнью, которую ты обрываешь Твое поведение эгоистично по многим причинам, и не самое последнее из них Это то, что ты причиняешь боль тем, кто любил тебя Как долго ты еще будешь отвергать совершенно нормальные тела, которые мы тебе даем Скажи нам, когда ты будешь готов к тому, чтобы прекратить погружаться в жалость к самому себе и недооценивать свои возможности Я думаю, что я не слышал более суровой, чем это, оценки членом Совета акта суицида, совершенную моим субъектом в его прошлой жизни Несколько месяцев спустя этот пациент написал мне о том, что если ему в голову и приходили мысли о самоубийстве То он гнал их прочь, не желая больше убив себя снова, встретиться лицом к лицу с этим старейшим Небольшое постгипнотическое внушение с моей стороны сделало для него эту сцену легко вспоминаемой и служащей в качестве сдерживающего фактора В случаях суицида, совершаемого людьми, имеющими здоровое тело, с душами случается одна из двух вещей Если это неповторное самоубийство, часто душу быстро отправляют в новую жизнь по ее собственной просьбе, чтобы наверстать упущенное время Это может произойти лет через пять после их смерти на Земле Обычная душа убеждена, что важно вернуться прямо на вышку для прыжков в воду после того, как в прошлой жизни они неудачно шлепнулись животом Кроме того, как человеческие существа, мы обладаем естественным инстинктом выживания И большинство душ упорно борется за то, чтобы остаться в живых Для тех, кто уже хронически проявляет склонность выходить из игры, как только становится туго, существуют места для покаяния Это не места обитания кошмаров и ужасов в каких-то темных низких регионах, предназначенных для грешников Эти души не наказывают в ужасных чистилищах Они добровольно отправляются в прекрасный планетарный мир, где есть вода, деревья и горы, но больше никакой другой жизни нет Они ни с кем не имеют контакта в этих местах уединения, за исключением спонтанных посещений гида, который приходит, чтобы помочь им в их размышлениях и самооценке Места изоляции бывают самыми разными, и должен признать, они представляются ужасно скучными Может быть, в этом-то и суть дела В то время, пока вы сидите на своей скамье, пропуская несколько игр, ваши товарищи по команде продолжают решать сложные задачи в своих новых жизнях Это лекарство, кажется, срабатывает, потому что эти души возвращаются в свои группы, чувствуя себя восстановленными Но при этом сознавая, что пропустили много возможностей своего совместного развития с друзьями Тем не менее, есть души, которые не могут приспособиться к земле Я слышал, что некоторых направляют воплощаться в другие миры Следующие два случая демонстрируют духовные библиотеки и то, как чтение имеющихся в ней записей влияет на души Оба случая рассматривают варианты альтернативной реальности Женщине в случае 29, покончившая с собой в прошлой жизни, будет показана серия альтернативных вариантов выбора Которые она могла сделать в ее прошлой жизни одновременно в четырех сосуществующих временных последовательностях Первая линия времени представляет ее реально свершившуюся жизнь И она там скорее наблюдатель, чем участник демонстрируемых сцен В случае 30 используется лишь одна сцена с измененной реальностью Где душа драматическим образом вступает в события своей прошлой жизни, чтобы действительно почувствовать иные последствия Оба случая призваны показать множество путей в жизни, зависящих от нашего выбора Наши гиды определяют наиболее эффективные средства самоанализа в библиотеке Процесс самого исследования и его масштабы уже зависят от служащих в библиотеке архивариусов Случай 29 Эйми недавно вернулась в мир душ из маленькой фермы в Англии, где она покончила с собой в 1860 году в возрасте 16 лет Этой душе пришлось ждать 100 лет, прежде чем она смогла вернуться на землю Из-за того, что ее сомнения и неуверенность в себе мешали ей справляться со сложными жизненными обстоятельствами Эйми утопилась в деревенском пруду, потому что она была на втором месяце беременности, не будучи замужем Ее возлюбленный Томас за неделю до этого упал с крыши, которую он ремонтировал и разбился Я узнал, что оба были сильно влюблены друг в друга и собирались пожениться Эйми сказала мне во время сеанса, что когда Томас погиб, она решила, что ее жизнь тоже закончилась Эйми не хотела ставить свою семью в неудобное положение из-за слухов, которые могли расползтись по деревне Вся в слезах, эта пациентка сказала Я знала, что они назовут меня шлюхой, и если я сбегу в Лондон, то именно такая судьба и будет уготована для бедной девушки с ребенком В случаях суицида гид души может предложить уединение восстановления и исправления энергии Быстрое возвращение на землю или какие-нибудь комбинированные решения Когда Эйми переступила через черту жизни и смерти, ее гид Лайкика и душа Томаса встретили ее, чтобы немного успокоить Вскоре она осталась одна с Лайкика в прекрасном саду Эйми чувствовала, что Лайкика разочарован, и она ожидала, что ее будут ругать за недостаток мужества Она сердито спросила своего гида, почему жизнь оказалась не такой, как было запланировано в самом начале До своего воплощения она не видела в предстоящей жизни варианта суицида Эйми думала, что она должна была выйти замуж за Томаса, иметь детей и жить счастливо в своей деревне до преклонного возраста Она чувствовала, что кто-то будто выбил стул из-под нее Лайкика объяснил, что смерть Томаса была одним из альтернативных вариантов в этом его жизненном цикле И что она имела возможность сделать лучший выбор, чем убивать себя Эйми узнала, что для Томаса его решение забраться на высокую, крутую и скользкую крышу было одним из вероятных Скорее всего потому, что ум его души уже решил, что этот несчастный случай должен стать для нее проверкой Позже я узнал, что Томас близко подошел к решению не соглашаться на ремонт крыши Из-за того, что внутренние силы побуждали его принять другой путь Очевидно, что все в этой группе душ видели, что у Эйми было больше возможности выжить Чем она сама допускала для себя, хотя и в своих ранних жизнях она демонстрировала не очень стойкое поведение Оказавшись по другую сторону, Эйми подумала, что все это испытание было жестоким и ненужным Лайкика напомнил Эйми, что в ряде ее жизней за ней наблюдались факты самобичевания И что если она собирается когда-нибудь помогать другим выжить, она должна пройти через это испытание сама Когда Эйми ответила, что у нее не было другого выбора, чем убить себя, учитывая условия викторианской Англии Она обнаружила, что находится в библиотеке Доктор Ньютон Где вы сейчас находитесь? Субъект Несколько дезориентированно, я в учебном заведении Готика Каменные стены Длинные мраморные столы Доктор Ньютон Почему вы думаете, что находитесь именно в таком здании? Субъект Пауза В одной из своих жизней я была монахом в Европе в 12 веке Я любила старый монастырь, в котором можно было тихо заниматься учебой Но я знаю, где я сейчас нахожусь Это библиотека великих книг Записей Доктор Ньютон Многие люди называют их книгами жизни Вы это имеете в виду? Субъект Да мы все пользуемся ими Пауза субъекта что-то отвлекло Ко мне приближается очень обеспокоенный старый человек в белых одеждах Доктор Ньютон Что он делает ими? Субъект Он несет свернутые рукописи и карты Он что-то бор мочит и кивает в мою сторону головой Доктор Ньютон Как вы думаете, что он хочет вам сказать? Субъект Пауза что? У меня не было серьезных оснований восс вращаться сюда так рано Доктор Ньютон Серьезных оснований Субъект Прерывая, ну Таких как ужасная боль или неспособность нормально функционировать в жизни Доктор Ньютон Понимаю Расскажите мне, что дальше делает этот библиотекарь Субъект Я вижу огромное открытое пространство, где за длинными столами расположилось много душ с книгами Но сейчас я направляюсь не туда Пожилой человек ведет меня в одну из маленьких комнат, где мы можем побеседовать, не беспокоя других Доктор Ньютон Что вы думаете об этом? Субъект С готовностью, я полагаю, что прямо сейчас мне требуется особое внимание Комната очень простая Один стол и стул Пожилой человек вносит большую книгу и устанавливает ее передо мной, как телевизионный экран Доктор Ньютон Что вы должны делать? Субъект Резко сосредоточь все свое внимание на нем Сначала он устанавливает свой свиток передо мной и открывает его Затем он указывает на ряд линий, представляющих мою жизнь Доктор Ньютон Пожалуйста, здесь помедленней и объясните мне, что эти линии означают для вас и ими Субъект Это линии жизни, мои линии Толстые, широко отстоящие друг от друга линии представляют серьезное переживание в нашей жизни и возраст, в котором они вероятнее всего должны произойти Более тонкие линии пересекают или ответвляются от главных и представляют ряд других Обстоятельств Доктор Ньютон Я слышал, что эти менее заметные линии являются теми возможностями, которые альтернативны вероятностным действиям Вы это имеете в виду? Субъект Пауза Да это так Доктор Ньютон Что еще вы можете мне рассказать о соотношении толстых и тонких линий? Субъект Толстые линии подобны стволу дерева, а более мелкие ветвям Я знаю, что толстая линия была моим главным путем Па Жилой человек указывает мне на эту линию и немного журит по поводу того, что я свернула на тоненькую, приведшую к концу Доктор Ньютон Понимаете, Эми, несмотря на то, что этот архивариус беспокоится из-за этих линий, они действительно представляют ряд возможностей вашего выбора С точки зрения кармы, мы все время от времени оказываемся на развилке и сворачиваем мне на ту дорогу Субъект Возбужденно, да, но это серьезно Он считает, что я совершила не просто маленькую ошибку Я знаю, что его тревожит то, что я делаю Пауза и затем громко, я хочу ударить его по голове этим чертовым свитком Я говорю ему Попробуй ты моей жизни немножко Примечание Далее Эми рассказала мне, что лицо пожилого человека смягчилось И он на несколько минут покинул комнату Она думает, что он дал ей время, чтобы взять себя в руки, а сам тем временем принес другую книгу Эта книга была открыта на странице, где Эми увидела архивариуса молодым человеком, которого разрывают на части львы на арене в Древнем Риме за его религиозные убеждения Затем он откладывает в сторону эту книгу и открывает книгу Эми Я спрашиваю ее, что она видит теперь Субъект Все выглядит живым, трехмерным и цветным Он показывает мне первую страницу со Вселенной миллионов галактик Затем Млечный путь И нашу Солнечную систему Чтобы я вспомнила, откуда я пришла, словно я могла забыть Затем он перелистывает еще несколько страниц Доктор Ньютон Мне нравится такой подход, Эми Итак, что же вы видите? Субъект Ах! Кристаллические призмы Темные и светлые, в зависимости от того, какие посылаются мысли Теперь я помню, что я делала это и раньше Другие линии И картины Которые я могу мысленно передвигать вперед и назад во времени Но пожилой человек в любом случае помогает мне Примечание Мне говорили, что эти линии формируют вибрационные последовательности, которые представляют собой регулировку последовательности времени Доктор Ньютон Как вы истолкуете значение этих линий? Субъект Они формируют схемы, шаблоны картин жизни в том порядке, в котором вы хотите их увидеть, в котором вам нужно увидеть их Доктор Ньютон Я не хочу забегать вперед, Эми Просто скажите мне, что сейчас делает пожилой человек Субъект Хорошо Он переворачивает страницы, и я вижу на экране себя, в деревне которую я только что покинула Это не картинка, все живое и реальное Я нахожусь там Доктор Ньютон Вы действительно находитесь там или вы просто наблюдаете сцену? Субъект Мы можем и то и другое, но сейчас я просто наблюдаю сцены Доктор Ньютон Прекрасно, Эми Давайте понаблюдаем за сценой так, как пожилой человек демонстрирует ее вам Расскажите, что теперь происходит Субъект Мы собираемся взглянуть на Другие возможности После того, как я посмотрела на то, что я действительно совершила на пруду, меня снова переносят в сцену у пруда Пауза На этот раз я не кидаюсь в воду и не убиваю себя Я возвращаюсь в деревню Впервые рассмеялась Я все еще беременна Доктор Ньютон Смеясь вместе с ней Хорошо Переверните страницу Что теперь? Субъект Я вместе с моей матерью Айрис Я рассказываю ей, что я ношу под сердцем ребенка Томаса Она не настолько шокирована, как я ожидала Хотя она рассердилась Я выслушала ее нотации Затем Обхватив меня, она плачет вместе со мной Субъект теряет самообладание, но продолжает сквозь слезы рассказывать Я говорю ей, что я хорошая девушка, но я была влюблена Доктор Ньютон Рассказала Ли Айрис об этом отцу Субъект Это один из вариантов на экране Доктор Ньютон Проследите эту альтернативу для меня Субъект Пауза Все мы переезжаем в другую деревню И там всем рассказывают, что я вдова Несколько лет спустя я выхожу замуж за человека старше меня Это очень трудные времена Мой отец много потерял из-за того, что мы переехали, и мы стали беднее, чем были раньше Но мы сохранили семью, и жизнь в конце концов наладилась Опять плачет Моя маленькая дочь была прекрасна Доктор Ньютон Это единственный вариант действия и событий, которые вы сейчас изучаете Субъект О нет Теперь я просматриваю другой вариант Я возвращаюсь домой и признаюсь в том, что я беременна Мои родители кричат на меня и затем ругаются между собой, обвиняя друг друга Мне говорят, что они не хотят бросать нашу маленькую ферму, на которой они так тяжко трудились И уходить из деревни из-за того, что я опозорена Они дают мне немного денег на дорогу в Лондон, чтобы я попыталась найти там работу прислуги Доктор Ньютон И во что это вылилось Субъект Горько именно то, что я и ожидала Лондон не мог дать ничего хорошего Я закончила на улице, проводя ночи с разными мужчинами Вздрагивает Я умерла молодой А ребенок стал подкидышем, который в конечном итоге тоже умер Ужасно Доктор Ньютон Но во всяком случае вы пытались выжить в этой альтернативной жизни Показывают ли вам еще какие-то варианты? Субъект Я устала Пожилой человек показывает мне еще один последний вариант Думаю, есть и другие, но он прерывается здесь, потому что я его прошу об этом В этой сцене мои родители все еще считают, что мне следует уйти от них Но мы ждем, пока в деревню не придет бродячий торговец Он соглашается взять меня на свою повозку после того, как отец дает ему какую-то сумму Мы направляемся не в Лондон, а в другие деревни в этой округе В конце концов я нахожу работу в одной семье Я говорю им, что моего мужа убили Торговец дал мне медное обручальное кольцо и подтвердил мой рассказ Я не уверена, что они поверили мне Но это не важно Я поселилась в городке Я не вышла замуж, но мой ребенок растет здоровым Доктор Ньютон После того, как вы закончили просматривать вместе с пожилым человеком эти страницы и поразмыслили о некоторых альтернативах самоубийству К каким выводам вы пришли? Субъект Грустно было бессмысленно убивать себя Сейчас я знаю это Я думаю, что я знала это все время Сразу же после того, как я умерла, я сказала себе Господи, какую глупость я сделала Теперь мне снова придется проходить через все это Когда я предстала перед моим советом Они спросили, хочу ли я в ближайшее время снова пройти испытание Я сказала, позвольте мне немного подумать об этом После этого сеанса моя пациентка обсудила со мной некоторые варианты выбора, связанные с проявлением мужества, которые у нее были в нынешней ее жизни Она забеременела в подростковом возрасте и справилась с этой сложной ситуацией при помощи школьного психолога и в конечном итоге матери, которая была ее матерью Айрис и в ее прошлой жизни Они поддержали ее в решении мужественно принять то, что произошло с ней И жить несмотря на мнения окружающих В нашем сеансе мой субъект узнала, что у ее души имелась склонность раньше времени оценивать события своей жизни негативным образом Через многие ее прошлые жизни проходит мысль о том, что какое бы решение она в критический момент не приняла, оно обязательно будет ошибочным Хотя Эйми без особой охоты вернулась на землю, сегодня она женщина, обладающая большей уверенностью в себе Она провела сто лет между жизнями, размышляя о своем самоубийстве и решениях, которые она принимала в своих предыдущих жизнях Эйми музыкальная душа и как-то она сказала «Поскольку я загубила веренное мне тело, я в наказание себе совершаю своего рода аскезу Во время отдыха я не могу отправиться в музыкальное помещение, что мне всегда нравилось делать, потому что мне необходимо побыть одной в библиотеке Я пользуюсь экранами, чтобы просматривать свои прошлые действия, связанные с принятием решений, которые оказались пагубными для меня из-за дели окружавших меня людей Когда пациенты используют слово «экран», чтобы описать то, как они просматривают события, декорации могут быть различными Маленькие конференц-залы и библиотеки могут иметь столы со множеством книг, размером с телевизор Эти так называемые книги имеют трехмерные освещенные экраны Одна пациентка выразила представление большинства субъектов, сказав «Эти записи создают иллюзию книг со страницами, но они являются пластами энергии, которая вибрирует и формирует живые картинки схемы событий Размеры этих экранов зависят от степени участия души в предлагаемых обстоятельствах Например, в комнатах выбора жизни, в которых мы бываем непосредственно перед новым воплощением, экраны намного больше, чем в духовных библиотеках и классах Душам дается возможность войти в эти размеры с жизнь экраны Огромные мерцающие экраны обычно окружают душу, и они называются кольцом судьбы Я расскажу об этом кольце в главе 9 Несмотря на впечатляющие размеры экранов в помещениях выбора будущей жизни, души проводят значительно больше времени в библиотеке, просматривая различные сцены Функция меньших по размеру экранов в библиотеках заключается в предоставлении возможности постоянно наблюдать за прошлым и текущим временем на Земле Все экраны большие и маленькие, мои субъекты описывали как полотна для фильмов, похожие на водопад, в который можно войти, в то время как часть нашей энергии остается в комнате Все космические смотровые экраны являются многомерными, имеющими систему координат, чтобы записывать проспекты происшествий в космическом времени На них часто ссылаются, как на линии времени ими можно манипулировать мысленно, их сканируя Эти линии могут управляться и другими невидимыми душем существами Довольно часто субъекты в процессе сканирования используют механические приспособления, такие как пульт и рычаги управления, наборные диски и другие Очевидно, что все эти иллюзии созданы для душ, воплощающихся на Земле Независимо от размеров экрана, длина, ширина и глубина изображения в каждом кадре позволяет душе стать частью поступательной цепочки причин и следствий Могут ли души вступить в более маленькие экраны книг так же, как и в большие экраны, имеющиеся в кольце? Хотя и не существует ограничений для изучения событий во времени Большинство моих субъектов преимущественно используют меньшие экраны для рассмотрения событий прошлого, в которых они когда-то участвовали Души, вооружившись частью своей энергии и оставив остальную у пульта управления, входят в экраны одним из двух способов 1. Как наблюдатели, проникающие в сцены на Земле, как невидимые призраки, не воздействуя на события Мне это представляется как работа с виртуальной реальностью 2. Как участники, принимающие определенные роли в сценах, вплоть до изменения первоначальной реальности в ходе ее воссоздания После просмотра все возвращается к первоначальному виду, так как неизменная реальность событий прошлого в физическом мире остается той же С точки зрения души, которая принимала участие в реальном изначальном событии По ходу диалога в следующем случае станет очевидным, что невидимое существо воссоздает сцены прошлой жизни, но при этом вносит в нее изменения Все это предназначено для того, чтобы пробудить чувство сопереживания у души в этом случае, преподнести ей урок Этот случай представляет собой то, что некоторые мои пациенты подразумевают Когда говорят о вхождении в миры измененного времени и причинности через экраны в книгах с помощью пультов управления и просмотр живых картинок Хотя эти упражнения манипуляции во времени и пространстве не меняют ход исторических событий на Земле Здесь оказываются задействованными силой другого порядка Я допускаю возможность того, что память моих субъектов может демонстрировать факт их перемещения через параллельные вселенные Которые могут почти что дублировать наше собственное время-пространство Однако в духовных классах и библиотеках они не воспринимают прошлые события на Земле, как находящиеся в нереальности нашей Вселенной У меня действительно такое чувство, что то, что душа, находящаяся на Земле, может увидеть и объяснить мне, регулируется ее личным гидом Когда они попадают в комнату выбора жизни с большими слов-ножевыми, экранами, на которых будут просматривать исключительно будущее Неизменная реальность в их глазах начинает колебаться и меняться События на любом экране можно передвигать вперед или назад Их можно запустить на большой или маленькой скорости или приостановить для более детального изучения Все возможные события, в которые вовлечен наблюдатель, доступны для последующего изучения, как если бы мы использовали кинопроектор После ознакомления со случаем 30 кому-то может показаться, что событие прошлого в физической реальности не было необратимо изменено для задействованного в нем индивида Несмотря на то, что его душа существует в вечном настоящем времени мира душ Кто-то мог бы назвать эти проекции безвременными для душ, потому что прошлое может смешиваться с будущими возможностями следующей жизни, взятыми из вечно настоящего духовного времени Случай 30 Субъектом этого случая является душа по имени Антер, только что закончившая жизнь, для которой было характерно агрессивное поведение по отношению к другим людям Его наставники решили начать просмотр жизни Антера в библиотеке, начиная со сцены из его детства во дворе Доктор Ньютон После вашего возвращения в мир душ, помните ли вы особенно ярко о каком-нибудь событии вашей прошедшей жизни, о котором вы бы хотели рассказать мне? Субъект Ненадолго заглянув в свою группу, я далее отправляюсь вместе с моим гидом Фонтениусом в библиотеку для специального изучения моей прошлой жизни, память о которой еще очень свежа Доктор Ньютон Только на этом этапе вы посещаете библиотеку Субъект Нет, мы часто приходим сюда сами на учебу Здесь же мы готовимся и к следующей жизни Я буду изучать возможные склонности и занятия для себя в будущей жизни с точки зрения моих целей, чтобы понять, насколько они совместимы Доктор Ньютон Хорошо, давайте переместимся в библиотеку Пожалуйста, опишите все, что вы видите, и в том порядке, в котором развиваются события Субъект Комната находится в большом прямоугольном здании Все здесь ярко светящееся, прозрачно-белое Вдоль стен большие толстые книги Доктор Ньютон Это Фонтениус приводит вас сюда Субъект Только в начале Сейчас меня встречает женщина с совершенно белыми волосами Ее лицо очень обнадеживает Первое, что я заметил, когда вошел, это длинные ряды столов, которые тянутся так далеко Что я не вижу, где они заканчиваются Я вижу много людей, сидящих за длинными столами и работающих с книгами Все они сидят на некотором расстоянии друг от друга Доктор Ньютон Почему? Субъект Ну? То, что они сидят поодаль друг от друга, является вопросом вежливости и уважения личной жизни каждого Доктор Ньютон Пожалуйста, продолжайте Субъект Мой библиотекарь выглядит очень ученый Мы называем этих людей с холастами, для других это архивариусы Она направляется к ближайшей секции книжного ряда и вытаскивает книгу Я знаю, что это мои записи Едва слышным голосом, они содержат истории, которые уже рассказаны, и те, которые еще не рассказаны Доктор Ньютон Как бы не взначай, у вас имеется своя читательская карточка Субъект Смеется, здесь не нужны никакие карточки, вы просто ментально настраиваетесь Доктор Ньютон У вас имеется более одной книги жизни Субъект Да, и вот с этой я сегодня буду работать Книги аккуратно расставлены на полках Я знаю, где находятся мои, и они сверкают, когда я смотрю на них издали Доктор Ньютон Можете ли вы сами подойти к полкам? Субъект Нет Но я думаю, что те, кто постарше, это могут Доктор Ньютон Итак, в настоящий момент библиотекарь принесла вам книгу, которую должны изучать Доктор Ньютон Да Да, около столов есть большие высокие подставки для Книг Схоласт открывает страницу, с которой я должен начать Примечание Сейчас наступает момент, когда начинают проявляться уникальные особенности работы каждого субъекта с экранами книги жизни Сознательный ум может быть способен или не способен перевести на человеческий язык то, что сверхсознательный ум созерцает в библиотеке Доктор Ньютон Затем она показывает вам книгу, держа ее на подставке, прежде чем вы сами возьмете книгу к себе на стол Субъект Да Я смотрю на страницу, где Что-то написано Золотая надпись Доктор Ньютон Можете ли вы прочитать эту надпись для меня? Субъект Нет Я не могу ее перевести сейчас Но она указывает на то, что это моя книга Доктор Ньютон Вы не можете разглядеть ни единого слова Взгляните поближе Субъект Пауза Я Вижу греческий знак Пи Доктор Ньютон Является ли это символом буквы греческого алфавита, или он имеет для вас математический смысл? Субъект Я думаю, что он имеет отношение к коэффициенту, к тому, как одна вещь для меня связана с другой Надпись Надпись это язык движения эмоции Вы чувствуете надпись как Музыкальные вибрации Эти символы представляют причины и следствия ряда соразмерных отношений между схожими и не схожими обстоятельствами моих жизней Там есть еще, но я не могу Останавливается Доктор Ньютон Спасибо вам Сейчас скажите мне, что вы собираетесь делать с этой книгой Субъект Прежде чем я перенесу ее с высокого постамента на свободное место у одного из столов, мы вместе выполним одно упражнение Символы в надписи говорят нам, какие страницы открыть, но я не могу сказать вам как Я не знаю, как это объяснить Доктор Ньютон Не беспокойтесь об этом Вы очень хорошо объясняете Просто расскажите мне, как библиотекарь помогает вам Субъект Делает глубокий вдох, мы обращаемся к странице, которая показывает меня ребенком, играющим на школьном дворе Субъект начинает дрожать, это Не похоже на забаву Меня переносит во время, когда я был негодником, паршивым ребенком Я должен буду переживать это снова и снова Что-то, что они хотят, чтобы я увидел Часть моей энергии Само вползает в страницу Доктор Ньютон Ободряющее, хорошо, пусть сцена разворачивается, а вы рассказывайте мне то, что сможете Субъект Извиваясь в своем кресле, после того, как я Вполз в книгу Я полностью окунулся в сцену, как если бы это переигрывалось снова и снова Я В средней школе Я жуткий ребенок, который пристает к маленьким, менее агрессивным мальчишкам Колотит их и кидается камнями в каждого, пока не смотрят взрослые А потом А нет Доктор Ньютон Что такое? Субъект Встревожена Бога ради Теперь я самый маленький, во дворе которого Я сам колочу Невероятно Некоторое время спустя я опять такой, как есть И на меня отовсюду летят камни О, это действительно больно Доктор Ньютон Успокоив субъекта и переместив его полностью в библиотеку Вы оказались в том отрезке времени, когда вы были ребенком Или это была форма измененной реальности Субъект Пауза в том же времени и в измененной реальности Ни одно из этих происшествий не имело места в моем детстве Но могло произойти Поэтому для меня время было прокручено назад иначе Мы можем вновь пережить то или иное событие, чтобы понять, можем ли мы изменить его к лучшему Я почувствовал боль, которую я причинял другим своим хулиганствам Доктор Ньютон Антер, какой урок вы вынесли их всего этого Субъект Долгая пауза, что я был злым ребенком, которым двигал страх перед отцом Вот сцены того, что я собираюсь делать дальше Я работаю над сострадательностью и как душа учусь держать под контролем свою бунтарскую природу Доктор Ньютон В чем значение вашей книги жизни и вашего пребывания в атмосфере этой библиотеки? Субъект Изучая мою книгу, я способен увидеть ошибки и попробовать альтернативные действия Пребывание в этой спокойной учебной атмосфере То, что я вижу, как другие души сидят за столами и делают то же самое Это позволяет мне ощутить чувство товарищества, солидарности с ними И все мы идем бок о бок Позднее, во время сеанса, мы выяснили, что антеру необходимо было научиться самодисциплине и тому, чтобы быть более деликатным с людьми Эта установка или схема поведения была актуальна для него на протяжении многих жизней Когда я спросил, можно ли изучать будущие жизни в библиотеке, я услышал следующий ответ Да мы можем просматривать различные возможности здесь на линиях жизни, но будущие события очень неопределенны И это не то пространство, где я мог бы принимать какие-либо решения относительно грядущего Когда я слышу заявления, подобные этому, я думаю о параллельных вселенных, где могут быть проверены и испытаны все варианты и возможности В этом сценарии то же событие могло происходить во всевозможных вариантах Начиная с незначительно измененных и кончая радикальными отклонениями от известного образца на одной и той же линии времени во множествах пространств И вы могли бы существовать во многих вселенных одновременно Однако источник всего космического времени мог бы с таким же успехом использовать альтернативные реальности, не прибегая к параллельным вселенным В дальнейших главах я приведу сообщения о множественных вселенных вокруг нас, которые не являются дубликатами нашей вселенной В мире душ-души, наблюдающие за синхронными действиями на экранах, кажутся перемещающимися из прошлого в настоящее и дальше в будущее, а также назад, одновременно в одном и том же пространстве Когда души находятся в библиотеке, определенная последовательность событий будущего, как мне рассказывают, может выглядеть туманно на некоторых линиях и даже почти исчезнуть С другой стороны в классах с более крупными экранами и особенно в месте выбора будущей жизни, в котором имеются огромные экранные щиты, линии жизни толще Это облегчает для души, изучающей будущую жизнь, сканирование и вхождение в события Более молодые души должны приобрести такие навыки, учась смешивать свои световые волны с линиями на экранах Концентрируя так свою сущность, они позволяют образам попадать в фокус Линии времени на экранах перемещаются взад-вперед, пересекаясь как резонирующие волны вероятностей и возможностей Видимых из настоящего времени мира душ, где прошлое и будущее соединено и все известно Случаи 29 и 30, как и все мои случаи, поднимают вопрос о том, что же такое истинная реальность Являются ли реальными классы и библиотека со смотровыми экранами прошлого и будущего времени Все, что я знаю о нашей жизни после смерти, основано на наблюдениях людей Наблюдатель общается со мной, находясь в трансе, умом своей души, выражающим себя через мозг Именно наблюдатель определяет качество материальной и эфирной субстанции как на земле, так и в мире душ Возьмите последний случай Антер сказал мне, что он не может изменить свое прошлое, вернувшись в него во времени Однако после смерти он вернулся на школьный двор как активный участник событий Он снова стал мальчиком, играющим с другими детьми, со всеми картинами, звуками, запахами и чувствами, сопровождавшими это событие Некоторые мои пациенты говорят, что это имитированные события, но так ли это? Антер стал частью сцены, где он задирал ребят и затем был атакован ими Он мог почувствовать боль и, сидя в кресле в моем офисе, извивался от боли, которую ему причиняли на линии времени этого отрочества Кто скажет, что измененная реальность не существует одновременно для всех событий, в которые истоки и следствия взаимозаменяемы? Наблюдающая душа, обучаясь в мире душ, может работать со многими реальностями в одно и то же время Все это находится в распоряжении душ, для пользы учения Мы задаемся вопросом, является ли наша Вселенная иллюзией Если вечные мысли души представлены разумной световой энергией, не подвластной времени, не имеющей формы, она не ограничена материи в нашей Вселенной Таким образом, если космическое сознание контролирует то, что наблюдающий ум видит на Земле Вся идея причин и следствий в данном отрезке времени имеет дело с иллюзией, задуманной с целью научить нас Даже если мы убеждены, что все, что по-нашему является реальным, в действительности иллюзия, жизнь все же больше, чем бессмыслица Мы знаем, что если мы держим в нашей руке камень, он также реален для нас, как и для наблюдателя, участника в физическом мире Мы должны также помнить, что Божественный разум поместил нас в эту среду, чтобы мы чему-то научились и развивались во имя высшего блага Никто из нас здесь не случайно, так же, как и те события, которые воздействуют на нас в нашей собственной реальности в данный момент времени Цветы энергии души Сочетание цветов в группах душ Когда люди, находящиеся в состоянии транса, покидают пространство восстановления энергии Ориентирующие на стройки души и библиотеку и начинают активно взаимодействовать с другими душами, их контрастирующие цвета становятся более очевидными Одним из аспектов понимания динамики скопления групп является идентификация каждой души по циту В своей книге «Путешествие души» я описывал полученные мной сведения относительно цвета энергии души Здесь я хочу попытаться исправить некоторые заблуждения, которые люди имеют относительно значения цвета Если у вас есть книга «Путешествие души», вы можете в ходе моего объяснения сравнить имеющийся в ней рисунок 3 с рисунком 6 данной книги На рисунке 6 представлен полный спектр основных цветов, которые обусловлены уровнем развития души, так как это видят субъекты, находящиеся в состоянии глубокого гипноза Что более важно, так это то, что я попытался обозначить тонкие наложения или переходы и комбинации цветов энергии внутри этих уровней Основные цвета белый, желтый и синий являются главными показателями их поступательного развития По мере того, как их световые волны приобретают в процессе продвижения души более глубокие оттенки от светлого к темному Они становятся менее разреженными и более концентрированными в своем вибрационном движении Развитие происходит медленно, и цветовые оттенки переходят один в другой по мере развития души И поэтому трудно устанавливать какие-либо жесткие правила и определения относительно цветовых переходов На рисунке в секции 1 мы видим чистые белые тона начинающих душ Это знак невинности, и в то же время этот цвет можно увидеть во всем спектре для всех душ Универсальный белый цвет будет более подробно объяснен в следующем случае Белый часто ассоциируется с голой эффектом или сиянием Гиды, например, могут внезапно зарядить свой нормальной интенсивности, стабильный свет и окружить себя ослепительно белым сиянием Души, возвращающиеся в мир душ, часто рассказывают мне, что когда они издали замечают какую-либо приближающуюся к ним душу, они видят белый свет Души, чей основной уровень развития соответствует изображенным на рисунке секциям 1, 5, 9 и 11, обычно не имеют примеси других цветовых оттенков в центре их энергетической массы У меня бывает немного пациентов, имеющих исключительно те цвета, которые относятся к секции 7 Это может означать, что нам на Земле требуется больше целителей У меня никогда не было субъекта, чья энергия была бы полностью пурпурно-фиолетовых оттенков секции 11 Цветовой спектр, выходящий за пределы уровня 5, характерен для вознесенных мастеров, которые, похоже, не воплощаются, поэтому то немногое, что я знаю о них, получено мной из описания моих субъектов Существуют индивидуальные цветовые вариации внутри каждой группы душ, в смысле их основного цвета, потому что они все, они развиваются с разной скоростью Помимо основных цветов, указывающих на этап всеобщего развития, определенные души имеют дополнительные цвета Они называются гало-цветами, потому что наблюдатель со стороны обычно воспринимает их как наружный слой, окружающий основной цвет сердцевины энергетической массы души Гало-цвета не имеют оттеночных примесей других цветов, как это может иметь место с цветом основной энергетической массы Единственное исключение возможно, если гало и основной цвет совпадают Сообщения моих субъектов с описаниями цветов не особенно сложны, потому что этот эффект наложения виден не очень часто Гало-цвета отражают установки убеждения и даже нереализованные устремления души Поскольку души проходят определенное обучение в каждой жизни, оттенки гало-цвета могут колебаться и меняться от жизни к жизни быстрее Чем основные цевета, которые отражают более медленный процесс развития характера Во время гипнотического сеанса эти дополнительные гало-цвета подобны моментальному сверкающему автопортрету, когда наблюдающий видит их Субъект 31, высокопродвинутая душа уровня 5, описывает этот эффект Этот индивид был среди тех пациентов, которые помогли мне расшифровать цветовой код гало Случай 31 Доктор Ньютон Если бы я стоял напротив вас в мире душ и держал перед вами зеркало в полный рост, какие цвета мы бы увидели? Субъект Вы бы увидели светло-голубой в центре с золотиста Белым по краям это мое гало Доктор Ньютон А когда вы смотрите на вашего мастера, как выглядит его энергия? Субъект Клендер По центру темно-синий, переходящий в бледно-фиолетовый Окаемленный белым сиянием Доктор Ньютон Что означает для вас основная энергия и гало-энергия? Субъект Клендер излучает стабильный уровень его больших познаний и опыта, из центра его энергии, в то время как фиолетовая окантовка представляет его мудрость, подчерпнутую из этого знания Белый проводит эту мудрость Доктор Ньютон Каким, по-вашему, в конечном итоге станет основной цвет клендера и как он будет выглядеть? Субъект Темно-фиолетовым цветом божественной духовности, который будет излучаться всей его энергетической массой Доктор Ньютон Можете ли вы определить разницу между основным цветом и гало в энергии души? Субъект Центральная основная масса представляет собой то, что достигнуто Доктор Ньютон Например, голубой в вашей собственной энергии Это достигнутый вами уровень познания Субъект Да Доктор Ньютон А цвет гало по краям Ваш собственный золотисто-белый цвет Что вы можете сказать о нем? Субъект Пауза А Мои качества Ну я всегда старался в моих жизнях проявлять осторожность в отношении других людей Это то, кем я являюсь, но также и то, кем я хочу стать Вернее, я хочу пытаться стать сильнее в этом отношении Доктор Ньютон Вы не начинающая душа, и все же вы имеете немного белого цвета в вашей энергии Мне интересно, почему это ярко-белое сияющее кольцо вокруг столь многих душ, энергия которых имеет совсем другой цвет Субъект Вибрация белой энергии указывает на то, что мы способны легко смешивать свои вибрации с вибрациями других душ для свободного общения Доктор Ньютон Я полагаю, именно поэтому учителя-гиды часто демонстрируют яркое белое гало Но как этот белый отличается от плотного белого цвета молодой души? Субъект Белый представляет основу цвета энергии всех душ Каждую душу отличают оттенки белого с примесями других цветов Белый очень восприимчивая энергия Новые молодые души получают огромное количество вибраций В то время как учителя посылают информацию, которая усваивается как истина в огромных количествах Доктор Ньютон И начинающая душа имеет так мало опыта, что вы не воспринимаете какие-либо иные цвета, кроме белого Субъект Это так, они еще недостаточно развиты Хотя я многого и не знаю обо всей матрице цвета энергии души Я узнал, что изменения цвета основной энергии становятся гораздо менее заметными и очевидными после уровня 4 За годы исследований я собрал много записей, в которых мои субъекты рассказывали мне об этих дополнительных цветах гало Каждый из основных цветов имеет свой собственный круг качеств Более 90% моих субъектов сходятся в оценке качеств, которые эти цвета представляют в душе Я свел многочисленные описания того или иного цвета, к трем наиболее часто встречающимся вместе с ними чертам характера, не считая различные оттенки Черный связан либо с испорченной и поврежденной, либо со скверненной негативной энергией души, которую можно увидеть в основном в центрах восстановления Белый – чистота, ясность, неугомонность Серебристый – утонченность, доверие, гибкость Красный – страсть, горячность, чувствительность Оранжевый – изобильность, импульсивность, открытость Желтый – защита, сила, мужество Зеленый – целительство, забота, сострадание Коричневый – заземленность, терпимость, трудолюбие Синий – знание прощения и откровения Пурпурный – мудрость, истина, божественность В следующей главе мы узнаем другое духовное значение цветов Это связано с цветом одежд членов совета, как их воспринимают предстающие перед ними души Вдобавок я также покажу, как изображения на эмблемах, которые носят эти старейшие Некоторые представляют собой драгоценные камни, отражают через цвет определенный смысл На рисунке 7 представлена группа душ, находящихся на уровне 2 и демонстрирующая как основные, так и дополнительные гало цвета Я старался не брать в качестве примера случай, где основной цвет развития совпадал бы с цветом гало На рисунке 7 нет белого, желтого и темно-синего гало В этой группе 12 душ, в том числе мой субъект – мужчина уровня 2 Схема отражает родственные отношения этих душ на Земле, в их текущем воплощении в одной семье Но, как правило, группы душ не воплощаются целиком в одной семье Находясь в состоянии гипноза, этот субъект ЗБ смотрит на 11 душ из своей изначальной группы, которая состоит из членов его нынешней семьи в этой жизни, плюс его лучший друг У его сестры основной цвет, почти темно-желтый, потому что она перемещается на уровень 3 Если бы у нее еще был силен защитный аспект желтого вместо синего, знание которым она в действительности располагала То моему субъекту было бы труднее характеризовать ее, основываясь лишь на цвете, потому что ее галой основной цвет были бы очень похожими Не считая сестры субъекта, родителей его родителей, а также сын, как свидетельствует рисунок Представляются несколько более продвинутыми, чем другие члены семьи, в то время как его отец и тетя, несколько менее продвинуты Дед и мать в этой семье являются целителями Заметьте, что почти половина группы не имеет дополнительных гало цветов Мне достаточно часто приходилось сталкиваться со случаями, когда группах вообще нет гало Ярко-красный цвет голома его субъекта над основной массой его энергии белого и красновато-розового цвета указывает на его горячую сильную натуру Его сын в этой жизни имеет похожие черты поведения Его дочь не склонна к критическим суждениям и очень духовна Когда я попросил этого субъекта высказать свое мнение относительно красного цвета в его энергии, он ответил следующее Из-за моей горячей натуры у меня бывают проблемы с гневом Я часто выбираю тела, которые эмоционально легко возбудимы, потому что они соответствуют моему характеру Я не люблю пассивные тела Мой гид не возражает против моего выбора, потому что, как она говорит, я научусь контролировать себя, расслабляя ум в этих телах Такого рода контроль не прост из-за моих импульсивных реакций и страсти в сложных ситуациях Во многих своих прошлых жизнях на протяжении веков я учился этому и добился некоторых успехов в самодисциплине В прошлом я слишком легко впадал в агрессивное состояние, и теперь это положение дел потихоньку меняется Я также получаю помощь и поддержку от моей родственной души, теперешней жены Иногда я сталкиваюсь с душами, у которых развитие протекает с отклонениями Это становится особенно очевидным для меня, когда пациенты начинают описывать души, чей основной цвет несколько выбивается из общей палитры всей группы Примером могут быть более молодые души, у которых преобладает белый цвет В следующем случае рассматривается группа душ, находящихся на уровне от трех до четырех Только что закончил просматривать вместе с субъектом всех членов группы, излучающих желто-голубые цвета И тут субъект упомянула о стоящей рядом с ней душе, которая была преимущественно белой Случай 32 Доктор Ньютон Что делает в вашей группе продвинутых душ энергии белого цвета? Субъект Левини учится вместе с нами благодаря своим талантам Было решено, что несмотря на то, что она молодая и не имеет большого опыта, ее не следует зажимать Доктор Ньютон Разве Левини не теряется в вашей группе? Как она справляется? Субъект Она как раз сейчас проходит испытания, и, честно говоря, Левини немного подавлена Доктор Ньютон Почему ее назначили в вашу группу? Субъект Наша группа довольно необычна, потому что мы обладаем большим терпением, необходимым для работы с неопытными душами Большинство групп нашего типа настолько заняты, что они, вероятно, проигнорировали бы ее Я не хочу сказать, что они не были бы добры к ней, но в конце концов она еще ребенок и тянется к нам как ребенок со своей маленькой тонкой энергетической структурой Доктор Ньютон Я предполагаю, что более продвинутые группы не захотели бы брать на себя такую ответственность Субъект Совершенно верно Развивающиеся группы сильно погружены в свою собственную работу Ребенку они могут показаться почти высокомерными Доктор Ньютон Тогда объясните мне, почему гид Левини разрешил ей быть среди ваших людей Субъект У Левини есть большой талант Мы являемся группой особо одаренных учеников И наши жизни были чрезвычайно трудными и стремительными Мой субъект провела на Земле лишь 1600 лет Несмотря на наше быстрое продвижение, мы имеем репутацию очень скромных Кто-то сказал бы, что чересчур скромных людей Мы учимся быть учителями детей И Левини тоже хорошо подходит нам Д. Эрен Я озадачен Прекратила ли Левини общение с ее собственной группой на этом начальном этапе своего существования? Субъект О нет С чего вы взяли? Большую часть времени он проводит со своей группой Смеется И они не знают о ее взаимодействиях с нами Так лучше Доктор Ньютон Почему Субъект Они могли бы начать дразнить ее и задавать слишком много вопросов Она очень привязана к ним И мы хотим, чтобы у Левини было нормальное общение с ее собственными друзьями Хотя мы знаем, что она рано покинет свою группу из-за своих талантов Остальные еще не мотивированы таким же желанием Доктор Ньютон Но если души имеют телепатические способности и знают все друг о друге То как Левини может утаить все это от своих друзей? Субъект Действительно белые молодые души не способны устанавливать блоки, как это делаем мы, скрывая определенные личные вещи Левини обучилась этому Я говорила вам, что она способна Помолчала и затем добавила Конечно, все уважают личные мысли других Нередко, когда такие души, как в случае 32, воплощаются, более молодые души, с которыми они работают, просят стать их детьми в жизни Леви не является ребенком этого субъекта в настоящей жизни Может быть и наоборот Когда ребенком становится более продвинутая душа, а родитель обучающаяся у нее молодая душа Мне случалось слышать также о душах, чей цвет как бы регрессировал, менялся в обратную сторону Большинство из нас в своем существовании порой после некоторых жизней соскальзывает назад Но когда наш цвет регрессирует в той или иной степени, это происходит по каким-то серьезным долго действующим причинам Вот описание, сделанное ОДНИМ пациентом, в котором содержится острая для всех нас информация Что касается Клариса, то это просто стыдно Его зеленая энергия всегда была столь безупречна Он был большим целителем, который оказался коррумпированным властью Кларису все давалось слишком легко, он был так талантлив Он скатывался вниз на протяжении ряда жизней, в которых он допускал много злоупотреблений Он так любил поклонение и лесть, что перестал замечать собственное тщеславие Кларис начал терять свои таланты, и мы заметили, что его цвет стал блекнуть и мутнеть В конце концов Кларис стал настолько бесплодным, что был отправлен назад для повторного обучения Мы все надеемся, что он в конечном итоге вернется Цвета посетителей групп Время от времени мне приходится слышать о том, что иной, чем у всей группы душ Цвет одной или двух душ, может быть и у другого рода душ Я узнал, что это может указывать на присутствие в группе временных визитеров Высокоспециализированных гостей или душ из соседней группы Иногда я слышу от своих субъектов о появлении в их группах межпространственных путешественников Чей опыт значительно превосходит знания самой группы Вот отрывок из интересного отчета о таких посетителях Когда мы смотрим на продвинутых существ, которые появляются в нашей группе, проходя через другие незнакомые нам измерения У нас создается впечатление, будто они прошли сквозь экран, который мы называем линзой света, чтобы попасть к нам Они время от времени приходят к нам по приглашению нашего гида Джошуа, потому что они его друзья Когда эти души перемещаются, мы видим нечто вроде серебристого потока воды Для нас серебристый поток представляется Покровом для перехода Частотой полупрозрачного межпространственного разума Они гибкие существа, способные пересекать многие физические и ментальные сферы и при этом нормально функционировать Они приходят, чтобы помочь нам освободиться от тьмы нашего невежества Но эти прекрасные существа никогда не задерживаются надолго Следует добавить, что эти красочные существа, которые появляются на короткий миг в группах душ, оказывают серьезное влияние Когда я спросил этого субъекта привести какой-нибудь пример особого озарения, полученного благодаря поучениям этих серебристых существ Он мне сказал Они расширяют наше восприятие, чтобы мы могли видеть больше возможностей в процессе нашего выбора То есть мы становимся более проницательными в отношении людей Этот навык развивает критическое мышление и позволяет нам принимать авторитетные решения, основанные на более широком понимании истины Цветовая аура человека и души После того, как была опубликована моя первая книга «Путешествие души», я столкнулся с еще одним неверным истолкованием значения цвета Многие люди пытаются сравнивать приведенную мной классификацию цветовых различий на уровне души с особенностями цвета в ауре человека Я полагаю, что эти попытки могут привести к ошибочным заключениям Цвет и энергетические вибрации тесно связаны у душ и отражают нематериальную среду мира душ В физической среде частота той же энергии души изменяется Человеческое тело еще больше изменяет цвет этих энергетических структур Когда целители определяют цвет ауры вокруг человека, эти цвета главным образом отражают физические проявления Помимо мыслей, исходящих из человеческого ума, которые зависят от нашей эмоциональной природы, на человеческую ауру влияют также процессы Происходящие в центральной нервной системе, химической структуре, во всех жизненно важных органах тела Даже мускулы и кожи участвуют в формировании физической энергии вокруг нас Конечно, существует определенная взаимосвязь между умом души и нашим телом Но в первую очередь физическое и ментальное здоровье определяют нашу человеческую ауру Я должен признаться, что не вижу человеческую ауру Всю свою информацию о ней я получаю от специалистов в этой области и от моих субъектов Мне рассказывают, что в ходе одной только жизни наше временное тело подвержено сильным изменениям И это влияет на цветовые колебания нашей энергии Что касается цвета души, то на его изменения уходят столетия В философии Востока есть концепция, и я согласен с ней Что у нас имеется духовное тело, связанное с нашим физическим телом И что это эфирное тело имеет свою собственную структуру Истинное целительство должно учитывать и физическое, и тонкое тело Когда мы медитируем или практикуем йогу Мы работаем над тем, чтобы разблокировать нашу эмоциональную и духовную энергию Через различные составные части этого тела Иногда, когда я беседую с субъектами, находящимися в состоянии транса О распространении световой энергии другими душами в их группе Они рассказывают мне о том, что из определенных участков их воображаемой человеческой формы Исходят более сильные энергетические вибрации Так же, как мы можем перенести в эту свою жизнь отпечатки прошлых жизней Мы можем перенести отпечатки физического тела в мир душ В качестве остаточных силуэтных образов наших физических воплощений Задавая свои вопросы в следующем случае, я поинтересовался, позволял ли этот субъект Своей сознательной памяти о чакрах проникать в ее подсознательное состояние, когда она давала свои объяснения Чакры представляют собой воронкообразные источники Энергии, которые исходят из нас наружу в семи основных точках физического тела Этот субъект чувствовала, что чакры являются духовным выражением индивидуальности посредством физических средств Случай 33 Доктор Ньютон Вы сказали, что рой является одним из членов вашей семьи в этой жизни, и он из вашей группы душ Когда вы смотрите на центральную часть его энергии, что вы видите? Субъект Я вижу концентрацию розовато-желтого цвета, исходящую из середины его телесной формы, место, где должно находиться солнечное сплетение Доктор Ньютон Какой телесной формы? Почему рой является вашей группе физическое тело? Субъект Мы показываем те особенности, когда-то занимаемых нами тел, которые нам нравились Доктор Ньютон Ну а что означает для вас концентрация энергии, исходящей из области живота? Субъект Самой сильной точкой концентрации личной силы роя в его жизнях всегда оказывается его живот, независимо от занимаемых им тел У него нервы и стали Смеется, у него и другие потребности сосредоточены в этой области Доктор Ньютон Раз вы видите метаболическую энергию роя таким образом, можете ли вы у других членов вашей группы выявить источники световой энергии в каких-то частях тела? Субъект Да, у Лэри энергии исходит главным образом из головы Он во многих своих жизнях был творческим мыслителем Доктор Ньютон Кто-нибудь еще? Субъект Да, Наталия Сила ее сущности быстрее всего развивается из сердечной зоны, из-за ее сострадания Доктор Ньютон А как у вас? Субъект Моя сила исходит из горла, благодаря развитию моих коммуникативных навыков через речь в ряде прошлых жизней и через пение в нынешней Доктор Ньютон Имеют ли что-то общее эти энергетические точки с проекцией человеческих цветовых аур? Субъект Что касается цвета, то как правило нет Что касается силы концентрации энергии, то да Духовная медитация с использованием цвета В прошлой главе я упоминал о целительных свойствах многоцветных огней, применяемых для выравнивания энергии душ в зоне восстановления О них сообщил мне субъект по имени Байнион Многие читавшие мою работу о мире душ спрашивали меня, может ли такого рода информация о цветах души использоваться для физического исцеления Духовная медитация как средство установления контакта с нашим внутреннея я очень благоприятна для исцеления тела Существует много хороших вспомогательных пособий, в которых разъясняются различные формы медитации Поскольку передача цвета является выражением энергии души и энергии наших гидов То, возможно, мне также следует привести один вариант медитации с использованием цвета Шестиступенчатое медитативное упражнение, которое я выбрал Представляет собой сочетание моих собственных способов визуализации Визуализации одной мужественной 54-летней женщины, с которой я работал Ее вес снизился до 31 килограмма за время ее борьбы с раком яичников Сейчас после химиотерапии она почувствовала облегчение И врачи поражены скоростью ее выздоровления У многих моих пациентов возникает ощущение духовной силы благодаря медитации с цветом Те, у кого имеются серьезные проблемы со здоровьем, рассказывают мне об улучшении после занятий медитацией Которые они совершают раз в день по 30 минут или дважды в день по 15-20 минут Пожалуйста, имейте в виду, что я не предлагаю это медитативное упражнение В качестве средства исцеления физических болезней Сила ума каждого человека и способность людей к концентрации различна Так же, как и природа их заболевания Тем не менее, мне кажется, что наша иммунная система только выиграет от контакта с нашим Высшим Я 1. Начните с того, что успокойте свой ум Простите людей за все их реальные и воображаемые ошибки, которые причинили вам боль Посвятите 5 минут очищению Визуализируйте всю негативную мыслительную энергию, в том числе страхи о ваших болезнях как черную Представьте пылесос, перемещающийся с верхушки вашей головы до ступней, всасывающий в себя и удаляющий из вашего тела темную энергию боли и вашей болезни 2. Теперь создайте голубое голо сияние над вашей головой, представляющее вашего духовного гида, которого вы призываете на помощь, посылая ему мысли любви 3. Затем следующие 5 минут сосредоточьтесь на своем дыхании, считая вдохи и выдохи Внимательно отчитывайте свое дыхание, вместе со вздохом чувствуя приятное расслабление, а с выдохом – освобождение от напряжения Вы хотите гармонизировать свое дыхание с ритмом тела 3. В этот момент начните думать о своем высшем сознании как о расширяющемся бело-золотистом баллоне, который защитит ваше тело Мысленно произнесите Я хочу, чтобы бессмертная часть меня защитила мою смертную часть Теперь войдите в глубокую медитацию Вы должны извлечь частоту белого света из баллона и послать ее как силовой луч в органы вашего тела Поскольку ваши белые кровяные клетки представляют силу вашей иммунной системы, визуализируйте их как пузыри и начните перемещать их по всему телу Мысленно представьте, как белые пузыри атакуют черные раковые клетки и растворяют их силой света 4. Если вы проходите химиотерапию, поддержите этот курс лечения, отправляя бледно-лиловый цвет, как у инфракрасной лампы, в разные части своего тела Это божественный цвет мудрости и духовной силы 5. Теперь пошлите зеленый цвет для исцеления клеток, поврежденных раком Время от времени, в течение особенно тяжелых периодов, вы можете смешивать этот цвет с синим цветом вашего духовного гида Выберите свой собственный оттенок и представляйте зеленый как жидкость, омывающую и исцеляющую вас изнутри 6. Последний шаг – еще раз создать голубое сияние вокруг своей головы, чтобы поддержать ментальную силу и мужество над ослабленным телом Распространите его вокруг внешних частей Вашего тела как щит Почувствуйте целительную силу этого света любви как внутри, так и вокруг себя Представьте себя в подвешенном состоянии и завершите сеанс повторением такой мантры как «Исцеляюсь, исцеляюсь, исцеляюсь» Ежедневная медитация – это трудная работа, которая приносит большие дивиденды Нет какого-то одного правильного способа медитации Каждый человек должен сам найти себе программу, которая бы связала его интеллектуальную и эмоциональную системы в одну структуру, соответствующую его потребностям Глубокая медитация приводит нас в состояние божественного сознания и временного отстранения души от физической личности Вместе с этим высвобождением мы можем перейти в другую непространственную реальность, где все, что имеется в нашем сфокусированном уме, объединяется в единое целое Женщина, имевшая рак яичников, сумела помочь своим докторам полной ментальной концентрации на исцелении своего тела Когда ум пребывает в чистом центрированном состоянии, мы можем увидеть, кем мы в действительности являемся Той самой сущностью, которую мы воз Можно утратили где-то на дороге жизни Ежедневная медитация благоприятна также, как средство установления контакта с любящими духами Формы цветовой энергии Помимо цветовых характеристик, можно исследовать также формы энергии душ в группе Особенности энергетических форм могут включать в себя симметричность и асимметричность Яркость или тусклость световых конфигураций, а также качество движения И все это формирует духовные особенности членов группы Находясь в состоянии транса и наблюдая за другими душами, многие мои пациенты сознают вибрационный резонанс души После обсуждения с пациентом нюансов цветовых тонов, мы вместе начинаем изучать скорости пульсирующего и вибрирующего передвижения его родственных душ в группе Обсуждая энергетическую форму души, я сначала спрашиваю Сколько энергии вы оставили в мире душ перед нынешним воплощением? Этот вопрос связан со степенью активности или пассивности души и имеет отношение к яркости или тусклости его энергии Несмотря на количество энергии, способ генерирования энергии определяется характером, способностью и настроением души Эти особенности могут меняться после серии жизней Во время предварительной беседы с новым пациентом я расспрашиваю его об особенностях его характера в текущей жизни Обо всех его родственниках-друзьях, а также об имевшихся у него в жизни романтических отношениях Я это делаю потому, что сижу в первом ряду предстоящего спектакля, который вот-вот начнет разворачиваться на сцене его ума, и я хочу иметь программку Мой пациент-ведущий актер в этой драме, в которой другие исполняют второстепенные роли Из приведенного ниже отрывка можно видеть, как быстро можно получить информацию в процессе обсуждения как цвета, так и формы энергии душ в группе субъекта Во время предварительного собеседования с моей пациенткой Лесли я узнал о ее невестке по имени Равина, которая причиняла ей много страданий Лесли, чье духовное имя Сасис, описывает себя как личность, ищущую безопасность в своих жизнях и стремящуюся окружать себя мирными спокойными людьми В ее нынешней жизни, как она рассказывает, Равина, похоже, получает удовольствие, противоречи мне и оспаривая все мои взгляды Диалог начинается со того, что Лесли описывает свою группу в мире душ Случай 34 Субъект О, не верю Равина здесь вернее шет Доктор Ньютон Что плохого в том, что Равина в вашей группе душ? Субъект Хмурясь и поджимая губы, ну шет одна из Разрушительниц Доктор Ньютон Разрушительница в каком смысле? Субъект Это если сравнить ее с теми из нас, у кого плавные, спокойные энергетические вибрации Доктор Ньютон Сасис Чем ваша невестка отличается, если взглянуть на ее цвет и форму? Субъект Окончательно убеждаясь, что это Равина Да, это она Ее оранжевая энергия быстро пульсирует, как всегда, острые рваные края, и это шет Спаркс искра, так мы ее зовем Доктор Ньютон Указывает ли форма, в которой она предстает перед вами, на то, что она занимает по отношению к вам противоборствующую позицию в духовном окружении, так же, как и в вашей нынешней жизни Субъект Лесли понемногу привыкает к присутствию Равины и ее голос смягчается, нет В действительности она взбадривает нас Она нужна нашей группе Я это вижу Доктор Ньютон Я хочу понять, как то, что она проецирует, отличается по цвету и форме от вашей собственной энергии Что вы можете сказать о себе в мире душ? Субъект Моя энергия нежно-белая с розоватыми оттенками Друзья называют меня колокольчиком, потому что они видят мою энергию, как капли дождя, которые вызывают эхо Тихо позвякивающих колокольчиков Ее энергия яркая и подавляющая Доктор Ньютон И что это означает для вас и вашей группы? Субъект Мы просто не можем оставаться самодовольными рядом со Спаркс Она так неугомонна в постоянном движении И она все время засыпает нас вопросами Бросает нам вызов относительно нашего поведения Ей нравится принимать участие в нашей жизни таким образом, чтобы разрушить наше чувство самодовольства Доктор Ньютон Вы думаете, что она менее колкой в мире душ, чем в нынешнем теле равены? Субъект Смеется, конечно Она выбрала чувствительное, легко возбудимое тело, которое все утрирует На этот раз в этой жизни она пришла, как сестра моего мужа Шет может досаждать и раздражать Но теперь, когда я вижу, кто она на самом деле Я понимаю, что ее действия мотивированы любовью и желанием помочь нам проявить лучшее, что мы имеем Снова смеется Мы тоже помогаем ей Немного сбавить напор Потому что у нее есть тенденция запрыгивать прямо в огонь, не глядя Доктор Ньютон Есть ли в вашем узком кругу друзей еще кто-нибудь, чья энергия была бы подобна энергии Шетт или Равины? Субъект Усмехается Да, это муж моей лучшей подруги Меган по имени Роджер Здесь его зовут Сирия Доктор Ньютон Какой вы видите его энергию? Субъект Он распространяет геометрические заостренные энергии, которые движутся зигзагообразно туда-сюда Это острые волны, как и его язык, и звук его энергии издалека разносится, подобно ударам музыкальных тарелок в оркестре Сирия бесстрашная и отважная душа Доктор Ньютон Исходя из того, что вы рассказали мне о формах энергии, можно ли заключить, что Шетт и Сирия, то есть Равина и Роджер, очень подходят друг другу в жизни? Субъект Взрыв смеха, вы шутите? Они бы убили друг друга Нет, муж Равины Сен, это мой брат Билл, мирная душа Доктор Ньютон Пожалуйста, опишите мне его энергию Субъект У него заземленная энергия зеленовато-коричневого цвета И когда слышишь мягкий шелест, то значит Вайнс, букв Виноград, где-то рядом Доктор Ньютон Вайнс Что это означает? Субъект Если вы получаете в своей группе какое-то прозвище, оно закрепляется за вами У сена вибрационные волны выглядят как виноградные лозы Сплетенные в длинные нити, ну как бывают сплетены длинные волосы Доктор Ньютон И подобная структура является отличительной особенностью сена вашего брата Билла Субъект? Конечно Сложная, но зато постоянная, очень надежная Она отражает его способность сплетать различные элементы и приводить их в прекрасную гармонию Вайнс и Спаркс прекрасно сочетаются Потому что Равина не позволяет Биллу стать слишком самодовольным А он дает ей в жизни устойчивость Доктор Ньютон Я заметил, что в вашей группе духовные имена, которые вы назвали, начинаются с буквы С Значит ли это что-нибудь? Я даже не уверен, правильно ли произношу их Субъект Все в порядке Этот звук имеет интонации движения их энергии Это отражает то, кем на самом деле являются мои друзья Доктор Ньютон Звук Значит, помимо цвета и формы энергии Есть еще и звук, присущий каждому члену вашей группы, как и на Земле Субъект Ну, что-то вроде этого В нашем случае Это энергетический резонанс, который мы отождествляем с Землей Хотя человеческое ухо не улавливает его Доктор Ньютон Давайте вернемся к вашей лучшей подруге Меган Вы упомянули о ней, но я не знаю, какого цвета ее энергетическая вибрация Субъект С теплой улыбкой Ее тонкая бледно-желтая энергия, подобно мерцающему солнечному свету в виноградниках Мягкая, ровная и изящная Доктор Ньютон А характер этой души Субъект Абсолютное безусловное сострадание и любовь Прежде чем продолжить тему звука и подобия некоторых духовных имен Я должен объяснить кармическую связь между моей пациенткой Лесли и ее лучшей подругой в этой жизни Меган Для меня это эмоционально очень убедительная история Во время нашего предварительного собеседования Лесли объяснила мне, что она профессиональная певица и что иногда ее горло и гортань становятся особенно уязвимыми Я расценил это как просто профессиональное затруднение и забыл, пока во время сеанса мы не подошли к сцене ее смерти в прошлой жизни Тогда потребовалось перепрограммировать печать ее прошлого тела в этой жизни, непосредственно связанную с горлом Лесли В прошлой жизни Меган была младшей сестрой Лесли Отец насильно выдал Меган замуж за богатого жестокого человека, намного старше ее, по имени Хагар, который бил и сексуально унижал ее Вскоре Лесли помогла Меган сбежать от Хагара вместе с молодым человеком, который любил ее Роджер В ярости Хагар в ту же ночь отыскал Лесли и затащил ее в безлюдное место, где насиловал и бил ее часами, пытаясь выведать, где находится ее сестра Лесли не сказала ему ни слова, и он начал душить ее Тогда она направила Хагара по ложному следу, да в сестре время скрыться Хагар задушил Лесли и помчался в указанном направлении, но так и не нашел Меган Позже, во время нашего сеанса, Лесли сказала Пение в этой жизни является выражением любви, потому что голос моей любви был насильно зажат в прошлой жизни Звуки и духовные имена Мы уже видели, как цвет формы движения и звук отражают индивидуальные особенности душ в группе Эти четыре элемента оказываются взаимосвязанными, хотя световая энергия, вибрационные формы и их волновое движение, а также резонанс звука не одинаковы у разных членов группы Но у определенных душ эти элементы сходны, и звук представляется одним из самых очевидных факторов для духовного регрессиониста В мире душ есть язык, звучание которого не имеет ничего общего с разговорным языком Мне рассказывали о том, что там существует смех, жужжание, воспевание и пение, так же как и звуки ветра и дождя, но их невозможно описать Некоторые субъекты произносят имена душ их группы так, словно они подбирают музыкальные аккорды, гармонизируя их друг с другом В случае тридцать четыре приведен пример того, как сходно звучат имена близких друзей в группе, начинаясь с буквы С В случае двадцать восемь двое духовных учителей имеют имена Байон и Рилен Здесь, похоже, существует ритмическое взаимодействие между энергиями определенных душ в духовном сообществе, что проявляется в таком созвучии имен Некоторые субъекты с трудом произносят духовные имена Они говорят, что имена душ в их уме состоят из сочетания вибраций, которые не возможно воспроизвести Бывает даже сложнее Один пациент выразил это так Согласно моему опыту, настоящие имена наших душ сродни эмоциям, но они не являются эмоциями людей Поэтому я не могу воспроизвести наши имена каким-либо звуком Кроме того, имена могут представлять собой звуковые символы, имеющие скрытое значение, которые пациент не способен расшифровать и перевести на человеческий язык Тем не менее, многие пациенты, которые пытались вспомнить духовное имя, нередко меняли модуляцию голоса и прибегали к различным акустическим эффектам Субъект может использовать гласные звуки для описания членов своей группы У меня был пациент, который назвал троих членов своей группы такими именами, как Куайло и Су Довольно часто встречаются случаи, подобные последнему, когда имена членов группы содержали одну характерную букву алфавита По некоторым причинам имена многих духовных гидов заканчиваются на букву А У меня действительно бывают субъекты, которым легче написать имя по буквам, чем произнести его И в то же время эти же пациенты утверждают, что проговаривание по буквам не имеет для них того же значения, что звучание имени Иногда, несмотря на все мои попытки выяснить духовное имя, мне приходится остановиться на сокращенном варианте Один пациент сообщил мне В моей духовной группе у нашего гида есть прозвище NET Неудовлетворенный этим, я добился того, что пациент написал полное имя гида, а именно НИДСБРН Я понял, и мы остановились на сокращенном варианте имени Существует еще фактор секретности, который выдвигается на передний план, когда пациент чувствует, что называя мне имя своего духовного гида Он каким-то образом подвергает риску свои отношения с ним, и я должен уважать его озабоченность и быть терпеливым В ходе сеанса эта тревога постепенно рассеивается Например, один пациент говорит мне, что ее гида зовут Мэри Затем она добавляет Мэри разрешает мне называть ее в разговоре с вами этим именем Я принимаю это, и мы идем дальше, и вдруг ни с того ни с сего имя гида становится мазуке В регрессии существуют моменты, когда недопустимо слишком давить и поталкивать, чтобы извлечь информацию Наконец, я должен сказать, что наше собственное имя, имя нашей души, может меняться по мере нашего развития Одна моя пациентка, высоко продвинутая душа, сказала, что раньше, когда она была молодой душой, ее звали Вайне, а теперь Кивайне Я спросил ее, почему, и она ответила, что сейчас у нее есть старший гид по имени Керри Фейне Когда я задал вопрос о значении идентичного звучания этих имен в духовном мире, мне сказали, что это не имеет ко мне никакого отношения Есть пациенты, которые быстро отметают вопрос, если чувствуют, что я приступил к границу дозволенного Учебные группы душ В своей первой книге я посвятил целые главы рассмотрению начинающих, промежуточных и продвинутых групп душ и их гидов Я также приводил примеры групповых энергетических занятий, во время которых души учатся создавать и формировать физическую материю, такую как камни почву, растения и низшие формы жизни Я не буду сейчас повторяться, за исключением тех моментов, когда таким образом я могу расширить представление читателей о других не упоминавшихся ранее аспектах жизни в коллективах душ В этом разделе я собираюсь исследовать взаимоотношения между учащимися душами в учебных группах, в отличие от рассмотренных раньше в этой главе структурных аспектов обучения Устройства школ и классов в мире душ Духовные учебные центры далеко не всегда представляются моим пациентам в виде классной комнаты или библиотеки Довольно часто они описывают эти центры просто как пространство нашего дома Даже в этом случае условия духовного обучения, окружающая обстановка могут быстро меняться в умах пациентов, обсуждающих этапы своей учебы Когда было опубликовано мое исследование нашей жизни между жизнями, некоторые люди критически отнеслись к тому, что я использую аналогию человеческих школ и классов как духовную модель обучения душ Одна супружеская пара из Колорадо писала мне Мы находим ваши ссылки на школу в жизни после жизни неприятными, и возможно вы упоминаете о школе благодаря своему пристрастию к ней как бывшего преподавателя Другие говорили мне, что школа была для них длинной серией негативных переживаний, связанных с бюрократией, авторитарностью и унижением, которому их подвергали другие школьники И по ту сторону они не желают видеть ничего, что напоминало бы им земные школы Я знаю, что есть читатели, которые имеют горькие воспоминания о школьном времени К сожалению, школы на Земле, как и другие институты, полны недостатков, внедренных человеческими существами Учителя и учащиеся сами являются причиной высокомерия мелкого тиранства и равнодушия к чувствам других Какой учебный процесс не возьми, везде на вас обращен пристальный придирчивый взгляд Тем не менее, многие из нас помнят внимательных и заботливых учителей, которые снабжали нас важной информацией А также хороших друзей, которых мы обрели в годы учебы Функциональные аспекты получения духовного знания в мире душ переводятся человеческим умом в учебные центры, и я уверен Что наши гиды содействуют формированию визуализации земных сооружений для душ, которые приходят на нашу планету Находясь под гипнозом, люди сообщают не только о некотором сходстве формы и структуры учебных центров в мире душ с земными, но и о больших различиях Мои пациенты рассказывают мне о всеохватывающей доброте, великодушии и бесконечном терпении каждого в неземных учебных зонах Даже взаимный анализ душ, того, как они выглядят, производится с любовью, уважением и обоюдным стремлением улучшить положение дел в следующем воплощении Группы душ высоко ценят индивидуализм Предполагается, что вы выступите вперед и внесете свой вклад Есть очень активные неистовые души и спокойные души, но никто не доминирует и не держится бесцеремонно и назойливо Индивидуализм признается потому, что все души уникальны, со всеми своими сильными и слабыми сторонами и прекрасно дополняют друг друга в группе Мы принадлежим к какой-то определенной группе душ благодаря нашим отличительным особенностям, а также общим для всех остальных членов группы качеством Эти различия характеров приветствуются и прославляются, потому что души, которые имеют совместные воплощения, вносят большую личную мудрость в опыт каждой жизни Души любят подразнивать друг друга и шутить внутри группы, но они всегда оказывают свое уважение другим, даже тем, кто воплощался в телах, причинявшим им боль в прошлых жизнях Души склонны не столько к всепрощению, сколько к терпимости Они знают, что большинство негативных черт личности, связанных с аготела человека, который причинял им сердечную боль и страдания, похоронены вместе с его физическим телом Среди первых в списке эмоций, отвергаемых душами, гнитя страх Души добровольно дают и получают определенные уроки, и кармические планы не всегда реализуются так, как они намечают, в силу переменчивости земных условий и обстоятельств Я помню, как после моей лекции один психиатр поднял руку и сказал Ваши рассказы о группах душ напоминают мне о племенном строе Я ответил, что группы душ с их ярко выраженной лояльностью и взаимной поддержкой действительно выглядят как племенные сообщества Однако в их отношениях с другими группами нет ничего племенного Земные сообщества имеют отвратительную привычку не доверять друг другу, в лучшем случае, и проявлять грубость и жестокость в худшем Общества в мире душ могут быть строгими, сдержанными или податливыми в межличностных отношениях Но я не встречал фактов дискриминации или отчуждения ни внутри групп, ни между ними В отличие от человеческих существ, все духовные существа имеют тесную связь В то же самое время души строго соблюдают неприкосновенность других групп Когда я работал по совместительству учителем в вечернем колледже, я заметил, что некоторые учащиеся, в том числе и взрослые Путают факты с их собственными ценностными установками Дискутируя на отвлеченные темы, они порой выдвигали доводы, исходя из ложных допущений И даже противоречили себе Такова, в конце концов, природа учащихся В конечном итоге они научились более эффективно оперировать различными идеями и синтезировать понятия Имея за плечами именно такой опыт работы со студентами, я был настроен соответственно, когда только начал погружать своих пациентов в состояние сверхсознания, то есть в мир душ В первые годы моих гипнотерапевтических исследований я был поражен тем, что в духовных классах полностью отсутствует момент самообмана Я видел, что учителя-гиды, казалось, были повсюду, хотя не всегда в проявленной форме Наши учителя участвуют в учебных занятиях, но они никогда не вмешиваются в процесс самораскрытия Хотя сами души не являются всеведущими, они не сомневаются в наличии кармических уроков и их влиянии на события их прошлой жизни Это аксиома мира душ, что души всегда относятся к себе и своим действиям строже других Внутри учебной группы душ наблюдается поразительная четкость и здравость мысли Самообман напрочь отсутствует, но я должен сказать, что не обязательно все души имеют мотивы тяжело работать в каждой жизни У меня были пациенты, которые говорили мне Я собираюсь на какое-то время ускользнуть Это может означать, что они хотят несколько сократить темпы воплощений, принять более легкое воплощение или то и другое одновременно Хотя учителя души и совет старейших могут и не обрадоваться такому решению, с ним считаются Даже находясь в самом мире душ, некоторые ученики могут захотеть не всегда проявлять себя наилучшим образом Я думаю, что они представляют определенное меньшинство связанных с землей душ Для древних греков слово «персона» было синонимом слова «маска» и оно соответствует тому, как душа использует получаемое ею тело Когда мы воплощаемся в новом теле, природа души соединяется с характером этого тела и в результате формируется единая личность – персона Тело представляет собой внешнее проявление души, но оно не является полным воплощением личностного «я» нашей души Души, которые приходят на землю, думают о себе, как о переодетых актерах на мировой сцене В Макбете Шекспира «Король, готовясь к смерти» произносит следующие слова Жизнь – лишь кочующая тень, жалкий игрок, который вспыхнул на сцене на один час и исчез, и никто о нем больше не услышит Эти знаменитые строчки так или иначе отражают то, что чувствуют души по Отношению к своим жизням на земле с той лишь разницей, что с самого начала игры большинство из нас не знает Что они участвуют в игре, пока она не закончится, и это происходит из-за различных блоков памяти, известных как амнезия Таким образом, эта аналогия со спектаклем, как и аналогия с классом, соответствует тому, что видят мои пациенты, находясь в состоянии глубокого гипнотического транса Они сообщают мне, что когда они возвращаются в свои группы после особенно тяжелой жизни, друзья встречают их овациями и криками «Браво!» Аплодисменты относятся к хорошо выполненной работе в их последней жизненной игре Один субъект рассказывал так С большинством участников игры в нашей последней жизни, которые входят в мою группу Мы перед генеральной репетицией предстоящей жизни отходим в сторону, чтобы изучить отдельные сыгранные нами сцены Я часто слышу, как мои субъекты смеются, когда им предлагают какие-то роли в следующей игре, которая является их нынешней жизнью И какие дебаты происходят по этому поводу перед окончательным выбором и решением того, кто какие роли будет исполнять в будущем Наши гиды становятся режиссерами, которые проходят вместе с нами всю прошлую жизнь сцена за сценой, кадр за кадром, рассматривая как хорошие, так и плохие времена Если и бывают ошибки в суждениях и оценках, то очень незначительные Составляются новые сценарии для различных сцен с другими вариантами выбора, которые можно было принять в этих обстоятельствах И таким образом изучаются и сопоставляются все возможные последствия В сценарии просматриваются все роли и подробно анализируются формы поведения каждого игрока Души затем могут решить поменяться ролями и снова сыграть ключевые сцены, чтобы проверить результаты при участии другого исполнителя из их или из соседней группы Я поощряю моих субъектов рассказывать мне об этих пробных играх и заменах Души получают возможность увидеть в другом свете свои собственные действия прошлой жизни в исполнении других актеров Воссоздание альтернатив прошлой жизни представляет собой своего рода психодраму Которую я рассматриваю как полезное психотерапевтическое средство для души в ее нынешней жизни Эти сценические аналогии, создаваемые в группах душ, не имитируют то, через что они проходят на земле Они предлагают душе реальное средство осмысления и поддерживают в ней желание улучшаться Система очень оригинальная Душам никогда не надоедают эти образовательные упражнения, которые стимулируют творчество Изобретательность и желание преодолеть неблагоприятные условия, обретая мудрость через человеческие взаимоотношения И всегда они хотят проявить себя в следующий раз еще лучше Какова бы ни была форма обучения, учебные зоны мира душ предоставляют душам прекрасные возможности для приятной шахматной игры Позволяющие проделать все возможные ходы, выявляя наилучшее решение уже после того, как игра, как таковая, уже окончена И действительно, некоторые мои субъекты называют весь процесс реинкарнации игрой Последствия действий души в игре могут варьироваться в пределах от очень удовлетворительных к приемлемым и далее к неудовлетворительным Я понимаю, что некоторые читатели могут заключить, что все это подозрительно напоминает процесс обучения на Земле Но моя идея не в этом Мне рассказывали, что в том, как оценивают нас души в наших группах в мире душ, напрочь отсутствует дух критицизма Наоборот, они вдохновляют нас Большинство душ представляются мне мотивированными желанием просмотреть игру своей последней жизни, чтобы лучше подготовиться к следующей Подобно успешным спортсменам, они хотят прилагать максимум усилий и добиваться улучшений в каждом своем выступлении В конечном итоге они знают, что на определенном этапе развития мастерства этот аспект игры закончится завершением этого спектакля и физических воплощений как таковых В этом заключается цель душ, которые приходят на Землю Как я отмечал в начале этого раздела, обучение в учебных центрах не ограничивается просмотром прошлых жизней Помимо всего прочего, основную часть процесса составляет работа с энергией Овладение этими навыками осуществляется в различных формах классной работы Я уже говорил, что юмор является отличительным признаком мира душ В приведенном ниже случае ученица даст нам почувствовать дух необычности и эксцентричности Рассказывая, как спонтанно прошел один из уроков, на котором их учили созидать Случай 35 Доктор Ньютон Вы рассказали, как ваша группа собралась вместе напоминающим школьный класс, но мне не совсем понятно, что же там Происходит Субъект Мы собрались для практических занятий по созиданию с помощью нашей энергии Мой гид Трайнити стоит у доски и записывает задание для нас Доктор Ньютон А вы что сейчас делаете? Субъект Сижу вместе с другими и наблюдаю за Трайнити Доктор Ньютон Опишите мне, как вы расположены Сидите ли за одним длинным столом в ряд или еще как-то? Субъект Нет, у каждого свой стол или парта, крышка которого поднимается Доктор Ньютон Как вы сидите по отношению к своим друзьям? Субъект Я сижу слева Кейл, озорник, брат моего субъекта в ее нынешней жизни, сидит рядом со мной Джек, муж субъекта в ее нынешней жизни, прямо за мной Доктор Ньютон Какая атмосфера царит сейчас в комнате? Субъект Спокойная, очень расслабленная, потому что это задание такое простое, что нам почти скучно наблюдать за тем, как Трайнити что-то рисует Доктор Ньютон На самом деле А что рисует Трайнити? Субъект Он рисует Как быстро сделать мышку? Из различных частей энергии Доктор Ньютон Вы собираетесь разбиться на группы, чтобы объединить свои энергии для выполнения этого задания Субъект Махая рукой Нет-нет Мы это уже прошли Нас будут проверять индивидуально Доктор Ньютон Пожалуйста, объясните, в чем заключается тест Субъект Нам нужно быстро визуализировать мышь в своем уме Необходимые части энергии, чтобы воссоздать целую мышь В любом процессе творения существует определенная последовательность организации энергии Доктор Ньютон И ваше задание – предпринять правильные шаги в процессе создания мыши Субъект Да Но В действительности это тест на скорость Секрет успеха в обучении творению заключается в быстрой концептуализации, формировании представления, в понимании, с какой части животного начать Затем вы используете нужную энергию Доктор Ньютон Это трудно Субъект Широко улыбаясь, это просто Лучше бы Трайнити предложил более сложное существо Доктор Ньютон Настойчиво, но мне кажется, что Трайнити знает, что он делает Я не вижу Меня прерывает взрыв хохота, и я спрашиваю, в чем дело Субъект Кейл только что подмигнул мне, открыл свою парту, и я увидела, как оттуда выскочила белая мышь Доктор Ньютон То есть он опередил задание Субъект Да и похвастался Доктор Ньютон Знает ли об этом Трайнити? Субъект Все еще смеясь, конечно, он все замечает Он просто останавливается и говорит Хорошо, давайте все быстро сделаем это, раз вы готовы начать Доктор Ньютон И что происходит? Субъект По всей комнате начинают бегать мыши Хихикает Я делаю своей мыши более крупные уши Для смеха, чтобы еще больше оживить обстановку Этот раздел я завершу более серьезным примером группового использования энергии В следующем случае будет представлен урок, о котором я не упоминал раньше Он описывает узкую группу из трех участников, которые хотят помочь четвертому члену их близкого окружения, который только что воплотился на Земле В отличие от более высокого уровня способности Души в предыдущем случае, эти души принадлежат к учебной группе, которая недавно вступила на уровень 2 Случай 36 Доктор Ньютон Визуализируя всю значительную деятельность, происходящую в вашей учебной группе, пожалуйста, опишите мне какое-нибудь важное упражнение Субъект Долгая пауза Вы хотите, чтобы? Ну я вместе с двумя своими друзьями всячески стараемся помочь своей позитивной энергии Клайдию после того, как он вошел в тело ребенка Мы делаем это, потому что скоро все мы последуем за ним на Землю Доктор Ньютон Давайте рассмотрим это не спеша Что именно вы делаете в данный момент? Субъект Делает глубокий вдох Мы сидим вместе в кружке Наш учитель находится сзади и направляет нас Мы посылаем объединенный луч энергии вниз, в ум ребенка Клайдея Он только что прибыл и вы знаете Ах Я не хочу раскрывать секрет, но ему сейчас нелегко Доктор Ньютон Я понимаю Но видите ли, возможно, разговор об этом мог бы прояснить какие-то вещи Разве вы не думаете, что было бы неплохо обсудить то, что вы делаете чуть позже? Субъект Я Допускаю, что это так Я не вижу никакого вреда Доктор Ньютон Мягко Скажите, на каком месяце после зачатия Клайдий вошел в ребенка? Субъект На четвертом Замолчал, затем добавил, но мы начали помогать Клайдию на шестом месяце Это так трудно, поддерживать эту работу до девятого месяца Доктор Ньютон Могу понять, необходимость концентрироваться и так далее Пауза Расскажите мне, почему Клайдий нуждается в помощи трех своих друзей? Субъект Мы пытаемся послать ему ободряющую энергию в такой форме, чтобы помочь Клайдию лучше приспособиться к характеру этого ребенка Когда вы соединяетесь с ребенком, это подобно тому, как вы натягиваете на руку перчатку, подходящую по размеру для вас и для ребенка должно быть полное соответствие Доктор Ньютон Сложившаяся ситуация оказалась неожиданной для вас и вашего учителя Субъект Ну, не совсем Понимаете, Клайдий спокойная душа, мирная, а у этого ребенка беспокойный агрессивный ум и... Это сочетание оказалось трудным для Клайдия, несмотря на то, что он знал, что его ожидает Доктор Ньютон Вы хотите сказать, что еще до выбора этого ребенка он хотел пройти через определенного рода проблему испытания? Субъект Да он знал, что ему нужно научиться справляться с такого рода телом, потому что раньше у него были проблемы с неспособностью контролировать агрессивные эмоции Доктор Ньютон Будет ли этот ребенок недружелюбным человеком? Возможно, у него будут некоторые комплексы Эмоциональные конфликты и так далее Субъект Смеется именно так, и это мой старший брат Доктор Ньютон В вашей нынешней жизни Субъект Да Доктор Ньютон Какие роли в жизни Клайдея примут на себя те две души, с которыми вы работаете в настоящий момент? Субъект Зайнина его жена Амонс его лучший друг Доктор Ньютон Выглядит как хорошая группа поддержки Можете ли вы побольше рассказать, почему Клайдею нужна такого рода личность в теле? Субъект Ну Клайдий очень задумчивый Он много размышляет и строит разные гипотезы Он не вовлекается прямо в ситуацию Предполагалось, что это тело поможет ему расширить свои способности и поможет также ребенку Доктор Ньютон Имелись ли в прошлой жизни Клайдея проблемы? Субъект Пожимает плечами Проблемы-проблемы Такого же типа тела Он попал в зависимость от навязчивых желаний и дурных пристрастий Недостаточно контролировал себя Он жестоко обращался и с Зайниной Доктор Ньютон Тогда почему? Субъект Прерывает Мы серьезно изучали эту последнюю жизнь Просматривали все снова и снова Клайдий хотел получить еще одну возможность в такого же типа теле Он спросил Зайнину не стала бы она его женой снова И она согласилась Субъект начинает смеяться Доктор Ньютон Что вас развеселило? Субъект Только на этот раз я продолжаю сопровождать его в качестве его младшего брата Чтобы помочь ему справиться с очень сильным телом Доктор Ньютон Давайте рассмотрим ваше упражнение с лучом Объясните, как вы и двое ваших друзей используете свою энергию, чтобы помочь Клайдию Субъект Долгая пауза Линии энергии Клайде и ребенка расрознены Доктор Ньютон У ребенка рассеянная эмоциональная энергия И Клайдею трудно соединиться с этим Субъект Да Доктор Ньютон Происходит ли это в форме электрических импульсов, исходящих из мозга или что-то другое Субъект Пауза Да Мыслительные процессы От нервных окончаний Останавливается и затем продолжает Мы стараемся помочь Клайдею проследить за этим Доктор Ньютон Сопротивляется ли ребенок вторжению Клайдея? Субъект Нет Не думаю Смеется, но Клайди думает, что получил еще один в каком-то отношении примитивный мозг Доктор Ньютон В какое место в теле ребенка проникает ваш общий энергетический луч? Субъект Мы должны работать в основании черепа, начиная с задней стороны шеи Доктор Ньютон Я спрашиваю об упражнении, как об уже свершившемся, успешно ли вы справились с этим упражнением? Субъект Я думаю, что мы действительно помогли Клайдею, особенно в самом начале Опять смеется, но мой брат в этой жизни все же упрямый человек В последующих главах будет приведена дополнительная информация о взаимодействии душ в группах В главе 9 в разделе, описывающем сотрудничество тела и души Я более подробно остановлюсь на психологических аспектах нашей борьбы с примитивной стороной человеческого ума, упомянутой в последнем случае Следующая глава посвящена высшей духовной помощи, которую мы получаем в дополнение к учебным занятиям в группе Психологический обзор вариантов будущей жизни на самом деле начинается в период нашей первой ориентирующей настройки сразу же после возвращения в мир душ Идеи, связанные с нашими действиями в прошлой жизни и ожидания относительно будущего, более четко обозначаются на первой встрече души с советом старейших Глава 6 Совет старейших Человеческие страхи В ожидании суда и наказания Вскоре после возвращения в свою духовную группу души предстают перед собранием мудрых существ Находясь на один или два уровня выше наших гидов, эти вознесенные мастера являются теми наиболее продвинутыми зримыми существами, которых видят в мире душ мои все еще воплощающиеся пациенты Они дают им различные названия, такие как, например, старейшие священные мастера, преподобные или такие рабочие названия, как экзаменаторы или комитет Чаще всего этих высшей степени развитых мастеров называют советом и старейшими, поэтому для их описания я и буду использовать эти названия Поскольку совет старейших представляет собой неких авторитетов в мире душ, некоторые слушатели на моих лекциях настораживаются Когда я рассказываю о существах в длинных облачениях, которые задают душам вопросы об их действиях в прошлой жизни Один человек в Торонто даже не смог сдержаться и громко на всю аудиторию произнес Ага, знаю, знаю Зал суда, судьи и наказания Откуда в умах стольких людей сидит этот страх и цинизм относительно того, что происходит после жизни? Религиозные институты, гражданские суды и военные трибуналы определяют наш свод законов морали и правосудия, которые оказывают влияние на миллионы людей Преступления и наказания, а также традиции сурового наказания за проступки и правонарушения существуют с первобытных времен Позитивная роль морального кодекса в человеческой культуре, представленного в религиях всех времен и народов, огромна Считается, что именно страх кары небесной вынуждает массы людей соблюдать хоть какие-то нормы поведения Тем не менее, мне кажется, что в любой религиозной доктрине имеется и темная сторона Которая порождает в человеке тоску и страх перед ожидающей их после смерти встречей с суровыми судьями и ужасными духами Организованные религии, как таковые, существуют в нашей жизни последние пять тысяч лет Антропологи утверждают, что задолго до этого первобытные люди верили, что в одушевленных и неодушевленных объектах живут духи, хорошие или плохие В этом отношении древние племенные практики не очень отличаются от религиозных культов Многие боги древности были гневливыми и беспощадными, в то время как другие великодушными и заботливыми Люди всегда испытывали беспокойство относительно сил, находящихся вне их контроля, особенно божеств, которые могут распоряжаться их жизнью после смерти Поскольку переживания, связанные со спасением души, всегда составляли неотъемлемую часть нашей жизни Отсюда вытекает, что человеческие существа рассматривают смерть как некий страшный финал На протяжении нашей длительной истории жестокость жизни означала, что суд наказания и страдания продолжится в той или иной форме и после смерти Многие культуры на Земле поддерживали подобные представления в своих собственных интересах В людях воспитывали убеждение, что всем душам хорошим и плохим Сразу же после смерти предстоит последовать в мрачный загробный мир и пройти через суровые испытания На западе Чистилище долгое время изображалось как уединенное место пребывания душ, оказавшихся между раем и адом Неевангелические церкви последних десятилетий дают более либеральное определение Чистилища как состояние изоляции для очищения души от грехов и недостатков перед тем, как вступить в рай Существующая в концепциях восточной философии, особенно канонах индуизма и буддистских сект Махаяны, идея духовных тюрем в форме низших планов существования также несколько смягчилась И эта концепция еще одна причина, по которой я возражаю против использования образа концентрических кругов множественных астральных планов, по которым душа проходит после смерти Исторически они были задуманы для того, чтобы показать многообразие очистительных камер в загробном мире, где обитают демоны и вершат суд грозные судьи Искатели истины, которые обращаются к древним метафизическим традициям Востока, обнаруживают там такую же странную смесь суеверий и пережитков, как и в западной теологии Наряду с идеей реинкарнации в восточной философии сохраняется доктрина трансмиграции Путешествуя по Индии, я заметил, что идея трансмиграции является средством запугивания людей и используется для того, чтобы контролировать их поведение Согласно этой идее существует широкий ассортимент грехов, за которые душа трансмигрирует назад, к низшим или животным формам жизни в своем следующем круге существования В моей исследовательской практике я не обнаружил никаких подтверждений концепции трансмиграции души Мои субъекты отмечают, что энергии душ различных форм жизни на Земле не смешивается в мире душ С моей точки зрения запугивание и страх, который порождает идея трансмиграции, противоречат реальному процессу кармического правосудия Я обнаружил, что души людей, живших в своих прошлых воплощениях в других мирах, имели тела, которые обладали разумом чуть больше или меньше, чем человеческий вид жизни Мне никогда не встречались такие пациенты, которых направляли в какой-нибудь мир, где они не были самыми разумными из имеющихся там существ Таков изначальный замысел Мы проходим не столько через стадии наказания, сколько через стадии самообразования и просвещения Однако значительная часть человеческого сообщества не может освободиться от выработанного существующей на протяжении тысячелетий культурной традиции затаенного гнетущего чувства Что некий суд и наказание должны присутствовать в той или иной форме после жизни, как мы видим это на Земле Не обязательно ад, в котором силой тьмы карают и пытают нас, но, несомненно, что-то весьма неприятное Я надеюсь, что сказанное мной в этой главе успокоит людей, испытывающих страх перед неизбежностью наказания после смерти С другой стороны, кому-то совсем не понравится необходимость отчитываться перед советом старейших Эпикурийцы этого мира – те, кто склонны посвящать свою жизнь ничем неограниченным наслаждением и при этом не обращать внимания на проблемы окружающих Также могут не одобрить эту главу, как, впрочем, и иконоборцы, которые не признают вообще никаких авторитетов, ни моральных, никаких бы то ни было еще Мир душ – это место, в котором установлен определенный порядок, и совет старейших вершит правосудие Они не представляют собой абсолютный источник божественной власти, но являются верховными авторитетами, ответственными за души, все еще воплощающиеся на Земле Эти мудрые существа испытывают огромное сострадание к слабостям людей и с бесконечным терпением относятся к нашим недостаткам Нам представятся новые возможности в наших будущих жизнях Эти жизни не будут вариантом легкого кармического выбора, иначе мы бы ничему не могли научиться, воплощаясь на Земле Однако тяжелая и рискованная жизнь на этой планете не предназначена для того, чтобы быть источником и причиной будущих страданий после смерти Условия развития души в мире душ Мои субъекты заявляют, что они предстают перед своим советом сразу же по окончании жизни И многие рассказывают, что они посещают совет во второй раз непосредственно перед новым воплощением Из двух встреч первая, похоже, оказывает большее воздействие на душу Мы просматриваем вместе со старейшими главные решения, которые мы приняли в только что прожитой жизни Наше поведение и ответственность за действия, предпринятые на важных развилках нашего кармического пути, оцениваются очень тщательно На первом собеседовании мы остро осознаем свои ошибки, особенно если мы кого-то обидели Во время второй встречи, если она происходит перед новым рождением, мы более непринужденно и свободно обсуждаем потенциальные возможности решения надежды, связанные с предстоящей жизнью Наши гиды сообщают нам, когда подходит время явиться на совет И обычно они сопровождают нас в пространство, где заседают вознесенные мастера Обычно гиды не играют большой роли в этих заседаниях Однако, когда более продвинутая душа одна отправляется на эту встречу, она может увидеть там и своего гида Когда гиды действительно отправляются с нами на собрание, они просто тихо присутствуют Дело в том, что они уже до этого обсудили с членами совета нашу прошедшую жизнь Являясь нашими изначальными учителями и защитниками, гиды могут в ходе беседы вставить то или иное замечание Чтобы прояснить какой-то момент или растолковать нам некоторые высказывания членов совета, если мы что-то не поняли Я убежден, что гиды играют гораздо большую роль на этих встречах, чем многие из моих пациентов осознают Все мои субъекты дают очень единообразное описание формы и процедуры заседаний совета Когда я приступаю к этой части сеанса в работе с пациентом, я, как правило, спрашиваю, что происходит, когда приходит время предстать перед группой мудрых существ Вот пример типичного ответа Настал момент, которого я ожидал Я должен посетить святейших Приходит мой гид Лайнел, и мы вместе отправляемся из пространства моей группы вниз по длинному коридору, мимо других классов Мы перемещаемся в другую зону с более широким коридором, вдоль которого высятся мраморные колонны Стены покрыты своеобразным разноцветным узором, напоминающим морозные разводы на стеклянном панно Я слышу тихое хоровое пение под аккомпанемент струнных инструментов Освещение приглушенное в золотистых тонах Атмосфера приятная, даже чувственная, но я немного волнуюсь Мы входим в просторное крытое помещение с прекрасными растениями и журчащим фонтаном Это место ожидания Несколько мгновений спустя Лайнел вводит меня в круглый зал с высоким куполообразным потолком, откуда вниз распространяются лучи света Святейшие сидят за длинным, имеющим лунообразную форму столом Я выхожу в центр комнаты напротив стола, в то время как Лайнел становится слева и позади от меня Когда я первый раз услышал о подобных встречах с Советом, я не мог понять, для чего нужна такая официальная обстановка Почему встречи не проходят на фоне простого сельского пейзажа, если старейшины столь благожелательны? Молодые души рассказывали мне, что такая обстановка была правильной и подходящей для их испытательного собеседования Но более зрелые души объясняли, что главная причина – куполообразная конструкция помещения Благодаря ей высшее присутствие с большим эффектом направляет сверху и фокусирует свою световую энергию на происходящем совете Чуть позже в этой главе я более подробно рассмотрю могущественное воздействие присутствия Огромное большинство моих субъектов описывают зал заседаний Совета Старейших так, как показано на рисунке 8 Они воспринимают это величественное помещение как олицетворение священных мест на земле Эта небесная обитель сострадания, как выразился один из пациентов, является собой символический образ храмов, мечетей, синагог и церквей Центральный стол Г, отмеченный на рисунке 8, обычно имеет длинную закругленную по краям форму, чтобы за ним могло уместиться большое количество старейшин Некоторые пациенты сообщают, что они видят этот стол на некотором возвышении, чуть выше уровня глаз Я узнал, что эти видимые нюансы в обстановке связаны с тем, что, по мнению души, необходимо для определенной встречи, чтобы она была наиболее эффективна для них Если душа склонна воспринимать свой совет более официально, как собрание строгих авторитетов То на это могут быть свои причины, которые я далее выясняю, анализируя вместе с пациентом его прошлую жизнь Субъекты, которых я регрессирую в мир душ, не очень-то охотно излагают подробности собеседования со старейшими Они предпочитают, чтобы гипнотерапевт не знал того, что происходит с ними за стенами заседания совета Но на подсознательном уровне гипнотического состояния они испытывают доверие к духовному регрессионисту И это, похоже, позволяет им рассказывать о своих сокровенных воспоминаниях По этой причине на мое исследовательское проникновение в человеческую память о мире душ ушло так много лет Это было подобно собиранию по частям картинки-загадки Маленькие кусочки информации о мире душ позволили впоследствии выявить то, что лежало в основе происходящего Что было бы невозможно для меня, если бы я напрямую задавал вопросы обо всей подоплеке видимых событий Например, причина, по которой стол старейшин оказывается приподнятым, связана с маленькой деталью, которая имеет более широкий контекст и предпосылки Другой момент – это положение гида, особенно во время первой встречи души с советом Как мы видим из рисунка 8, гид В занимает позицию слева Долгое время я не мог понять, почему гиды располагаются в большинстве случаев сзади слева Типичная схема зала, где души встречаются с советом старейших Это помещение представляется большинству людей большой круглой комнатой с куполом Души входят сюда через проход А или нишу Душа находится в центре В, ее гид располагается позади и обычно немного слева В Старейшие в основном сидят за длинным серповидной формы столом Г перед душой Стол может также иметь прямоугольную форму Когда у души два гида, то если более молодой гид тоже входит в это помещение, он становится справа Чаще всего душу сопровождает старший гид, и если он присутствует на заседании, он только в очень редких случаях стоит справа Всякий раз, когда я спрашивал, почему это так, я получал весьма туманный ответ вроде О, это не столь ограничивает, или мы так обычно общаемся, или мы стоим на определенных местах из почтения к собранию В какой-то момент я прекратил задавать этот вопрос и не обращался к нему достаточно долго В один прекрасный день, когда я работал с очень восприимчивым и продвинутым субъектом, он рассказал мне о важных особенностях процесса общения на совете Я задал ему свой вопрос о положении гида и получил следующий ответ Случай 37 Доктор Ньютон Почему ваш гид стоит позади вас слева? Субъект Смеется, вы не знаете У большинства человеческих тел левая сторона головы доминирует над правой Доктор Ньютон Какое это имеет отношение к его позиции? Субъект Вопрос правосторонних и левосторонних вещей Они не синхронны Доктор Ньютон Вы говорите о дисбалансе между левым и правым полушариями головного мозга у людей Субъект Да моя проблема, да и проблема многих других, кто недавно вернулся с Земли Слегка ослабленное энергетическое восприятие нашей левой стороны Это недолго длится Доктор Ньютон И что, стоя на совете, вы все еще чувствуете влияние вашего человеческого тела? Вы еще сохранили в себе этот физический отпечаток Субъект Да именно об этом я вам и говорю Мы еще не успеваем освободиться от этих воздействий к моменту нашей первой встречи со старейшими Прошло, возможно, всего несколько часов после моей смерти Требуется какое-то время, чтобы избавиться от плотности физического тела Его ограничений Чтобы стать полностью свободными Это одна из причин, по которой мне не очень нужен Джером Гитт во время второй встречи ДР и... Почему? Субъект К тому времени наш телепатический обмен становится более успешным Доктор Ньютон Пожалуйста, объясните мне, как в действительности Джером помогает вам, стоя слева от вас Субъект У большинства людей левая сторона более жестка, чем правая Джером помогает мне получать энергию, посылаемую советом в мою правую сторону Блокируя мысли, которые могут выскользнуть слева Доктор Ньютон Вы хотите сказать, что ваша энергетическая аура подобна решету? Субъект Смеется, иногда похоже на это слева Блокируя мысли, которые могут выпасть Он выполняет функцию заднего щита, отбрасывающего мысли волны назад ко мне И таким образом мне лучше удается их удерживать Это помогает мне осмысливать получаемую информацию Доктор Ньютон Как вы думаете, он включает свои собственные мысли в этот процесс? Субъект Конечно Он хочет, чтобы все это вошло в меня и осталось там Беседы с другими субъектами подтвердили этот счетовой эффект, о котором говорил мне субъект 37 В начале своих воплощений души, пока они учатся использовать эти уникальные и сложные процессы, обнаруживают Что в большинстве случаев правое и левое полушария человеческого мозга не сбалансированы между собой Мне рассказывали, что нет и двух человеческих тел, в которых полушария мозга были бы одинаковым образом связаны с процессами критической оценки, творчества и языкового общения Это одна из причин, побуждающие мудрые души входить в новое тело на ранних этапах беременности матери Психотерапевты, занимающиеся регрессией пациентов в прошлой жизни, работают с отпечатками этих жизней, которые блокируют нынешнее тело пациентов Как правило, эти люди приходят к нам после того, как традиционная медицина не смогла облегчить их положение Например, физическая проблема может быть связана с насильственной смертью в прошлой жизни И это часть нашей работы – перепрограммировать эти остаточные явления, если они начинают подтачивать здоровье пациента В главе 4 мы видели, как телесные отпечатки влияют на души, имевшие физическое повреждение своей энергии, во время их возвращения в мир душ Должен заметить, что до случая 37 я не мог себе даже представить, что отпечаток человеческого тела может повлиять на беседу во время встречи с советом Я знал, что в ходе этих бесед члены совета могут общаться друг с другом на уровне высоких и низких вибраций с очень большой скоростью Обычная душа не может уловить большую часть такого рода обмена между старейшими И делается это намеренно Я полагаю, что можно смело заключить, что со всеми беседами на встречах с советом, требующими истолкования, обычно управляются именно наши гиды Я использую довольно нетрадиционный для духовного регрессиониста, но эффективный метод, имеющий отношение к совету и обмену информацией Когда я работаю с субъектом, находящимся перед лицом совета старейшин, я часто прошу их спросить старейших, а также их гида, знают ли они моего духовного гида Пациенты обычно отвечают утвердительно, говоря что-то вроде того, что все мастера в мире душ знают друг друга Затем я спрашиваю, почему пациент думает, что эти мастера, его гид и мой гид, сговорились привезти его в мой офис именно в этот день Ответы могут быть очень откровенными, поскольку мои пациенты чувствуют, что здесь присутствует синхронность В ходе сеанса субъект чаще всего замечает Вы знаете, я вижу, как ваш гид завис над вашим левым плечом Помогая вам и смеясь над вашими усилиями, вы ведать больше информации о мире душ, чем вам нужно знать Души, предстающие перед своим советом, уже были до этого опрошены своими гидами во время процесса ориентирующей настройки Однако именно на совете души наиболее остро переживают свои прошлые деяния Совет вовсе не ставит перед собой задачу унижать предстающие перед ним души или наказывать их за их недостатки Цель старейших, задавая вопросы, помочь им достичь их целей в следующей жизни Каждая душа знает о порядке опроса относительно прошедшей жизни Хотя они также знают, что ни одно посещение совета не бывает похожим на другое На встречах с молодыми душами, как я заметил, и гиды, и члены совета бывают особенно снисходительны и внимательны Во время моих ранних исследований собраний совета я узнал, что направляемый опрос моих субъектов Этими духовными мастерами производился одновременно твердо и с великодушием Признаться, когда я только услышал об этих собеседованиях, у меня были некоторые сомнения Мне казалось, что если душу призывали предстать перед собранием высших существ То процесс кармического просмотра и анализа непременно должен иметь карательный аспект Это было связано с моей собственной культурной обусловленностью В конце концов я понял, что встреча с советом имеет много аспектов Старейшие объединяют в себе качество любящих, но строгих родителей, управляющих директоров, поощряющих учителей и психологов-консультантов И души испытывают по отношению к совету глубокое почтение В действительности души сами для себя являются самыми суровыми критиками Я считаю, что замечания и оценки мы получаем от членов своих собственных духовных групп Значительно резче, чем то, что исходит от совета старейших Хотя наши товарищи по группе иногда высказывают свою критику в шутливой форме Когда души отправляются в пространство, где им предстоит встретиться с их советом Они могут испытывать самые разные чувства У меня были субъекты, которые с нетерпением ожидали встречи со старейшими, чтобы узреть более высокую перспективу своего прогресса Другие несколько встревожены, но это проходит, как только начинается само собрание Старейшие почти сразу же могут успокоить предстающую перед ними душу, давая ей почувствовать, что она желанна Одно из наиболее очевидных различий судебного заседания на Земле от духовного собрания великих мастеров заключается в том, что в духовном пространстве все общаются между собой телепатически Таким образом, все присутствующие знают всю правду о каждом аспекте нашего поведения и тех решениях, которые мы приняли в прошлой жизни Обман просто невозможен Нет надобности ни в свидетелях, ни в адвокатах, ни в присяжных заседателях Поскольку старейшие могут правильно спланировать наше будущее, они хотят убедиться в том, что мы хорошо поняли последствия наших действий, особенно тех, что касаются взаимоотношений Старейшие спрашивают нас, как мы относимся к главным эпизодам нашей жизни и образу наших действий Продуктивные действия, те, которые привели к нежелательным результатам, обсуждаются с нами открыто без оттенка ехидства или обвинений Невзирая на то, что мы неоднократно продолжаем совершать одни и те же ошибки, наш совет проявляет огромное терпение по отношению к нам Мы сами гораздо менее терпеливы с собой Я убежден, что если бы советы всех душ на Земле, с которыми я работал, не были бы столь терпимы и снисходительны, обыкновенные души просто отказались бы снова воплощаться У душ есть право отказаться от возвращения на Землю Старейшие пытаются выяснить наше мнение о том, насколько наше тело служило или препятствовало развитию Совет уже продумывает наше возможное будущее тело и будущее развитие Они хотят знать, что мы думаем о нашем следующем воплощении Многие субъекты испытывают чувство, что их совет еще не принял решение относительно их будущей жизни Ничто на этой встрече не происходит механически или по какому-то шаблонному образцу Крайне важным на собраниях совета считается наше намерение в жизни Старейшие знают о нас все еще до нашего появления перед ними Но во время обсуждения тщательно анализируется то Как ум нашей души соприкасался и взаимодействовал с человеческим мозгом При этом они знают и другие наши воплощения Их интересует, насколько нам удавалось контролировать характер и негативные эмоции своих земных тел Души никогда не оправдывают свое поведение принуждением, иллюзиями или привязанностями Я не хочу сказать, что души не жалуются на собрании совета на трудности Однако рассуждения о жизненных испытаниях не превращаются в жестокие и суровые признания Совет стремится выяснить, удавалось ли внутренней бессмертной природе нашей души Поддерживать свою целостность в смысле ценности идеалов и действий во время воплощения Они хотят знать, были ли мы поглощены нашим телом, подчинены ему или же прорывались сиянием своей души сквозь него Успешно ли душа соединялась в качестве партнера с человеческим мозгом и формировала единую гармоничную человеческую личность Члены совета расспрашивают душу об использовании силы и власти Было ли наше влияние позитивным или коррумпированным потребностью господствовать над другими Попадали ли мы под влияние убеждений других людей, демонстрируя отсутствие личной силы, или мы вносили какой-то свой вклад Совет не столько озабочен тем, как часто на своем жизненном пути мы падали, сколько тем имели ли мы мужество подняться и довести дело до конца Внешний облик и структура совета Слово «старейшие» представляется многим пациентам подходящим, потому что продвинутые существа, сидящие в собрании, воспринимаются как почтенные мужи Их часто описывают не имеющими волос или седовласыми и с бородами Расспрашивая своих пациентов о том, какого пола эти существа, я пришел к некоторым выводам Видимое преобладание на советах пожилых мужчин – это культурный стереотип Мудрость принято связывать с возрастом, а мужчин чаще видят на советах потому, что на протяжении долгой истории Земли власть была преимущественно сосредоточена в руках мужчин Существует два фактора, которые создают эти стереотипные образы Во-первых, то, что проецируется нам со стороны совета, имеет целью затронуть наш собственный опыт и понятия как душ, воплощающихся на Земле Во-вторых, во время регрессии могут происходить понятийные накладки Вспоминая и переживая заново моменты встречи с советом, где они были свободны от физического тела Мои субъекты в то же время общаются со мной, находясь в своих нынешних телах со всеми культурными стереотипами сегодняшней жизни Мы находимся под воздействием того же влияния, когда возвращаемся в мир душ и проецируем для членов нашей группы образы прошедшей жизни Эта проекция отражает наш характер и настроение в данный момент, а также предназначена для того, чтобы души, которые не видели нас какое-то время, сразу же узнали нас Я уверен, что гипнотерапевты-регрессионисты, которые будут проводить подобные же исследования в будущем, обнаружат на этих собраниях совета женщин не меньше, чем мужчин Имейте в виду, что работая со своими субъектами, я обычно рассматриваю промежутки между их жизнями, которые имели место в прошлых веках Я всегда учитываю период времени, когда оцениваю реальность ментальных образов моих пациентов относительно различных сцен в мире душ Отметив эту предвзятость относительно пола членов совета, я должен добавить, что большинство моих продвинутых субъектов А также большое число душ, находящихся на промежуточных уровнях развития, воспринимают старейших двуполыми Член совета может явить себя душе бесполым существом или иметь смешанный пол, демонстрируя как женский, так и мужской образы Тем не менее, поскольку почти никто из моих пациентов либо не может, либо не хочет сообщать мне имена членов совета Они склонны называть их личным местоимением он, а не она, несмотря на отсутствие каких-либо внешних половых признаков Что касается гидов, то здесь описания женских и мужских образов имеют примерно равное соотношение Если читатель вернется к рисунку 8, то он заметит, что стол членов совета находится в задней части круглого зала Душа Б стоит прямо по центру Большинство моих пациентов говорит Мы стоим из почтения к совету Я не уверен, что у них есть выбор Когда субъект рассказывает мне, что стола вообще нет и что старейшие приглашают его к неформальному общению Я знаю, что я работаю с высоко развитой душой, которая приближается к статусу гида Очень молодые души, которые воплощались на земле менее пяти раз Видят свой совет совсем иначе, чем все другие мои субъекты, о чем свидетельствует приведенный ниже отрывок из беседы Нас четверо и мы вовсю играем Мы делаем всякие глупости, когда нашего учителя Майнери нет рядом Когда приходит время встретиться с двумя важными людьми, мы все беремся за руки Мы отправляемся в место, где все очень красочно И там на двух стульях с высокими спинками сидят мужчина и женщина и приветливо нам улыбаются Они только что закончили с небольшой группой детей, которые помахали нам, когда выходили отсюда Этой паре, я думаю, 30 с небольшим Они могли бы быть нам как родители Они очень любящие и добрые и приглашают нас знаками подойти поближе Они просто задают нам несколько вопросов о том, как у нас дела и что бы мы хотели делать в нашей следующей жизни Нам велят очень внимательно прислушиваться ко всему, что нам говорит Майнери Все это как праздник Рождества в универмаге вместе с двумя Санта-Клаусами То, что перед собранием совета предстало несколько душ Является несомненным признаком того, что мой субъект еще считается младенческой душой Я узнал, что эта личность только один раз воплощалась на земле до своей нынешней жизни По моим наблюдениям, примерно между второй и пятой жизнями сцена заседания совета меняется Один пациент, у которого только что произошла такая перемена, воскликнул О, как все изменилось! Встреча на этот раз более официальная Я немного обеспокоен Здесь длинный стол, и трое пожилых людей просят меня описать свои достижения Это как если бы я только что прошел через экзамен, и теперь пришло время выяснить, насколько я преуспел Обычные пациенты видят на своем совете от 3 до 7 старейшин Более продвинутые души могут лицезреть от 7 до 12 членов совета В любом случае здесь нет жестких правил Однако, по мере того, как душа развивается и становится более сложной Для полного рассмотрения требуется больше специалистов Я действительно заметил, что менее развитые души часто не могут отчетливо различить всех членов своего совета За исключением председателя и, возможно, еще одного из старейших за столом Эти двое, похоже, больше всего участвуют в беседе В то время как старейшие, которые не задают вопросов, воспринимаются душой, как в тумане Меня поражает, что существует определенный порядок в размещении членов совета за столом Менее активные участники сидят по краям, а в центре почти всегда сидит председатель Прямо напротив души Этот старейший в основном и задает вопросы И его можно считать директором или ведущим Число членов совета, участвующих во встрече, может меняться каждый раз В зависимости от обстоятельств только что прожитой, а также предстоящей жизни Председатель нашего совета, его можно, один или два других старейших Как правило, всегда присутствуют на таких встречах в промежутках между многими нашими воплощениями Другой любопытный момент заключается в том, что члены одной и той же группы душ обычно предстают перед разными советами Я полагаю, что это связано с особенностями характера каждой души и уровнем ее развития Мои пациенты не в состоянии объяснить, почему это так Когда пациент говорит мне, что какой-то член его совета только что появился на собрании после долгого отсутствия На протяжении нескольких промежутков между жизнями пациента Или что появился новый член совета, я всегда обращаю на это внимание Один пациент рассказал мне следующее После моей последней жизни я увидел нового члена совета, женщину Нельзя сказать, что она не была добра, но она проявляла несколько критическое отношение К длящейся на протяжении многих жизней моей нечувствительности к женщинам Она появилась здесь, чтобы помочь мне разработать план С помощью которого я мог бы преодолеть свою склонность исключать женщин из моей жизни Это препятствует моему развитию Очевидно, что в определенных случаях, когда мы на протяжении ряда жизней попадаем в одну и ту же колею На наших собраниях появляются те или иные специалисты, мастера своего дела Находясь перед лицом трех старейшин, один субъект заметил следующее Со мной беседует только сидящий в самом центре директор Старейший, находящийся слевой от меня стороны, излучает теплую благожелательную энергию В то время как сидящий справа посылает мне покой и безмятежность Похоже, я нуждаюсь в успокоении в данный момент «Потому что мы говорим о моем умении справляться с гневом и раздражительностью в моих жизнях» Другая моя пациентка объясняла то, что происходило на ее последней встрече с советом, следующим образом «После многих моих последних жизней состав моего совета менялся» «К троим членам совета присоединился еще один, затем их снова стало трое, а затем опять четверо» Я заметила, что этот четвертый старейший излучает серебристый цвет, в то время как другие имеют насыщенные фиолетовые тона Я называю его моим консультантом во всем, что касается уверенности Всякий раз, когда я вижу его на собрании, я знаю, что мне предстоит выслушать лекцию о том, что мне не хватает уверенности в себе Он говорит мне, что я сдержанная и скрытная душа и боюсь отстаивать себя в отношениях с другими, даже когда я знаю, что я права Я рассказываю ему, как мне бывает страшно, когда я на земле, и он мягко объясняет мне, что когда я раскрываюсь, меня начинают любить и ценить Я боюсь всяких осложнений и неблагоприятных жизненных обстоятельств Он говорит мне, что мы никогда не даем тебе больше того, с чем ты можешь справиться Продолжай раскрывать себя Ты многое можешь предложить другим Эта душа выбрала в своей нынешней жизни тело маленькой женщины с непримечательной внешностью Отклонив другое соблазнительное предложение стать яркой, красивой женщиной Она сказала мне, что надеялась обрадовать своего серебристого консультанта, выбрав дополнительное сложное обстоятельство Наряду с тем, что она приняла жизнь с родителями, которые принижали и обесценивали ее в детстве Я спросил эту пациентку, какое заявление этого серебристого члена совета больше всего поддерживало ее на протяжении нескольких последних веков Она ответила То, что ты извлечешь из каждой трудной жизни, ты приобретешь на вечные времена В то время как наш личный гид внимательно рассматривает, какие цели мы ставили перед собой И анализирует каждый наш шаг, старейшие задают вопросы более общего характера Совет не вникает непосредственно в нашу только что закончившуюся жизнь Их вопросы касаются всей цепочки наших жизней и имеют целью выявить общую тенденцию нашего движения в сторону самореализации Старейшие желают установить, развиваемся ли мы полноценно и в соответствии с нашими возможностями Я убедился, что состав совета тщательно продумывается И в него входят определенные старейшие, чьи характер и опыт имеют какие-то общие черты с душами, предстающими перед ними Иногда я замечаю личностное сходство между каким-то старейшим и моим пациентом Такие старейшие имеют сходный с душой характер, сильные и слабые стороны, интересы и цели И все же я должен добавить, что огромное большинство людей, которых я погружал в состояние регрессивного гипноза Не чувствуют настоящей близости со старейшими на их советах Они испытывают чувство почтения и благоговения к ним, в отличие от глубокой любви, которую они проявляют по отношению к своим духовным гидам Вот почему приведенный ниже случай является исключительным Случай 38 Доктор Ньютон Заметили ли вы новые лица на своем совете? С того времени, когда вы в последний раз являлись перед ним? Субъект На мгновение задержав дыхание, и затем с глубоким вздохом удовлетворения, наконец Рендор вернулся О, я рад снова видеть его Доктор Ньютон Кто такой Рендор? Примечание Субъекта охватила дрожь, и он молчит Доктор Ньютон Теперь сделайте еще один глубокий вздох, и расслабьтесь, чтобы мы могли вместе выяснить, что происходит Где сидит Рендор? Субъект Слева от центра стола Все еще пребывая в задумчивости, это было так давно Доктор Ньютон Сколько прошло земных лет с тех пор, как вы в последний раз видели Рендора? Субъект сквозь слезы после долгой паузы где-то Три тысячи лет Доктор Ньютон Это для вас означает множество жизней Почему Гейдар так? Долго отсутствовал Субъект Все еще сквозь слезы, но уже взяв себя в руки, вы понимаете значение его возвращения на мой совет Рендор очень стар и мудр Он такой Спокойный Он был со мной до того, как мои земные циклы, прошлое жизни умножились Рендор говорил мне, что я был очень перспективным и быстро развивался Я получал очень важные задания И затем Субъект останавливается Голос опять прерывается Доктор Ньютон Мягко Все в порядке Пожалуйста, продолжайте и расскажите мне, что с вами произошло Субъект После долгой паузы я Лишился милости Я попался в ловушке, как это случается здесь со многими из нас Я слишком уверился в своем могуществе Я стал получать удовольствие от обладания властью над другими И было неважно, какого рода тело я имел Я стал попустительствовать себе и проявлять эгоизм и корысть И так продолжалось из жизни в жизнь Рендор предупреждал меня о том, что я торможу свое развитие И я обещал ему исправиться, но не сдержал его Столько жизней Впустую Я упусти такие возможности И разрушил свое знание и силу Доктор Ньютон Но очевидно, недавно вы резко изменили положение дел Иначе Рендор не был бы здесь Субъект Я очень тяжело трудился последние 500 лет, чтобы улучшить ситуацию Заботился о других, помогал другим, проявлял чувство сострадания И вот моя награда Рендор вернулся Субъект начинает сильно дрожать и не может говорить Доктор Ньютон После некоторого перерыва, во время которого я постарался успокоить пациента Что сказал вам Рендор, когда вы увидели его после его долгого отсутствия? Субъект Он тепло улыбнулся мне и сказал Я рад снова работал с тобой Доктор Ньютон Только и всего Субъект Больше ничего и не нужно Я ощущаю могущество его великого ума и знаю, что он снова уверен во мне и в моем будущем Доктор Ньютон Что вы ответили ему? Субъект Я поклялся больше не оступаться По описанию субъекта Рендор был облачен в сияющее фиолетовое облачение Как гиды, так и члены совета почти всегда облачены в одеяния, которые иногда описывают как туники Духом не требуются одежды, так же как и жилища в мире душ Эти образы и представления людей об их духовной жизни, как и многие другие, являются метафорическими Будучи чистой энергией, старейшие имеют насыщенные оттенки пурпурно-фиолетового Но цвет их одежды может быть разным Эти облачения символизируют высокое положение, честь и исторические образы в умах людей, рассказывающих о них Облачения ассоциируются у людей с областью права, с академическими знаниями и теологией в человеческом обществе Психотерапевт, работая с пациентом, погруженным в гипноз, может извлечь важную ключевую информацию Расспрашивая его о цвете облачений каждого из старейших на его совете Эти одежды демонстрируются душем с земли для их назидания Когда я начал собирать информацию о разнообразных оттенках цвета одежды Я полагал, что эти различия ассоциируются в умах людей с определенным статусом или положением старейших В своих первоначальных исследованиях этого аспекта мира душ я задавал вопросы Основываясь на моих ошибочных допущениях относительно власти Но я обнаружил, что облачение этих существ, их положение за столом и степень участия каждого в собрании не были связаны с иерархией Чаще всего мои пациенты видят белые и пурпурные одеяния Поскольку они находятся в противоположных концах цветового спектра, это сочетание может показаться противоречивым Однако, как видно из случая 31, белый цвет – это чувствительная принимающая энергия начинающих И в то же самое время для продвинутых душ – это цвет передачи энергии мысли Белая энергия молодых душ указывает на процесс непрерывного самоочищения и обновления В случае с более продвинутыми душами она означает чистоту и ясность Причина, по которой мои субъекты так часто видят старейших на совете гидов, встречающих их у ворот в мир душ В белых облачениях заключается в том, что в данных случаях белый представляет процесс передачи знаний и мудрости Белые энергетические облачения или белое сияние, а ауры вокруг просветленных существ, означает мысль, гармонично резонирующую со вселенской энергией Пурпурный цвет – это цвет мудрости и глубокого понимания Члены совета, облаченные в пурпурные и фиолетовые одежды, демонстрируют способность управлять делами душ, предстающими перед ними, добро, желательный с любовью, идущий из их огромного опыта Эти цвета, энергии, отраженные в одеждах старейших, несут в себе идеалистическое качество совершенства, воспринимаемое моими пациентами Черные одежды не встречаются здесь, хотя иногда какой-нибудь чересчур обеспокоенный субъект и может назвать старейших судьями, когда они впервые вступают в зал заседания совета Но оказавшись внутри, ни одна душа не воспринимает это место собрания как зал суда Среди элементов одежды старейших можно увидеть капюшоны, четырехугольные шляпы и облегающие шапочки, имеющие для нас своеобразный антикварный дух Капюшоны обычно бывают откинуты и поэтому представляются для наблюдателя менее пугающими Эти образы напоминают мне религиозные монашеские ордены, такие как орден доминиканцев, члены которого носили белые облачения с капюшонами Эти образы, связанные с земными облачениями и туниками из ткани, уходят корнями в далекую историю Одежда и другие детали облачения старейших, о которых сообщают мои субъекты, являются внешними атрибутами Возбуждающими чувство уважения и почтения к мудрым существам, которые подобно оракулам толкуют события жизни души Следующий субъект это душа уровня I, которая только что вступила в зал совета после своей прошлой жизни, закончившейся в 1931 года Случай 39 Доктор Ньютон Сколько старейших присутствует на вашем совете? Субъект Я предпочитаю называть их мудрецами Их шестеро, и они сидят за столом Доктор Ньютон Объясните мне во что одет каждый мудрец, и расскажите о впечатлении, которое они производят на вас Субъект Пауза, ну тот который в центре, одет в пурпурные одежды, а другие в белые смешанные с пурпурным Ух За исключением одной, которая сидит с правого конца Она имеет главным образом белый с желтым оттенком Она, как мне кажется, наиболее жива относится ко мне, чем остальные Доктор Ньютон Что для вас означают все эти цвета? Субъект Это в каком-то смысле зависит от того, как я прожил свою жизнь Мудрец в белом справа хочет, чтобы я более ясно все понял Личность в желтых одеждах Имеет какое-то отношение к поддержке, которую я даю и получаю Но я не знаю, с чем это связано в данный момент Я помню, что две жизни назад на ее месте был кто-то другой, одетый в малиновые одежды Тогда я вернулся домой в мир душ, после того, как получил физическую травму Доктор Ньютон Что вы подумали, когда две жизни назад увидели красные одежды на этом старейшем? Субъект Это физический цвет, ориентированный на тело Мудрец в малиновых одеждах имел дело с кармическими влияниями Отразившимися на этом теле Я был совершенно истощен и сердит после той жизни Тогда был еще мудрец, одетый в зеленые одежды, но сейчас я его не вижу Доктор Ньютон Почему именно он? Субъект Они облаченные в зеленое, очень искусные в целительстве Ментальном и физическом Доктор Ньютон И всегда ли вы видите эти цвета в одеждах мудрецов? Субъект В действительности нет В большинстве случаев я вижу их всех одетыми в одежды пурпурных оттенков На этот раз я должен получить какую-то особую информацию Доктор Ньютон Давайте поговорим о существе в пурпурных одеждах, которые находятся в центре Как вы думаете, важная ли эта личность? Субъект Смеется на мой вопрос Да они все важные Дээрен Хорошо, может он имеет для вас большее значение, чем другие Субъект Да он лидер Он как бы руководит всем происходящим Доктор Ньютон Почему вы так думаете? Субъект Потому что другие прислушиваются к нему Он направляет процесс Другие, кажется, говорят в основном через него Доктор Ньютон Вы знаете его имя? Субъект Смеется ни в коем случае Мы не входим в этот круг Доктор Ньютон Как начался ваш совет? Субъект Главный направляющий говорит мне Добро пожаловать Мы рады, что ты снова с нами Доктор Ньютон Что вы отвечаете? Субъект Спасибо, но про себя я думаю Надеюсь, что все идет как надо Доктор Ньютон Какого рода мысли вы улавливаете затем от председателя, который ведет собрание? Субъект Он не хочет, чтобы я чувствовал, будто мудрецы настолько выше меня, что я не могу с ними разговаривать Эта встреча предназначена для меня Затем он говорит Что ты думаешь о своем продвижении со времени нашей последней встречи? Научился ли ты чему-то новому, о чем мы могли бы поговорить? Пауза Вот так началось собрание Они хотят послушать, что я скажу Доктор Ньютон Чувствуете ли вы себя сейчас более раскованно? Субъект Да Доктор Ньютон Кратко опишите, что происходит дальше Субъект Пауза Мы начали с моих правильных поступков В моей прошлой жизни у меня была своя довольно успешная компания, в которой было занято много людей Я перебираю это в моем уме Я хочу произвести хорошее впечатление, рассказывая им о своих благотворительных акциях, хороших делах Ну, вы понимаете Пауза Затем мы переходим к тому, как я управлял своей компанией Как не мог избежать конфликтов, разногласий со своими служащими и гнева по отношению к ним Субъект возбуждается, я расстроен И я работаю над этим Но затем Останавливается Доктор Ньютон Пожалуйста, продолжайте Помогает ли вам сейчас ваш гид? Субъект Мой гид Джоуквин говорит, стоя позади меня Он подытоживает главные этапы моей жизни и моей цели, которые заключались в том, чтобы внести какой-то вклад в общество, дав людям работу во время Великой депрессии Доктор Ньютон Мне кажется, это неплохо Вам нравится, как Джоуквин представляет вас мудрецам? Субъект В общем-то, да Он говорит о том, что я хотел сделать, и затем о том, что на самом деле произошло Он рассказывает все очень ровным тоном Джоуквин не защищает и не хвалит меня, просто сообщает о моем участии в событиях, имевших место в Америке в ее тяжелые годы Доктор Ньютон Вы считаете Джоуквина своим поверенным, защищающим ваши интересы Субъект Резко, нет, здесь это не так происходит Доктор Ньютон Объективен ли Джоуквин, подводя итоги вашей жизни? Субъект Да, но мы едва начали Я думаю о том, как хорошо я обеспечил свою семью, но все это смешивается с моей профессиональной жизнью Я не могу понять, как я мог так третировать своих служащих Это действительно тяготит меня Джоуквин молчит сейчас Он не хочет вмешиваться в ход моих мыслей Доктор Ньютон Тогда давайте остановимся на обмене мыслями между вами и вашим советом мудрецов Пожалуйста, продолжайте Субъект Я пытаюсь предупредить их вопросы Я знаю, что получал удовольствие от того, что накапливал материальные богатства своей жизни Они хотят, чтобы я рассказал им почему И я говорю, что это позволяло мне чувствовать себя ценной личностью Но я задевал других людей Затем они завели разговор о подобных же действиях в моих прошлых жизнях И спросили, не кажется ли мне, что я стал лучше Доктор Ньютон Вы думаете, что рассмотрение имя вашего прошлого как мешает вашему обзору только что прожитой жизни? Субъект Нет, их вопросы не резкие Все это нормально, но теперь мой ум скачет И я снова думаю, что должен как-то подчеркнуть мою благотворительную деятельность Тогда Останавливается Доктор Ньютон Подбадривая, вы все очень хорошо делаете Теперь расскажите, что происходит дальше Субъект Мудрец в центре Его мощный ум пронизывает меня Доктор Ньютон Что именно он передает вам? Субъект Медленно Вот что я слышу в своем уме Эммануэль, мы здесь не для того, чтобы судить тебя, наказовать тёбе или игнорировать твои мысли Мы хотим, чтобы ты взглянул на себя нашими глазами, если ты можешь Это значит простить себя Это самый трудный аспект твоей встречи с нами Потому что мы желаем, чтобы ты принял себя, какой ты есть, с такой же безусловной любовью, какую мы испытываем к тебе Мы здесь для того, чтобы поддержать тебя в твоей работе на земле Например, мы бы хотели напомнить тебе о происшествии на автобусной остановке Доктор Ньютон Происшествия на автобусной остановке Что это значит? Субъект Пауза Я сам растерялся, когда он сказал это Я вопросительно посмотрел на Джоуквина Доктор Ньютон Объясните мне, что происходит дальше, Эммануэль Субъект Мудрец в центре Его мысли снова вошли в меня Ты не помнишь об этом происшествии? Женщину, которой ты помог, когда они сидела на автобусной остановке Я ответил Нет, я не помню Затем они подождали, пока в моей памяти не всплывут воспоминания И кто-то мысленно послал мне картинку Я начинаю видеть Однажды была женщина С портфелем в руке я шел в свой офис Я спешил Затем я услышал, как слева от меня тихо плачет женщина Она сидела рядом с тротуаром на автобусной остановке Это было время великой депрессии Люди были в отчаянии Я остановился Затем, подавшись мгновенному импульсу Я сел рядом с ней и обхватил ее рукой, пытаясь успокоить Это было совсем не похоже на меня Пауза, мой бог, и их интересует это Я был с этой женщиной лишь несколько минут, пока не пришел автобус Я больше никогда ее не видел Доктор Ньютон Что вы сейчас думаете по поводу того, что мудрец заговорил об этом происшествии во время вашего совета Субъект Это совершенно невероятно Всю жизнь занимался благотворительностью, жертвовал деньги, а их заинтересовало это Я не давал этой женщине денег, мы только говорили Когда мы с моим пациентом давали оценку этой встречи, я напомнил ему о том, почему я думал, что улыбающаяся женщина, член совета, которая сидела с правого края, носила одеяние желтого цвета Это могло быть в знак признания его спонтанного побуждения помочь прохожей на автобусной остановке Умение развитых душ, стоящих перед своим советом, часто возникает путаница в мыслях и воспоминаниях, так как они пытаются очищать себя Когда они погружаются в себя, они могут пропустить что-то важное Эммануэлю стало жалко женщину на автобусной остановке Хотя он спешил в свой офис, он сел рядом с ней Его сострадательный порыв длился недолго Однако в эти моменты, как я узнал, Эммануэль почувствовал ее боль, заглянул ей в глаза и сказал ей, что она преодолеет свои трудности, потому что он был уверен, что она может быть сильной Она перестала плакать, и когда ее автобус подошел, она встала и сказала ему, что с ней будет все в порядке Затем он поспешил прочь и тут же забыл об этом коротеньком акте доброты Происшествие на автобусной остановке кажется незначительной вещью по сравнению с целой жизнью, изобилующей другими действиями Для совета этот поступок не был незначительным В ходе нашей жизни в отношениях между людьми бывает много поднимающих дух благородных действий Они могут быть настолько мимолетными, что мы порой даже не осознаем их В мире душ ничто не является незначительным Ни один поступок не остается незафиксированным Не существует жестких правил относительно значения цветов, которые старейшие могут решить показать предстающей перед ними душе Например, красное облачение члена совета в последнем случае имело отношение к потребности Эммануэля в поддержании жажды жизни Поскольку его физическое тело в прошлой жизни было разбито В следующем разделе я объясню значение других символов в облачении членов совета Красные одежды или красный камень в медальоне или кольце старейшего могут иметь несколько значений в зависимости от обстановки Красный – это цвет страсти и силы, и Эммануэль увидел малиновое облачение после одной из его жизней, где он имел физические изъяны Однако в другом случае старейший может проявить рубиновый медаль он, который будет указывать на то, что душе может понадобиться больше жажды истины, чем у нее было в ее прошлой жизни Тонкие смысловые нюансы цветовых оттенков на собраниях совета имеют уникальное индивидуальное значение для каждой души Один из моих субъектов сказал об этом так «Одеяние членов моего совета указывает на их мастерство в какой-то определенной области Цевета, которые они проявляют в различных формах, относятся к тому же Все это представляется мне дарами сознания, когда я встречаюсь со своим советом Никто из старейших не более велик, чем все остальные, потому что каждый является одним из аспектов абсолютного совершенства Знаки и символы На протяжении всей истории человечества люди ищут повсюду тайный духовный смысл или знаки, так или иначе интерпретируя то, что они видят вокруг себя Я помню, как я забирался в пещерные святилища палеолитических людей в Дардогны-Велли во Франции Оказавшись в этих пещерах, попадаешь в каменный век Все стены здесь покрыты символическими рисунками Они относятся к самым ранним свидетельствам духовного сознания людей В течение тысячелетий первобытные культуры по всему миру использовали наскальную живопись и пиктограммы Чтобы выразить идеи, связанные с магией и плодородием, средствами к существованию, мужеством и смертью И спустя столетия мы заняты поисками откровений через знаки сверхъестественного Самые первые знаки были взяты из царства животных, от камней и стихий Мы используем всякого рода символы как воплощение власти и средств просветления и саморазвития Древняя культурная привязанность к мистическому символизму часто связывалась с желанием возвышения нашего высшего яд над примитивной стороной человеческой природы Обряды и символы тайных мистических обществ, таких как гностики и каббалисты, могли бы хорошо представить память души на Земле и человеческую память в мире душ Возможно, нет ничего удивительного, что в мире душ существуют эмблемы, содержащие в себе какой-то символический смысл Как и все физические объекты, которые субъекты видят в состоянии гипноза, эмблемы, которые носят на себе некоторые старейшие, связаны с опытом их прошлой жизни И наоборот, почему не может быть и так, что мы вместе с памятью души несем послания, полученные нами на встречах с Советом на Землю Антропологи, которые изучают глиняные таблички, каменные печати, скоробеев и другие амулеты нашего прошлого верят Что их влияние на тех, кто носит их, и на тех, кто их созерцает, выходит за пределы физической жизни и связано с жизнью души вне тела Сегодня этот обычай продолжается в гравированных подвесках, кольцах и амулетах Многие люди, которые носят эти символические талисманы, верят, что они их защищают, а также являются знаками личной силы и возможности Приведенные ниже случаи могут пролить свет на происхождение наших представлений о пророческих знаках Примерно половина моих субъектов видит медальоны, висящие на шее одного или нескольких старейших их совета Другая половина не видит никаких символов вообще Честно говоря, я не нашел никакой закономерности и никакой взаимосвязи между этими двумя группами пациентов В том числе ничего связанного с уровнем их развития 85% из тех, кто замечает эти символы, видят круглые знаки Другие видят квадраты, прямоугольники, треугольники и знаки в виде звезды И некоторые из них воспринимаются в трехмерном измерении Все формы медальонов вместе с изображенными на них знаками имеют определенный смысл И для развивающейся души означают непрерывность и целостность духа, как моральную, так и духовную Как правило, медальоны висят на цепочке или иногда просто на шнуре Обычно сам металлический диск бывает золотым, но иногда он может быть серебряным или бронзовым Большинство пациентов концентрирует внимание лишь на каком-то одном медальоне, который имеется почти всегда у главного вопрошающего Этот старейший в основном сидит по центру, прямо напротив души Случай сорок Доктор Ньютон Сколько членов вашего совета сидит напротив вас? Субъект Пятеро Доктор Ньютон Как они одеты? Субъект Все в белых облачениях Доктор Ньютон Я хочу, чтобы вы внимательно рассмотрели их Видите ли вы у кого-нибудь из них на одеждах какие-то дополнительные детали? Если ничего не видите, не тревожьтесь, мне просто любопытно Субъект Пауза Ну, у одного, который в центре что-то висит на шее Доктор Ньютон Пожалуйста, опишите то, что вы видите Субъект Я не знаю, что это, оно висит на цепочке Доктор Ньютон Что висит на цепочке? Субъект Что-то круглое металлический диск Доктор Ньютон Я всегда задаю этот вопрос Он размером с виноградину апельсин или грецкий орех Субъект Обычный ответ – размером с апельсин Доктор Ньютон Какого цвета это украшение? Субъект Золотистого Доктор Ньютон Что по-вашему означает этот медальон? Субъект Обычный ответ, но возможно что-то вроде эмблемы его функции или может быть области его специализации Доктор Ньютон Хорошо Как вы думаете, необходимо ли членам совета носить эмблемы для того, чтобы демонстрировать друг другу свою позицию или какой-то свой особый талант? Субъект Растеряно, ну Я не знаю Откуда я могу это знать? Доктор Ньютон Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос Мы вместе Можем кое-что выяснить Субъект Ответа нет Доктор Ньютон Опишите, что вы видите на золотом медальоне Субъект Обычный ответ, мне не очень хорошо видно Доктор Ньютон Я хочу, чтобы вы подошли поближе, чтобы получше рассмотреть эту эмблему Субъект Неохотно, я не уверена, что мне следует это делать Доктор Ньютон Давайте рассудим логически Если бы вам не нужно было видеть эту эмблему, ваш председатель вообще бы не показал ее вам Подумайте об этом Есть ли смысл в том, что эти высокоразвитые существа открыто демонстрировали украшения на своих одеждах, если бы вам не полагалось их видеть? И зачем им нужно было бы демонстрировать их друг другу? Субъект Я думаю, вы правы Все еще неохотно, я думаю, что я могу подойти немного ближе Доктор Ньютон И вы понимаете, что беседа со мной об этом не является нарушением конфиденциальности Посмотрите на выражение лица старейшего, который носит эту эмблему Он знает, о чем вы думаете Скажите, что вы видите Субъект Доброе выражение лица Которое помогает мне Доктор Ньютон Тогда я уверен, что ему не хотелось бы, чтобы вы упустили что-либо, относящееся к этой встрече Подойдите поближе и расскажите мне, что вы видите на этом металлическом диске Субъект Теперь более уверенно, я не могу разглядеть надпись по краю Она похожа на филигранный узор, но на выпуклой центральной части диска я вижу большого кота с открытой пастью Доктор Ньютон Подробнее опишите кота Это домашний кот Субъект Более убедительно Нет, это профиль горного льва со свирепой мордой и огромными зубами Доктор Ньютон Что-нибудь еще? Субъект Уточняя Ах, там еще рука с кинжалом, приставленным к шее Долгая пауза, да Да Доктор Ньютон Теперь вы знаете, что все это означает Субъект Спокойно, да, я думаю, что знаю Это из моей индейской жизни Доктор Ньютон Мы не говорили с вами об этой жизни Расскажите, когда и где была эта жизнь И какое отношение к ней имеет этот большой кот Эта пациентка, чье духовное имя Уэн, стала объяснять, что в 1740 году она была молодой индианкой в Северной Америке Однажды она отправилась в лес с двумя своими детьми выкапывать корения Мужчины из ее поселения ушли на охоту Внезапно она увидела, как большой кот спрыгнул с дерева и направился к детям Уэн схватила свою корзинку и бросилась прямо к коту Она сказала Времени хватало только на то, чтобы вытащить мой каменный нож И он уже прыгнул на меня Прежде чем он убил меня, я сумела воткнуть нож ему в горло Позже мужчины нашли меня и льва мертвыми, но дети были живы Когда я спросил у Эн, почему ей показали эту эмблему с котом, она сказала Чтобы отметить, что я проявила мужество и должна использовать его еще больше в других жизнях В конце своих сеансов я всегда уточняю данные субъектом описания рисунка на медальоне Предлагая нарисовать мне то, что они видели То, что нарисовала Уэн, показано на рисунке 9А Изображение руки Уэн, убивающей горного льва, на медальоне должно было послужить серьезным посланием ей Указывающим на ее возможности и мужество Моя пациентка пришла ко мне, потому что она боялась умереть в 39 лет Ее брат умер 2 года назад в 39 лет, неосторожно ведя машину Ей только что исполнилось 39, и мы обнаружили кое-какие нюансы, связанные с ее существованием В ходе нашего сеанса субъект узнала, что в следующей после описанной выше жизни Она с двумя детьми была брошена своим мужем-охотником в жалкой лачуге в Вайоминге суровой зимой в 19 веке Этот муж, который в нынешней жизни был ее братом, был неугомонным и желал свободы от семейных обязательств Таким образом, в этом случае имеет место перенос ролей одной неустроенной души из духовной группы Уэн Которая в 19 веке была странствующим мужем Уэн, а в 20 ее довольно диким братом В жизни, где она была брошена мужем-охотником, Уэн, по ее собственному признанию, недостаточно упорно боролась, чтобы спасти себя и детей То есть она могла надеть снегоступы, взять рюкзак и попытаться добраться до цивилизации, чтобы раздобыть пищу Она испугалась и утешала себя предположением, что муж вернется до того, как она и дети умрут с голода Совет показал Уэн медальон с котом не только как напоминание ее недостаточной решимости в эмингской жизни Но также и ее страхи в жизни нынешней Я рад, что Уэн увидела новое значение этого символа мужества в нашем сеансе Потому что луча ее брата добровольно согласилась принять короткую жизнь Чтобы снова проверить мою пациентку, а также решить свою собственную кармическую проблему, связанную с предательством людей Я думаю, кажется странным, что души видят этих небесных существ на совете с телами и световой энергии Имеющими человеческую форму и одетыми в одежды с украшениями Когда я только обнаружил эти медальоны, я предположил, что они были знаками отличия Но позже я узнал, что эти подвески и изображения на них не имели ничего общего со статусом старейших А исключительно несли вдохновляющее послание поддержки душам, которые представали перед ними Как и многие другие аспекты мира душ, эти символы также не дались мне легко На ранних этапах моего исследования медальонов я добивался лишь загадочных ответов от моих субъектов, которые говорили Что значение эмблемы мне понятны или что старейший сидит слишком далеко, чтобы разглядеть изображение Долгое время я просто принимал такие объяснения Затем я изменил тактику Как видно из последнего случая, я теперь говорю субъектам, что нет смысла в том, чтобы старейшие носили эмблемы в качестве знаков отличия друг для друга Поскольку эти мудрые существа уже знают все друг о друге, эти медальоны служат для блага душ, с которыми они беседуют Они могут меняться через какое-то время, когда кармический урок будет усвоен Однако некоторые сцены, похоже, не меняются Как только человек в состоянии гипноза узнает, что эмблемы не являются символами тайного общества, имеющими отношение к их особому совету, они раскрываются Это позволяет пациенту ментально различать наблюдателя, оказавшегося свидетелем события, которым он не может управлять, и активного участника Пациенты лучше отвечают, если позволить им выяснить, что уже по своей сути принадлежит им как душе Терапии, которую я могу применить в их нынешней жизни, используя данный аспект жизни между жизнями, то есть встречи с советом, стоит этих усилий Отрывки из следующего случая необычны, потому что субъект знает имена троих членов совета, и все они имеют медальоны Эмблема председателя изображена на рисунке 9b Случай 41 Доктор Ньютон Вы рассматриваете эмблему, которую носит ваш председатель, с более близкого расстояния Пожалуйста, опишите мне ее Субъект Дрит носит рельефное изображение головы орла Она повернута вбок, и сам медальон представляет собой золотой диск Клюв широко раскрыт, и я могу видеть язык птицы Доктор Ньютон Хорошо, что все это означает для вас Субъект Дрит призывает меня взлетать ввысь и разрывать безмолвие своим криком Доктор Ньютон Можете сказать что-нибудь еще? Субъект Дрит говорит, что я должен разобраться со своим молчанием в жизни Я не могу все время жить своим собственным миром Пока я не вырвусь из него и не поднимусь над обстоятельствами жизни, я не буду прогрессировать Доктор Ньютон И как вы отвечаете на послание Дрита? Субъект Я просто не принимаю это Я говорю Дриту, что в мою прошлую жизнь другие вносили достаточно много шума Доктор Ньютон Что отвечает Дрит? Субъект Он говорит, что я мог сделать мир громче и лучше, более звучно заявляя о том, что я считаю истиной Доктор Ньютон Вы согласны с его оценкой? Субъект Пауза я допускаю Что я, возможно, мог бы больше проявлять себя В том, чтобы затронуть других И отстаивать свои убеждения Доктор Ньютон Вы всегда видите знак Орла после ваших жизней? Субъект Нет, только когда я возвращаюсь к своим старым жизненным штампам, к молчанию Иногда его диск пуст Доктор Ньютон Вы сталкиваетесь с той же проблемой в своей нынешней жизни? Субъект Да, поэтому я и пришел к вам И поэтому Дрит напоминает мне теперь об этом уроке Доктор Ньютон Есть ли у других членов вашего совета эмблемы? Субъект Да, это Трон Он сидит справа от Дрита Доктор Ньютон Пожалуйста, объясните изображение на медальоне Трона Субъект На его эмблеме выгравирована гроздь золотистого винограда Доктор Ньютон Вы имеете в виду, что виноград имеет не свой натуральный цвет, а золотистый? Субъект Пожимает плечами Да, он золотистый, потому что диск такого цвета Эмблемы всегда металлические Доктор Ньютон Почему? Субъект Я в общем-то не знаю Для меня они представляют объекты, которые представляют ценности и являются долгосрочными Доктор Ньютон Что означает для вас символ виноградной грозди? Субъект Паузу, трон носит знак Плода жизни Который можно съесть Гомпоглотить То есть расти благодаря знанию Доктор Ньютон Почему кисть винограда, а не, скажем, яблоко? Субъект Гроздь винограда представляет не одинокий фрукт, а множество этого фрукта Чтобы мы усваивали различные аспекты одного и того же целого Доктор Ньютон Не могли бы вы сказать что-нибудь еще об этом послании трона? Субъект Что впитывая этот символ каждую виноградину в себя, я буду расти и развиваться с каждым моим опытом Доктор Ньютон Есть ли эмблемы у других членов вашего совета? Субъект Пауза шеи Она носит эмблему ключа Как напоминание о необходимости открывать дверь знания и принимать тот факт, что ответы на мои проблемы заложены в моих способностях решать их Для субъекта сорок один самым важным было изображение орла Птицы на медальонах – это не такое уж необычное явление Один человек рассказывал мне, что его председатель носил эмблему птичьего пера с чертополохом в центре Как напоминание о ряде жизней, которые он прожил в Нагорьях Шотландии Он заявил «В этих жизнях, будучи членом своего клана, я взлетал выше скал, борясь с притеснением британцев за свободу моего народа» Другая пациентка увидела эмблему с лебедем у старейшего, которая указывала на развитие через изменения Она сказала «Мне напомнили, что рождаясь, это прекрасное создание выглядит неуклюжим и не может летать Это отражает мою собственную метаморфозу из гадкого утенка в нечто значительное, в успешную привлекательную личность в ряде моих последних жизней Иногда на медальоне встречается изображение рыбы Пациент сказал мне, что для него этот символ представляет существо, которое может плыть против течения и в то же время быть в гармонии со своей окружающей средой По некоторым причинам человеческие фигуры редко встречаются в эмблемах членов совета Когда я слышу о таких символах, я нахожу, что их значение весьма занимательно Чтобы проиллюстрировать такой символ, я предлагаю рассмотреть рисунок 9В Он представляет случай 30-летней женщины по имени Норин, которая пришла ко мне с тем, что больше не хочет жить Ее муж несколько месяцев назад совершил самоубийство, и она хотела последовать за ним Во время сеанса мы обнаружили, что в их прошлой совместной жизни ее муж погиб в возрасте 26 лет в результате несчастного случая на лесозаготовках Души, живущие в парах, имеют каждый свой собственный кармический путь, который может быть связан с различными проблемами партнера Однако они часто тесно переплетаются, когда души из одной и той же группы соглашаются работать вместе, особенно в браке Норин неправильно повела себя, оставшись молодой вдовой в своей прошлой жизни Особенно это проявилось в ее отказе открыть свое сердце еще кому-нибудь Всю оставшуюся жизнь она была безутешна и умерла в горькой тоске от эмоциональных ран, которые она сама себе нанесла Когда она предстала перед советом после своей прошлой жизни, председатель сказал ей «Ты не дала своему духу развиваться, не так ли?» Очевидно, тот же урок был дан ей в ее нынешней жизни, чтобы проверить, как она справится с ним Я хочу подчеркнуть, что это не было причиной самоубийства ее мужа У меня были случаи, когда один из супругов намеренно выбирал тело, которое имело наибольшую вероятность погибнуть молодым из-за ряда естественных причин Чтобы дать возможность оставшемуся в живых партнеру снова пройти через состояние горя, проработав его более разумно и правильно Самоубийство не является одним из вариантов или условий для решения подобного рода задачи Самоубийство физически здорового молодого человека не является предопределенным кармическим вариантом для кого бы то ни было Исходя из моего опыта, я считаю, что есть вероятность того, что если бы муж Норин не покончил жизнь самоубийством, он, возможно, умер бы молодым из-за какого-нибудь несчастного случая В момент нашей встречи моя пациентка была убеждена, что невозможно дальше жить без человека, которого она любила Ее крайняя зависимость несла в себе также чувство вины, что она в какой-то степени ответственна за происшедшее, хотя посмертная записка мужа говорила об обратном Мне кажется, что возвращение этой пациентки к ее последней встрече с советом и повторное созерцание медальона, который она видела, может изменить ее нынешнюю жизнь Случай 42 Доктор Ньютон Я хочу, чтобы вы точно описали мне, что за изображение вы видите на медальоне председателя Субъект Первое, что я вижу, это животное Дань Нет, я думаю, что это газель Она в прыжке Доктор Ньютон Хорошо Видите ли вы еще что-нибудь, о чем можно рассказать? Субъект Пауза, верхом на ней сидит человек Это часть изображения Выделяется и находится в самом центре Доктор Ньютон Понятно Это похоже на барельеф Доктор Ньютон Вернувшись к настоящему времени и затем дав команду Хорошо, я хочу, чтобы вы снова изучили значение того, что вы видите Это не случайность, что мы сегодня вместе обсуждаем эту эмблему Она выражает нечто, что вам нужно помнить Вы молодая вдова, как и в прошлой жизни Попросите вашего гида помочь вам, если нужно Субъект После долгой паузы я знаю значение Человек это я, и я скачу на восток, к восходу солнца Направление означает рассвет нового дня Это животное обычно пугливое и не позволяет человеку быть рядом Тем более скакать верхом на нем Газель доверяет мне, и я должна доверять себе, чтобы отправиться туда, куда приведет меня это животное Потому что нам нужно добраться туда быстро Субъект До газели человеческая фигура видны сбоку Понимаете, как если бы я наблюдала за ними под каким-то углом, когда они несутся по равнине Человек без лица, но имеет длинные волосы и изящную женскую фигуру Нога, которая видна мне, согнута она сидит верхом Одна рука поднята и держит факел Доктор Ньютон И почему же вам нужно ехать быстро? Субъект После нескольких попыток, потому что жизнь там опасна Часть этой опасности находится внутри нас, в нашей слабости, в том, как мы саботируем И это мешает нам добраться до места назначения Очень легко увязнуть в чем-то Доктор Ньютон Можете ли вы сказать, что газель представляет освобождающую силу? Субъект Да, я должна обладать мужеством и силой, чтобы продолжать свою жизнь с более ясным пониманием цели Газель также символизирует свободу, возможность преодолеть страх и поверить в себя Доктор Ньютон А что означает факел, который вы держите на эмблеме? Субъект Тихо всегда Свет знания Наш поиск мудрости Это пламя никогда не иссякает и не затмевается Доктор Ньютон Видите ли вы еще что-нибудь на медальоне? Субъект Задумчиво, но это, я думаю, не важно для меня Я не могу прочитать греческие буквы, написанные по краю диска К сожалению, никто из моих субъектов, видевших медальоны, не мог расшифровать странные символы, изображенные между двумя внешними полосами по краю диска Непонятные надписи так и остались тайной, которую я не могу раскрыть в своих исследованиях И я вынужден прийти к заключению, что это тот аспект эмблем, о котором ни мои пациенты, ни я не должны знать Следует добавить, что многое из того, что души видят и слышат на своих встречах с советом, не может быть воспроизведено в моем офисе За годы работы я пришел к убеждению, что люди в состоянии гипноза не могут адекватно объяснить все Что происходит в их духовной жизни в мире душ, из-за присущих человеческому существу ограничений в процессе передачи информации и толкования Которые происходят в человеческом мозге Мои субъекты не знают, почему они не могут расшифровать тайные знаки на медальонах Они говорят о них, как и иероглифах, клинописных значках, рунах и даже математических символах Кажется, что этот шрифт непереводим Он может быть графическим или идеографическим Возможно, это невыразимый духовный язык Я подозреваю, что такого же типа символы появляются в книгах жизни в духовных библиотеках Например, древнегреческий символ Пи на обложке книги, описанной в случае 30 В то время как книги жизни носят личностный характер и, несомненно, используются гидами и советом, как летопись прошлого души Надписи по краю медальонов старейших могут не иметь ничего общего с душой Я пришел к заключению, что если бы мои субъекты должны были бы узнать что-то об этих надписях во время гипнотического сеанса Их духовные гиды помогли бы им Независимо от того, представляют ли эти символические знаки, которые видят души, звуки, идеи или какие-то слова Видимо, существует серьезная причина, почему люди не могут перевести их И это никак не связано с самими пациентами Один из них сказал следующее Я думаю, что не должен понимать их значения, потому что это послание моему старейшему от высшего источника Возможно, это формула его урока, которую он должен расшифровать для своих собственных задач Я разделяю эмблемы, встречающиеся на собраниях советов, на две основные категории Первая включает живые и природные объекты, среди которых могут быть также и минералы, например, драгоценные камни Во вторую категорию входят геометрические рисунки, такие как круги и прямые линии Драгоценные камни могут появляться на медальонах обоих типов Медальоны членов совета символизируют страдание и цель, удача и недостатки душ, предстающих перед ними Цвета драгоценных камней имеют отношение как к представляющим их старейшим, так и к душе, созерцающей их Обычный рисунок на медальоне связан с качествами души, ее достижениями и целями Подобно оракулам древности Старейшие могут показать знак как предупреждение о грозящем затруднении, если то, чего к чему мы стремимся в жизни оставлено без внимания Последующие случаи касаются пациентов, которые видели геометрические изображения и драгоценные камни на эмблемах членов своего совета Дешифрование сочетаний линий в геометрических рисунках дает не столь очевидные результаты, как истолкование объектов природы, в том числе драгоценных камней Есть культуры, такие как Япония, где личные символы с линейными рисунками носят геральдический характер На Востоке семейные символы, которые носятся на одеждах, могут изображать природные объекты или геометрические фигуры, и они указывают на принадлежность к определенному клану В противоположность японским клановым традициям, члены группы душ могут по-разному воспринимать одни и те же эмблемы, демонстрируемые членами их совета Я считаю, что значение линейного изображения воронки в геометрических эмблемах особенно занимательно Некоторые из них содержат вселенский аспект, как, например, эмблема на рисунке 9 граммов Я лично видел похожие варианты такого изображения на скалах в самых различных местах на Земле В Европе, Северной Африке, Австралии и в пустынях Северной Америки Многие археологи называют его изображением источника жизни Когда я спросил субъекта, увидевшего на медальоне члена совета этот рисунок, о его значении, он ответил следующее Женщина-член совета, которая носит этот знак, напоминает мне, что начиная из центра мира душ, мы раскручиваемся вовне в своем развитии и однажды вернемся к источнику нашего происхождения Когда на медальоне появляется изображение воронки или концентрических кругов, значение обычно бывает связано с существованием души в непрерывном потоке жизни Этот знак также подразумевает духовную защиту На рисунке 9D линии изогнуты Вот что сказал пациент, увидевший это изображение на медальоне старейшего Здесь четыре волнистые линии, которые идут из разных точек наружного края эмблемы Они сходятся в круге единства, выдавленном в центре диска Искривленные линии представляют различные пути к нашей цели Они не прямые, потому что мы несовершенные души Эти линии делают эмблему словно изломанной Также почти каждая жизнь порой представляется разрозненной В своем путешествии мы можем много раз сворачивать в сторону Но в конечном итоге мы все пребудем в одно и то же место в центре Мне также рассказывали о небесных знаках с такими символами, как звезды, луна и солнце Долгое время, собирая информацию о знаках на медальонах, я заметил, что изображение растущей луны встречается чаще всех других небесных символов Рисунки 9 и 9 же, последние относятся к субъекту в приведенном далее случае 44, представляют различные варианты изображения растущей луны в умах двух пациентов Солнце дает нам золотистые лучи дарующего жизнь света, в то время как неполная луна является для меня символом роста Этот серебристый свет представляет силы моих возможностей По мере ее роста растет и мое высшее я Я являюсь межпространственным путешественником между жизнями Перевернутая луна представляет собой оболочку и охват, вместимость мира душ, в видении которого находится Земля, наша Вселенная и пространство вокруг нее Линии в верхней части эмблемы – это поворотные точки моего путешествия как души, которые означают моменты моего закрепления в совершаемой мной работе В нижней части эмблемы имеется звездообразная частица, очистительный свет и элемент, соединяющий меня со Вселенными Обычно, когда пациент говорит о том, что он видит растущую луну на медальоне, это означает возрастающую силу души на Земле Мои субъекты говорят, что пребывающая луна, в отличие от убывающей, символизирует рост Часто этот знак воспринимается серебристым на золотом диске Линии в виде дуги, угловые, горизонтальные или вертикальные, все они имеют бесконечно много значений Например, на рисунке Девиджа в верхней части эмблемы имеется пять прямых, направленных к центру линий Один субъект, который видел такие линии на диске без каких-либо других знаков, сказал Звездообразный рисунок этих длинных линий, сходящихся в центре диска, означает, что я имею всестороннюю поддержку со стороны старейших на моем совете Я считаю, что невозможно классифицировать огромное количество разнообразных знаков и символов, о которых я слышал, потому что каждый имеет индивидуальное значение для души Еще один вариант медальона показан на рисунке 93 Он представляет собой комбинацию геометрического изображения с драгоценным камнем Об этой эмблеме сообщила женщина, чье духовное имя Анс и которая испытывает постоянную боль из-за фибромиалгии, болезни, порождающей дисфункцию мышечной ткани Случай 43 Доктор Ньютон Объясните мне, что вы видите на облачении вашего председателя Субъект Каря носит золотой медальон для меня И всегда, насколько я могу помнить, на поверхности диска по кругу изображались как бы сплетенные между собой петлеобразные кружочки Доктор Ньютон Скажите, Анс, что означает для вас этот рисунок? Субъект Кружки являются напоминанием мне, что каждая жизнь, которую мы проживаем Сочетается со всеми другими нашими жизнями в единой последовательности И они все направлены на осуществление нашей главной цели Доктор Ньютон Есть ли еще что-нибудь на диске Карса? Субъект Радостно Да, да Я продвинулась до изумрудного камня, который размещается в центре диска Доктор Ньютон И что означает для вас этот камень? Субъект С чувством удовлетворения, это камень целителя Доктор Ньютон Связано ли это с тем, что у вас фибромиология в вашей нынешней жизни? Субъект Абсолютно Я специально попросила тела в этой жизни, которое будет страдать от неизлечимой боли Доктор Ньютон С удивлением в голосе, можете ли вы подробнее рассказать, почему вы это сделали? Субъект Я выбрала этот путь давно Я обнаружила, что когда бы я сама не страдала от заболевания, причиняющего боль, это помогало в моем целительском искусстве Когда человек испытывает постоянную, пусть не очень сильную боль, это дает ему возможность, особенно если он целитель Доктор Ньютон Какую возможность? Субъект Экспериментировать с вибрационными уровнями боли в теле Вы можете узнать о тонком искусстве настройки энергии для облегчения тех или иных участков боли Работая со своей собственной энергией таким образом, я учусь более искусно помогать другим Доктор Ньютон Что еще можете вы сказать об этом опыте? Субъект Постоянная боль заземляет человека, закрепляет его позицию в человеческом опыте Для облегчения боли необходимо быть полностью сконцентрированным Это помогает обрести уверенность, что существует высший смысл в том, чтобы учиться работать через боль Я уделяю много внимания другим человеческим существам, которые страдают от физических недостатков в жизни Я способна помочь тем, кто достаточно восприимчив, чтобы использовать ментальный контроль для облегчения страданий Доктор Ньютон Мне кажется, вы чувствуете гордость от того, что заработали изумрудный камень, демонстрируемый Карсом Субъект Камень свидетельствует о принадлежности носителя к категории целителей Он является воплощением моей личностной природы и природы Карса, который назначен руководить ходом моих испытаний на протяжении веков Изумруд отражает мои достижения Доктор Ньютон Могу ли я заключить, что мастер целительства показывает вам этот камень, ожидая, что вы будете выполнять эту работу и тоже станете учителем в этой области? Субъект Да, и вера Карса в меня дает мне силы Субъект 43 относится к разряду тех душ, которых я называю душами, проходящими ускоренный курс обучения и развития Анс воплощается на Земле в течение 5000 лет Это очень короткий промежуток времени, учитывая степень ее продвинутости Это оказалось возможным потому, что ни в одной своей жизни она не скользит гладко Она не принимает здоровые тела, что поистине поражает меня В своей нынешней жизни Анс является руководителем программы «Наука ума», которая представляет собой эклектическую смесь различных духовных дисциплин Через эту программу она помогает многим людям решать проблемы здоровья с использованием методов направляемой визуализации и медитации Другой интересный аспект случая 43 заключается в том, что Анс начала видеть зеленый камень на этом медальоне лишь последние 4 или 5 жизней До этого в центре диска был янтарь Анс сказала, что это был цвет заботы и зашиты слабых и больных, который появляется перед зеленым камнем, который она назвала «камень моего роста», добавив «Зеленый изумруд отражает мое нынешнее положение По этим признакам я отношу Анс к уровню 4 Дальнейшие расспросы позволили выяснить еще кое-что Анс сказала, что в промежутках между ее ранними жизнями на Земле на эмблеме камня вообще не было Одни лишь кружочки петли Я помню, как один субъект уровня 5 рассказывал мне На эмблеме моего наблюдателя было 5 драгоценных камней Алмаз, рубин, янтарь, изумруд и сапфир Что символизировало мои достижения на различных уровнях развития Таким образом, не драгоценный камень сам по себе как минерал важен на духовном медальоне, а цвет который он представляет Рассказы субъектов, находящихся в состоянии гипноза, о драгоценных камнях Имеют интересные параллели с земными традициями Так, в отдаленные времена в Индии, Китае и других древних государствах верили, что определенные цвета Представленные в драгоценных и полудрагоценных камнях имеют каждый свою собственную одухотворенную личность Например, шумеры верили, что у того, кто носит лазурит, есть свой личный дух, которого нужно слушать Большинство моих пациентов воспринимает своих духовных гидов как темно-синий свет Древние также чувствовали, что фиолетово-пурпурный цвет аметиста дарует трансцендентное знание и мудрость Этот цвет драгоценного камня свидетельствует об уровне 6 и выше в развитии души Некоторые субъекты, рассказывающие о медальонах, которые носят члены их совета, видят только драгоценные камни Они могут и не быть на дисках У меня были случаи, где камни или сияющие шары окрашенной энергии появлялись в ожерельях кольцах или просто в руках старейших Важно то, что проявление определенных цветов энергии отражает различные аспекты нашей физической и духовной жизни Определенные цвета в сиянии старейших, их одеждах или медальонах могут также указывать на специализацию старейших Которая может непосредственно касаться того, что предстающая перед ними душа надеется в конечном итоге достичь Гипнолог должен отстраняться от своего собственного понимания значения цветов Каждый субъект, визуализирующий в состоянии гипноза совет старейших, может по-своему истолковывать значения цветов Воспринимаемые им образы Тем не менее, я думаю, было бы справедливо отметить, что для людей, находящихся в трансе знаки и символы Вторые они воспринимают через память души, имеют отношение к значению сил, которые он хотят контролировать в своей текущей жизни Мои субъекты связывают все медальоны, которые они видели на собраниях своих советов, с восприятием и мудростью Их смысл носит глубоко личностный характер, и старейшие указывают на него с целью направить и мотивировать душ из земли к осознанию своего «я» Воздействие, которое оказывают на субъектов, увиденные ими в состоянии гипноза знаки и символы, бывает в некоторых случаях столь сильным Что после сеансов они заказывают себе их копии, чтобы они напоминали им об их кармическом пути Присутствие На лекциях мне часто задают вопрос «Когда вы переносите человека в мир душ, видят ли они Бога?» И на него нельзя ответить кратко Я могу сказать, что мои субъекты действительно чувствуют источник их происхождения в мире душ Более продвинутые субъекты объясняют, что все души в конечном итоге снова сольются с источником пурпурного цвета Но есть ли где-нибудь в мире душ такое место, где с очевидностью для воплощающихся душ присутствовало существо, стоящее над старейшими? Ответ Дано собрание и совета Во время встречи с советом старейших душа ощущает присутствие некой высшей силы, которую называют просто присутствие Многие субъекты утверждают Здесь мы ощущаем себя ближе всего к Богу Более продвинутые пациенты, которые приближаются к концу своих воплощений на земле, отмечают, что они не думают, будто присутствие есть сам Бог Для них это обожествленное существо или существа, обладающие способностями, которые значительно превосходят способности членов совета Все соглашаются с тем, что присутствие предназначено помогать работе совета Типично то, что люди, которые приходят ко мне, не любят использовать слово Бог, описывая высшее присутствие, которое они больше чувствуют, чем видят в мире душ Они предпочитают использовать такие слова, как источник или сверхдуша, потому что слово Бог на земле слишком персонализировано По мере того, как многие души приближаются к более высоким стадиям развития, они могут воспринимать присутствие как часть множества божественных сил в мире душ, обладающих неограниченным знанием Они чувствуют, что эта высшая сила действительно влияет на собрание совета, но не обязательно является абсолютным творцом Самое значительное свидетельство присутствия мои субъекты видят на собраниях совета старейших И тем не менее они приравнивают присутствие к огромной всемогущей и вездесущей энергетической силе мира душ Просмотрев сотни записей случаев, в которых имелись описания присутствия, я решил предложить читателям несколько отрывков Субъекты во время своих сеансов говорят о присутствии лишь в нескольких предложениях Я надеюсь, что серия, цитат которые я отобрал, смогут передать то, как воспринимает обычная душа это присутствие на своем собрании совета Я в действительности не вижу присутствия, но чувствую его как абсолютную энергию Оно здесь для совета, но главным образом для меня Старейшие не служат посредниками между мной и этим источником силы Я чувствую прямую связь с божественным пурпурным светом Когда я бываю в зале совета, присутствие наблюдает за старейшими своим пульсирующим фиолетовым светом Иногда он становится ярко-серебристым, чтобы успокоить и очистить мой ум Присутствие находится выше и позади совета Лишь с большим трудом я могу взглянуть наверх, на эту силу Я чувствую его святость так сильно, что мне кажется, что мне не следует пытаться смотреть прямо на него во время собрания совета Если бы я делал это, то не мог бы концентрироваться на старейших Совет, очевидно, знает о присутствии, но не проявляет слишком большого внимания к нему, чтобы не замедлять ход собрания Я думаю, оно желает, чтобы мой совет и я сосредотачивали внимание друг на друге Но все же у меня складывается такое впечатление, что эта величественная комбинированная разумная энергия предназначена в данный момент для меня Мой гид, старейшие присутствие являются хранителями мудрости, лежащей в основе моего опыта Присутствие представляет собой чистоту энергии, которая помогает совету работать со мной Я думаю, что совету нужна помочь присутствие, потому что оно существует с незапамятных времен, когда они сами еще воплощались в биологических формах Чистая мудрость этой энергии позволяет как совету, так и мне более отчетливо видеть, куда нам всем следует двигаться дальше Великолепие и притягательная сила присутствия – это как зов Жажда, направленная на каждого в этом зале, чтобы все мы когда-нибудь присоединились к нему Она подобна родителю, ожидающему, когда мы вырастем и присоединимся к нему, уже обладая зрелым пониманием Когда вы стоите на собрании совета и чувствуете присутствие, это подобно воцаряющемуся в вашем уме резонансу Даже мой мастер-гид испытывает такое же чувство блаженства, что и я Я знаю, что именно поэтому она любит приходить на собрание совета со мной вместе Это источник любви и понимания Когда моя встреча с советом заканчивается, и я покидаю присутствие Я чувствую сильное желание вернуться и еще раз почувствовать близость к нему Люди спрашивают меня, попадался ли мне кто-нибудь, кто мог бы пролить свет на то, что значит быть членом совета и быть ближе к присутствию У меня было несколько субъектов, имевших такой опыт, которые находились на стадии перехода с уровня 5 Однако одна личность запомнилась мне больше всего Шайнира была одной из самых продвинутых пациенток, которые когда-либо у меня были Никто не подвел меня ближе к присутствию, чем эта душа Шайнира училась в другом пространстве, прежде чем прийти на Землю несколько тысяч лет назад Сегодня эта пациентка является специалистом по акупунктуре и практикует различные методы целительского искусства Медальон, который носит председатель совета Шайниры, показан на рисунке 9G Более детальные подробности о возможностях межпространственных путешествий душ наряду со специалистами, которых называют души исследователи, будут рассмотрены в главе 8 Случай 44 Доктор Ньютон Когда ваша работа в качестве личного гида завершится, будете ли вы назначены в совет старейших? Субъект Нет, еще нет Я должна стать мастером, работающим с молодыми учителями Помогать им вступать в контакт с их учениками на многих уровнях ДРВ Почему вы так думаете? Субъект Потому что я все еще занимаюсь здесь, воплощаюсь, все больше узнаю о биологических формах жизни на Земле Доктор Ньютон Шайнира, я убежден, что мы встретились здесь сегодня для того, чтобы помочь друг другу понять кое-какие вещи Давайте начнем эту часть нашей беседы с того, что поговорим о ваших взаимоотношениях со старейшими вашего совета Сначала скажите мне, сколько их Субъект Сейчас передо мной 12 членов совета После моей последней жизни четверо сидящих в центре стола говорили со мной о том, насколько сильно я центрируюсь на Земле У меня еще есть кое-какие блоки, которые нужно исправить Четверо старейших сидящих справа от меня, из моего изначального пространства Они здесь для того, чтобы помочь мне лучше использовать энергию, которую я принесла с собой в Земную Вселенную Доктор Ньютон Что вы можете сказать об оставшихся четырех членах совета? Субъект Четверо старейших слева действуют как стабилизаторы вселенского света и звука между всеми пространствами вокруг Земной Вселенной Они действуют как ось вращения, заземляя меня в физическом мире Доктор Ньютон Можете ли вы обрисовать те блоки, которые препятствуют вашему прогрессу на Земле? Субъект Прежде всего совет хочет, чтобы я расширила свое влияние на большее количество людей Я сопротивлялась этому своему расширению Я жалуюсь им, что это ослабляет мою силу Они не соглашаются с моими аргументами расширяться менее интенсивно Доктор Ньютон Я понимаю Принимаете ли вы такую оценку? Субъект Долгая пауза Я знаю, что они правы Но я все же иногда чувствую себя чужой на Земле Доктор Ньютон Скажите мне, Шайнира, приходилось ли вам когда-либо обсуждать вместе с членами вашего совета определенных учеников, с которыми вы работаете? Субъект Да коротко Доктор Ньютон Тогда, возможно, вы можете помочь мне понять последовательность продвижения души Куда бы вы отнесли себя? Субъект Я работаю над тем, чтобы стать мастером-учителем Доктор Ньютон Следует ли далее за этим уровнем гида членства в совете? Субъект Нет, не обязательно Есть много других вариантов и специализаций Кто-то не подходит для этой роли? Доктор Ньютон Допустим, что вы подходите, становитесь членом совета и ваша деятельность успешна Куда вы как душа направляетесь дальше? Субъект Медлит с ответом вместо единства Доктор Ньютон Представлено ли оно присутствием на собраниях совета старейшин? Субъект Неопределенно Да, та же сущность Доктор Ньютон Опишите это единство Является ли оно сверхдушой? Субъект Я полагаю, что многие являются этим одним Это центр творения, насколько я знаю его Здесь творцы новых душ формируют световую энергию для определенных функций Доктор Ньютон Шайнера, пожалуйста, расскажите побольше об этом Субъект Я Не могу рассказать вам слишком много Это место, где энергия новых душ зажигается от сверхдуши Где мы помогаем молодым расти и найти свою уникальную индивидуальность Доктор Ньютон Является ли единство тем, что мы зовем Богом? Субъект Это божественность Доктор Ньютон Поскольку вы сказали, что эта божественность может быть составлена из многих, которые являются одним Представляют ли они абсолютное божество всех вселенных и пространств, связанных с этими вселенными, включая мир душ? Субъект Долгая пауза Я думаю, да Доктор Ньютон Откуда, по-вашему, исходит сущность присутствия? Субъект Чуть слышно отовсюду Останавливается Доктор Ньютон Откуда вы знаете все это? Субъект У меня есть наставник в совете Мы много беседуем Моих друзей меня озаряют мысли И мы задаем вопросы об абсолютной реальности Доктор Ньютон Когда вы беседуете со своим наставником и друзьями о силе, которая может быть выше даже присутствия, что вы узнаете и что чувствуете? Субъект Это может быть та же сила, частью которой присутствие является, я не знаю Она Массивная, но мягкая Мощная И в то же время нежная Здесь есть дыхание Шепот Звука Такой Чистый Доктор Ньютон Положив ладонь на лоб субъекта, оставайтесь с этими фрагментами мысли Шайнира Пусть они унесут вас к этому звуку Далее говоря шепотом, сотворен ли этот звук определенного рода световой энергии? Субъект Нет, звук творит все Включая свет и энергию Доктор Ньютон Подплывите ближе, как если бы это не составляло для вас никакого труда, ближе к источнику звука Командуя и так, что вы видите и слышите Субъект Я на краю Я не могу Доктор Ньютон Громко, продолжайте двигаться Шайнира Субъект Тихо, с большим трудом Я Со своими друзьями Соединив свой ум со звуком, мы видим в уме картины Это Геометрические изображения Выстроенные в определенном порядке Останавливается Доктор Ньютон Теперь, мягко уговаривая, еще немного дальше Немного за этим Что там Субъект Я Чувствую Звук держит эту структуру И Заставляет ее двигаться Меняться и колебаться Создавая все Это разносящийся эхом глубокий колокольный звон Затем высокое чистое жужжание Как эхо? Останавливается Доктор Ньютон Ну Шайнира, еще одно последнее усилие Эхо чего? Субъект Глубоко вздохнув матери Полной любви Поющий песнь своему ребенку Я крепко взялся за Шайниру, вытягивая из нее информацию, потому что знал, что в моей жизни я, возможно, не буду больше иметь другого пациента такого уровня Это личность и другие высоко продвинутые субъекта Вы отметили, что совет старейших существует в реальности Глубокий смысл Глубокий смысл, который выходит за рамки понятий и представлений душ, еще воплощающихся на земле Цепочка божественного влияния Для многих моих пациентов главное в присутствии не то, что оно кем-то является, а то, что оно есть Для других присутствие это существо, которое выравнивает, гармонизирует более высокое сознание старейших с менее развитым сознанием предстающих перед ними душ Благодаря этому в зале собрания совета энергии синхронизировано Небольшое количество моих субъектов уровня 5 действительно имели возможность немного участвовать в совете в качестве его членов В порядке обучения мастерству гидов Когда я попросил одного из них описать этот опыт, он рассказал следующее Когда я сел за стол, я почувствовал себя словно бы внутри души, стоящей перед советом То, что чувствуешь гораздо больше, чем симпатия по отношению к тому, кто только что вернулся с земли Вы действительно как бы в его шкуре Присутствие дает вам власть чувствовать все, что душа чувствует в данный момент Луч света, исходящий от присутствия, касается таким образом каждого члена совета Одно ли и то же присутствие присутствует на всех советах Или существует более чем одно существо Или оно просто является Богом, который везде и повсюду На эти вопросы я, конечно, не могу ответить Сколько советов должно существовать, которые отвечают за все души, приходящие только с земли? Это тоже невозможно определить, но число их должно быть огромно Если верно, что другие миры в нашей вселенной имеют души, нуждающиеся в советах, а также есть другие вселенные Которые курируются духовными мастерами, то задача последних поистине выходит за рамки всяческих представлений В отличие от высоко продвинутых душ, подобных субъекту 44, большинство моих пациентов не способно увидеть, что старейшие сами могут быть подвержены ошибкам Наряду с кратковременными моментами более могущественного и любящего присутствия, в духовных видениях людей, предстающих перед советом старейших, именно они являются высшим авторитетом «Результатом того, что мои субъекты видят в состоянии транса, является чувство реально существующей в мире душ, восходящей многоуровневой системы достижений души» «Такое восприятие космоса не является новой для человеческой цивилизации системой убеждений» Древние индийские, египетские, персидские, китайские тексты рас сказывают о силах Бога Которые персонифицированы в форме метафизических существ, причем некоторые из них даже являются антропоморфными Ранее греко-еврейская религиозная философия также разделяла концепцию иерархического ряда духовных мастеров, из которых каждый последующий обладает большей божественностью, чем предыдущий Многие культуры принимали Бога как источник всего творения и абсолютное благо, и при этом считали, что управление нашей Вселенной осуществляется им через группу более низких по рангу существ Которые являются носителями разума и божественной мысли и осуществляют посредничество между совершенным существом и смертным миром Они считались эманациями Творца, но менее, чем он совершенными Возможно, этим объясняется тот факт, что наш изобилующий несовершенствами мир все же имеет Бога в качестве первопричины Пантеистическое воззрение заключается в том, что все проявления во Вселенной являются Богом На протяжении долгого промежутка времени духовная философия некоторых культур породила концепцию, согласно которой божественные силы Управляющие нашей жизнью были по существу словами мудрости, аналогичными мыслительным способностям человеческого существа В других обществах эти силы представлялись неким присутствием, способным влиять на наш мир Христианская церковь считает саму идею посредников, исходящих из верховного источника неприемлемой Позиция христианства заключается в том, что совершенное существо не уполномочивает существ менее совершенных, чем оно И могущих совершить ошибку, управлять нашей Вселенной Бог Ветхого Завета говорил через пророков В Новом Завете слово Бога дается через Иисуса, который по убеждению христиан является образом Бога Пророки всех основных религий являются для их последователей отражениями Бога Мне кажется, что почитание пророков во многих религиях по всему миру уходит корнями в память души о священных посредниках Таких как гиды и старейшие, между нами и источником-творцом В долгой истории нашей планеты было много культур с мифологическими фигурами, выполнявшими космологические функции посредников между непостижимым Богом и враждебным миром Я не думаю, что нам следует расценивать мифы, объясняющие мир, как продукт примитивного мышления То, что мы рациональным образом познали на сегодняшний день, все же ничуть не больше объясняет тайну творения, чем знания прошлого Что касается первопричины, я считаю, что старые и новые духовные концепции можно свести воедино одним знаменательным способом Души способны творить предметы жизни из данного им источника энергии Таким образом души способны создавать что-то из чего-то в самых различных вариациях Согласно религиозной теологии, божественное творение создает нечто из ничего Есть и такие, кто верит, что Бог не творит материю, а только условия, которые позволяют это делать высоко продвинутым существам Является ли Земля лабораторией, созданной высшими формами энергии для более низких, чтобы они могли прогрессировать, проходя через многочисленные ступени развития? Если это так, то эти высшие существа являются нашим источником, а не сам источник В книге «Путешествие души» я писал о том, что, может быть, творец, испытывая неполноту совершенства, желает расти и крепнуть через проявление своей сущности Однако в этом могла быть необходимость и в том случае, если бы он был совершенным Философия божественной иерархии отражает мнение многих людей, что Земля и наша физическая вселенная являются слишком хаотичными, чтобы быть созданными абсолютным совершенством С моей точки зрения, эта идея «зримое несовершенство» ни в коей мере не умаляет совершенный источник Который приводит все это в движение для того, чтобы души, все души в конечном итоге стали совершенными Наша трансформация и эволюция от полного невежества к совершенному знанию включает в себя непрерывный процесс просвещения, основанный на вере, что мы можем быть лучше, чем мы есть Обработка информации, полученной на собраниях Совета старейших В какой-то момент гипнотического сеанса субъект говорит мне, что его встреча с советом закончилась, и он готов покинуть это место и вернуться в свою группу Это момент интенсивных раздумий, и мы вместе Оцениваем полученную информацию Помимо всего прочего, собеседование с нашим духовным советом включает отчет о только что прожитой жизни Я обычно стараюсь использовать важные фрагменты этой оценки в текущей жизни моих пациентов Оценка каждой души, данная советом, пронизана духом божественного прошения Старейшие организовывают встречи таким образом, чтобы расследование деяний и намерений души было преисполнено состраданием И они всячески выражают свое желание поддержать уверенность души, необходимую для ее дальнейших усилий Одна душа так это выразила Когда старейшие закончили со мной, я почувствовал, что они больше говорили о моих правильных поступках, чем об ошибочных Совет знает, что у меня уже были серьезные беседы с моим гидом о моих действиях Они не опекают меня, но я думаю, что частично их работа заключается в том, чтобы укрепить мои надежды и повысить уровень моих ожиданий Совет говорит, что они знают, предвидят, что я совершу нечто большое и значительное Последнее, что старейшие сказали, было то, чтобы я прекратил самоутверждаться за счет других Когда я покинул их, я почувствовал, что они устранили все мои сомнения в себе и очистили меня Люди спрашивают меня, чувствуют ли души раскаяния во время и после встречи с Советом, если их ошибочные действия были исполнены на силе и жестокости Конечно, да, но мне также нередко приходится напоминать тем, кто задает этот вопрос, что ответственность часто наступает в момент выбора следующего тела для оплаты кармического долга Души непосредственно участвуют в этом процессе выбора с помощью своего совета, потому что это то, что они сами хотят для себя Хотя карма ассоциируется со справедливостью, ее суть заключается не в наказании, а в приведении в равновесие всей суммы наших действий во всех прошлых жизнях Далее обычно задают еще один вопрос о завершении этих встреч с Советом Происходит ли так, что души, не вовлеченные в акты жестокости в своих прошлых жизнях, получают блаженство и свет, в то время как некоторые покидают Совет с чувством горечи? В ответ я объясняю, что у меня было очень мало таких пациентов, которые покидали зал Совета, испытывая некоторое беспокойство и неопределенность Это те души, которые чувствуют, что они могли бы представить себя немного лучше тому или иному старейшему Бывали и другие необычные случаи, особенно с молодыми бунтарскими душами, когда у меня складывалось впечатление Что они, представ перед старейшими, сопротивляются тому, что они называют жестом раскаяния Вот типичный пример Я немного расстроился из-за всезнающих Они своими уговорами погружают вас в состояние самодовольства и успокоенности, потому что они хотят, чтобы ты вывернулся наизнанку перед ними Конечно, я совершил много ошибок, но они сами виноваты, что послали меня на землю в теле, которая причиняла мне беспокойство Когда я жалуюсь им на земную жизнь, они не совсем откровенны со мной Они скупятся на информацию Я говорю им, что жизнь заставляет вас рисковать, а мой руководитель толкует мне сдержанности Я сказал им Вам легко говорить, сидя здесь в комфорте и безопасности, в то время как я борюсь за выживание там внизу, в зоне войны Эти незрелые души не понимают, что прежде чем оказаться на совете, старейшему пришлось пройти через много военных зон Следующее признание, по контрасту с предыдущим, принадлежит старой продвинутой душе, приближающейся к завершению цикла своих воплощений на земле Когда встреча с советом подошла к концу, старейшие встали и окружили меня Затем они подняли руки, распростертые, как гигантская птица, обняв меня крыльями воссоединения Так они выражают свое одобрение хорошо выполненной работе Я не думаю, что кто-либо из моих пациентов после визуализации своего посещения собрания совета не испытывал какое-нибудь чувство благоговения, раскаяния или потребности в искуплении Они возвращаются затем с этими чувствами в свои группы Поэтому я был не готов узнать о законе молчания Ниже приводится отрывок из случаев, демонстрирующий наличие тайных зон ума где хранится кое-какая информация о собрании совета и которые закрыты как для остальных членов группы душ, так и для меня Существуют такие аспекты собраний совета, которые выходят за рамки текущей реальности для моих субъектов По ряду личных и духовных причин люди не в состоянии вспомнить все детали этих встреч Некоторые моменты намеренно блокируются пациентом В случае 45 субъект определенно знает то, о чем он не желает рассказывать мне Другие субъекты не знают, почему они не могут чего-то вспомнить Случай 45 Доктор Ньютон Теперь я хочу продолжить и перейти к самой значительной части вашей беседы со старейшим, который сидит справа от председателя Субъект Сковано мне неловко Доктор Ньютон Почему? Субъект Я не хочу нарушать закон молчания Доктор Ньютон Вы именно мне не хотите рассказывать Субъект Никому, в том числе членам моей группы Доктор Ньютон Разве члены группы не обмениваются друг с другом всей информацией? Субъект Не всей, особенно очень секретной и личной информацией, полученной на совете Закон молчания – это способ, с помощью которого нас проверяют, можем ли мы хранить сокровенные истины Доктор Ньютон Можно ли поконкретней? Субъект Смеясь в ответ, тогда мне придется раскрыть секрет вам Доктор Ньютон Я не хочу посягать на что-либо, что вы считаете слишком сокровенным, чтобы обсуждать это, но в конце концов вы пришли ко мне по какой-то причине Субъект Да, и я многое получил Просто я не хочу делиться с вами всем, что я сейчас вижу в своем уме Доктор Ньютон Я уважаю ваше решение Однако мне странно, что вы не желаете делиться этим и со своими родственными душами Субъект Большинство из них встречается с другим советом, но есть и другая причина Раскрывая все наши знания, мы можем вызвать хаос, если человек не готов воспринимать определенные вещи Мудрость может быть неверно использована, и таким образом нарушая закон молчания, мы причиняем беспокойство другой душе Доктор Ньютон Понимаю, но применим ли этот закон и к нашей беседе о вашем развитии и личных устремлениях? Субъект Улыбаясь, вы просто не сдаетесь, да? Доктор Ньютон Если бы меня легко можно было бы заставить отступить и отказаться задавать вопросы о жизни в мире душ То я бы очень немного узнал и не смог бы достаточно эффективно помогать людям Субъект Вздыхает Я не буду рассказывать вам об определенных сокровенных вещах, которые имеют отношение ко мне То, что имел в виду этот субъект, говоря о наличии в группах душ ментальных тайн друг от друга Было подтверждено и другими Мне кажется очень странным, что души не хотят обмениваться наблюдениями со своими друзьями обо всем, что произошло с ними на собрании совета Возможно, это одна из причин, почему члены одной и той же группы душ редко попадают на тот же совет Вот еще один пример секретности Я обсуждаю свое собрание лишь с двумя моими друзьями Даже мы с осторожностью рассказываем друг другу то, что происходит на наших собраниях Мы говорим в общем типа Я знаю, что мне нужно делать то или это, потому что старейший сказал мне так и так Принимая во внимание то, что между жизнями мы живем в телепатическом мире В начале своих исследований я удивлялся, как душам удается утаивать какие-то мысли друг от друга Я обнаружил, что молодые души с трудом скрывают мысли от более опытных душ, особенно от своих гидов К моменту достижения уровня 3 ментальная телепатия становится формой искусства И это включает в себя умение создавать блоки, препятствующие ментальному проникновению в свои мысли посторонних Помимо эмоциональных ограничений человеческого тела, таких как стыд, чувство вины и зависть, других мотивов для отговорок нет В телепатическом мире души исходят из уважения к сокровенным сторонам жизни каждого Души живут в сообществах с интенсивным взаимообменом, где они работают над своими собственными уроками и уроками других Они настолько открыты друг другу, что кажется невозможно скрыть никакое намерение Это поощряет их полностью открываться в кармических вопросах, играющих важную роль для тех душ, которые будут связаны на Земле Каким образом телепатическая душа может целенаправленно и избирательно экранировать, блокировать определенные ментальные аспекты? Я немного знаю об этом процессе, но обнаружил несколько моментов Судя по имеющейся у меня информации, у каждой души имеется определенная специфическая ментальная вибрация наподобие отпечатков пальцев Этот образец вибрации подобен плотно сплетенной корзине с взаимодействующими энергетическими нитями, окружающими индивидуальное ядро личности Энергетические нити являются движущимися картинами мысли, которые душа вольна передавать или не передавать кому-либо Они включают в себя идеи понятия значения, символы и личностные особенности этой души С опытом душа обретает способность маскировать любой образ в любой момент Таким образом, хотя ничто в целом не скрывается, энергетические нити тонких особенностей мысли души не открываются до конца, пока эта душа не пожелает кого-то впустить В свете вышесказанного я нахожу, что для гидов и старейших это нормально, понижать особый ментальный порог умения продвинутых душ Это делается для их же блага Я знаю, что это несколько настораживает, но так это звучало бы на земле Здесь же учителя, как и обычные души, прибегают к избирательному ментальному экранированию по отношению к душам, которые желают проникнуть в их ментальное поле Дело в том, что гиды не хотят отягощать более молодые души понятиями, к которым они еще не готовы, особенно к тем, что связаны с будущим Каждый уважает неприкосновенность и мудрость своего совета Полученная информация считается конфиденциальной и очень личностной Вернувшись в свою группу после собрания совета, души не хотят подвергать своих товарищей искушению предвосхитить определенную информацию, получаемую от старейших Один пациент сказал мне Это как если бы я хитрил на устном экзамене, если бы я стал все пересказывать своим друзьям Они не смогли бы удержаться от своих собственных интерпретаций собрания, желая помочь мне Старейшины со своей стороны поощряют молчание, потому что они знают, что если соблюдается конфиденциальность То тем самым гарантируется большая открытость в их общении с душами, предстающими перед ними Последующее неуместное вмешательство товарищей по группе, хотя и доброжелательное, может исказить послание старейших данной душе Единственное исключение в законе молчания относится к более продвинутым душам, которые обучаются в специальных группах Похоже, им нравится делиться тем, что они считают внутрицеховой информацией, полученной на их собрании совета Поскольку в мире душ не существует времени, я использую собрание совета как терапевтический трамплин для быстрого кармического просмотра прошлых жизней души, охватывающего буквально века Времен, но приостановив обсуждение собрания совета, я возвращаю моего субъекта к ключевым моментам его прошлых жизней, когда он делал какой-то важный выбор Я направляю субъекта к тем острым моментам его прошлых жизней, которые имеют отношение к теме беседы со старейшими Многие наши установки и непонятные зависания личностного порядка идут из наших других жизненных циклов И просмотр таких моментов в другом контексте дает пациенту новую перспективу в его нынешней жизни Часто я чувствую помощь как моего гида, так и гида пациента Прибегая к такой форме терапевтического обследования, мы вместе с пациентом пытаемся найти ключи к его нынешним поведенческим установкам И это открывает путь к оздоровительной перестройке Реинкарнационная терапия – это нечто большее, чем просто познавательное проникновение в сути понимания Людям нужно увидеть, что изгибы и повороты в их жизни имеют определенное значение и смысл Я могу также направить пациента вперед, в пространство выбора жизни, чтобы обсудить, почему старейшие предложили им их нынешнее тело Если душа еще не должна знать о каких-то аспектах будущего этой его жизни, информация будет блокирована Когда я заканчиваю эту пробежку вместе с пациентом, я возвращаюсь к приостановленному в каком-то месте собранию совета старейшин И оно продолжается с того самого момента без каких-либо помех Я никогда не забываю, что я являюсь лишь временным посредником между моим пациентом, его гидом и советом старейших Я знаю, что они помогают мне, потому что иначе мои субъекты, находясь в состоянии гипнотического транса, не могли бы визуализировать собрание совета Используя технику глубокого гипноза, я как духовный регрессионист имею то преимущество, что могу работать как с умом души, так и с нынешним человеческим эго-пациента Сверхсознательный ум действует в условиях вечного мира душ, которые подсознательный ум может транслировать в текущую реальность Невозможно переоценить важную роль осознания нашего истинного внутреннего Я для эффективности жизни Я не утверждаю, что один трехчасовой сеанс регрессивного гипноза, который я предлагаю, является быстрым решением проблем людей, оказавшихся в затруднительном положении Тем не менее, обновленное или восстановленное осознание нашей истинной природы Знание прошлых жизней и нашей бессмертной жизни в мире душ может заложить прочный фундамент для дальнейшей более детальной терапии по месту жительства пациента С другой стороны, одна единственная духовная регрессия для ментально здорового пациента может сотворить чудо, раскрыв ему его внутреннюю целостную сущность и назначение Конец второй части книги. Продолжение смотрите в описании Продолжение следует...